всем привет это подкаст тут это не только с вами саша кугишов это я ваня крючков и у нас астрологи объявили месяц месяц пиццы потому что у нас есть антон а сложно сложно не надо пытаться зови просто антон антон из дода там и так далее до пиццу не принес а кустой про то как мы делаем всяких штук чтобы вы пиццу могли есть принес да кстати да тем более твой коллега по пиццерии прошлый раз очень круто рассказал нам про пишечки я сказал мы практически сокомандник сокомандник это но мы с андреем в одной команде работали сокомандник звучит как-то коллега мой пес давай так мы так друг друга называем так ладно у меня аж у меня сейчас полезли очень интересные шутки с учетом того что я сейчас читаю а сеньор волчара да ты все правильно понял не 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 я просто читаю четвертую книгу про чисто про стражей и там же из англы которая молчится и там вокруг этого много шуток разная направленность в общем и ваш ним короче сегодня у нас необычная тема просто мы будем говорить про кэш и брать это деньги просто кэширование просто знаете как написали написали в описании войти из две сложные проблемы на вальдации кэш и придумывание названий вот давайте сразу дам вопрос ребят как вы придумаете название ну что просто эту тему закрыть мне сильно ли он лежит где-то стали описываю можно еще по стиле малилиону но это старая этичная традиция отвечая на вопрос азара аоз обогреватель у меня с собой но на самом деле как но ты любое рандомное написание на клавиатуре это уже название примерно кэши используем так и название придумываем все по наити я использую принцип индейцев знаете там по парящие облака там далее гуляющий олень что она делает то и так она и называется получается слишком не у меня меня проблем с таймингом не когда еще джуном был мне момент рассказал что это офигительные названия выходят когда я название такой который на строчку не повышается написал слушай но мне до сих пор кажется что название на строчку лучше чем название во фреймворках у егора бугаенко потому что вот как-то он опубликовал на хаббардом об их фреймворке у них там тк-фк юк еще какие-то пейфиксы такие прям странные а что я как-то надеялся я просто надеялся что мой 2002 с венгерской нотации уже закончился оказывается нет не 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 это по джаву было я просто удивился что есть примеры кода егор бугаенко я подая даже пойду по леда если хочешь эти потом статью на хаббе пришлю но они да есть он он я не знаю это ли его или вот его к и искусственный интеллект раздавал каким-то искусственным разработчикам которые искусственно делали код ну как-то это было а у нас астрологи объявили уже месяц еще и курика руби гаенко просто суши второй идет раз когда мы его вспоминаем суши ну почему его вы не вспомнить дай бог ему здоровья может мне книжек больше продаться он добрее будет ну вот ведь ведь и как бы чтобы стать известным известным человеком войти нужно либо что-то подкасте упоминали нужно либо говорить каких-то важных вещах разработать что-то либо нести невероятный эпичный бред на конференциях а что уберите вы так ладно мне кажется с неймингами определились теперь давайте про кэширование сам к самой микоте и у меня сразу вопрос ребята а вообще когда мы говорим про кэширование может ну его нафиг просто зачем кэшировать сразу все запрашивать какой смысл вообще гордить такие сложности с кэшированием просто берите и больше ядер больше чего-то еще ну знаешь что было с тобой не согласиться они вот каждый каждое поколение процессор там кашли не увеличивают еще больше сделали еще больше а потом apple приходит где-то мы еще больше сделай как видишь кэши все увеличивают видимо всем надо но я подзываю ты не пройти до кэши ну кстати на самом деле это очень интересно вопрос что увеличивая они еще раз они увеличивают длину кэшлайна правильно но они размер кэша увеличить только шлайна длиной на длину на на не увеличить это вот так приятно что-то как бы увеличивать длину кашлу а тут возникает сразу интересный момент мы если мы увеличиваем размер кэша но не увеличим длину кашлайна то у нас у нас по сути дела всего лишь сегментация памяти будет будет менее сегментирована потому что обычно как кашлайн один кашлайн соответствует некоторому сегменту память адресом пространства с памяти от 0 до 128 условно говоря я сейчас у нас будет как вот мы увеличили в два раза количество кэш памяти не увеличивая длину кашлайна то у нас получается память от 0 до 64 но ты как разработчик не можете управлять зачем тебе этим управлять а зачем ты этого хочешь я ты можешь ну че честно ты можешь управлять тем что попадает в кэшлайн но типа ты реально этого хочешь в этом же история что мы когда как как мы разработчики управляем вообще вот этим понятием кэш миссов и прочего ну больше легко фор нормальный фор просто пишем ну не а ты еще ты 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 еще дальше начинаешь ну ладно фор окей сработало а дальше ты начинаешь делать кастом-алайн в структурах дальше это смотри чтобы у тебя выделялись непрерывные блоки памяти а дальше ты пошел на интейсинг ты и потеряли человека ну слушай мне кажется мы потеряли человека на том на том моменте когда он начал задуматься кашнис когда он решил управлять кэшом процесс нет на самом деле тема безумно интересная с одной стороны но кажется что она настолько далека от поклонных разработчиков что лучше пойти на какой-нибудь не знаю доклад ребятах по перформансе и уже спокойно послушать я думаю что это прикольно да ну вот типа кэш процесса и он явно нужен ну то есть там доступ к кэшу процесса настолько быстрее чем доступ к памяти что если нужно там сложить большие массивы двух чисел например или там перебрать указатели например gc чтобы работать быстро то без кэша процессора ничего не получится другой вопрос что интереснее что ну типа у нас кэш это что давайте вот ним и мои кэш там это мои кэш и все будет работать лучше иногда обычно нет вот ты прям вот прям перевел тема я хотел сказать что и вот на пришел никита данилов который к нам приходит раз полгода но так как он стоял один из первых людей в наш подкаст мы всегда а теперь приходит никита данилов и всем привет 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 наш наш разговор с процессорного кэша на нормальную тему уезжали как разошел по процессорный кэш поговорить я вроде про него как раз ничего не знаю но я знаю что он есть прямо я рада это мешало об этом говорит смыгаться я в этом плане больше впечатлила тема что в одной книжке оптимизация кода для того чтобы весь код попала попадал в кэшлайн ну потому что у нас как бы с одной стороны есть память данных но у нас есть еще память выполняемого приложения и надо чтобы весь наш код туда попадал правильно в кэшлайн чтобы при процессинге нашего приложения не нужно было лишний раз ходить в оперативную память основное приложение было в кэшлайне я на самом деле не помню чей доклад будут next и про бенчмарки не андрея на удивление но и может быть старт это был доклад там в общем тоже было про микро оптимизации как раз про то что в принципе это все круто знать где там чего что у вас заинлайнилась где у вас кэшли не выстроилась где вы там взяли правильно выстроили там биты в структуре чтобы они лучше лежали обязательно помните общие цифры производительности потому что возможно проблема далеко не в этом вот сейчас оптимизируете это до классической 80-20 поэтому ну мы пробовали сколько-то баловаться с этими всеми выравниваниями мы обычно оказывалось что проблемы далеко не в этом типа мы просто линки пять раз подряд используем один и тот же а вот в чем проблема давайте сразу вопрос кто из вас может ответить когда нужно кэшировать посадку мы ушли от л-1 л-2 л-3 кэша а вот так классическом кэширование memory радис и прочее когда ну нужно кому нужно вот ты сидишь такой рано рано кэшировать пишешь кодов и держишь запросы рано 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 ну вот пример могу провести меня недавно занимался оптимизациями алгоритма чисто для себя и у меня получалось как dotnet реализация полнял 40 секунд я думаю надо ускорить ее вот посмотрел профайлером нашел функцию которая взывается очень часто за кэшировал ну просто делать так сказать мимоизации мимоизации этот в принципе частный случай киша уменьшил количество вычислений раза в три наверное у меня стало выполняться 20 секунд вместо 40 вот но здесь посмотрел что у тебя что-то выполняется часто и ты можешь результат где-то запомнить в принципе тогда можно использовать конечно вопрос когда ты будешь его инвалидировать вот это самый главный вопрос когда использовать понятно того не у меня скорее долго сколько раз твой алгоритм вызывался но в секунду допустим там и так далее не на там понятно делал что если наполняется 20 секунд там не знаю из этих 20 наверное секунд 11 он проводил в этой функции судя по профайлер не не яду сколько раз твой алгоритм вызывается ты его один раз там нажал посчитай алгоритм он тебе там через 20 через 20 или 40 секунд выявил результат или он где-то в каком-то процессе используется что не но это просто такая задачка палачисты я оптимизировал его там я чувствую к чему антон ведет что мне как как бы кажется что это без разницы ну мне лично без разницы если алгоритм запускается один раз любой то пусть он хоть сутки работает пусть хоть дух но есть не упадет конечно это пусть хоть сутки хоть двое суток вот какая на хрен разница ну отработала отработал зачем тут что-то кэшировать надо какой-то оптимальность ну поработала нет но если у нас это там соточку рпс на этот этот алгоритм сотни раз в секунду вызывает вот тогда наверно надо начинать думать о том вот как раз о войненном случае что можно было бы по кэшировать подождите я когда-то общался с ребятами с яндекса вот они такую очень интересную штуку делали они рассказывали как они на два процента улучшили сжатие данных которые они передают между серверами вот я такой чуваки а зачем ну два процента они говорят ну это 400 серверов у нас вот а типа 400 серверов это ну типа сколько там 4 миллиона баксов типа нам норм вот если вы кэшируете можете сэкономить себе 4 миллиона баксов то неплохо было бы начать кэшировать туда вопрос с инвалидацией он всегда самый страшный потому что как понять что все кончилось про инвалидации мы отдельно подойдем потому что ты поднял очень интересный топик который я тут же хочу как-то оппонировать просто есть понятие что мы кэшируем тогда то что нужно то что нам нужно есть понятие гигиены кэширования когда ты очевидные вещи кэшируешь или вещи которые ну сто процентов будет проблемными кэшируешь суши ну в юнити это как раз я тебе хороший пример могу повести там часто используемые текстуры неплохо было бы кэшировать где-то ну типа с диска поднимать их каждый раз очень больно мне кажется это делается сейчас через какие-то адресы был но вот это конечный пример юнити к сожалению вообще если говорить о десктоп приложениях то очень многие вещи приходится кэшировать прямо на ходу ночи потому что он банальный фонды ребят кстати конечный пример мы как-то не задумались о фонтах но какой-то когда-то загрузка фонтов это было боль ну слушай текстуры фонты там картинки и так далее это же ну типа пример того что кэшировать можно ну типа бренд если потому что это данные которые никогда не меняются ну типа чтобы поменялась картинка тебе перерисовать надо но с текстурой этаж картинкой если что если допустим кто-то не знает ну и шрифт тоже его кто-то должен перерисовать ну то есть должен пойти человек перерисовать там положить новый шрифт то есть ну тут изменение очень редки можно считать данные но очень-то статичным ну что делать если мы хотим как раз вот так у вани вани результаты вычислений ведь ну хорошо ладно когда у нас вычисление без сайт эффектов и но типа мы можем по набору входных данных алгоритма ключ составить каким-то образом допустим даже очень большие ты все равно же можешь посчитать еще что-то и вот тут выходят никак никита данилов который может рассказать что если у тебя хороший пример из реального продакшена с примером когда у тебя есть куча данных и они лежат какой-нибудь базе данных даже в третьей памяти и это все он не получается дольше чем посчитать эти данные заново да 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 я как раз я сейчас просто я сижу слушая пытаюсь понять какую из двух мне развилку идти потому что мне вроде хочется и про кэши поговорить в контексте что не все то кэш что воняет а точнее все что надо инвалидировать потому что даже в контексте unity камон как бы ну по сути когда мы говорим про то что закэшировать фонты какие-то ассеты там графику это практически даже нельзя назвать кэшом потому что это почти единственный способ как вам постоянно иметь доступ к этим ресурсам так чтобы у вас все целиком приложение не умерло то есть это в любом случае не варианты их брать с ссд диска при любых раскладах вообще это можно звать кэшом тоже есть много интересных моментов ну да это такое вообще а менеджмент ассетов это тема настолько тонкая что местами ты просто к смотришь доклады господи чем люди занимаются вот ну представляю себе потому что обжал все это уместить в памяти там еще больше наверно вознис вы миссию замещение в памяти я тут наверное хотят сказать как раз пор больно больную тему у нас получается есть кэш вот у нас долгое время было на проекте путаница когда мы говорили про кэш кэшом называли одновременно несколько вещей одни это как раз такими какая-то не моизация расчета в процессе расчета чтобы что-то быстрее посчитать как бы такая-то перк там переквест кэширование а другое это у нас просто модель расчетов сделала так что нам выгоднее вытащить все данные из базы положить их себе в память оптимальным образом и поверх них делать очень быстрые расчеты потому что мы не сделаем в принципе по базе никогда такие расчеты должным образом была такая модель принята и вот я не знаю про договорить может быть проговорить я не могу назвать даже вот второе кэшом в полной мере у них должно быть разные названия обязательно но тут хороший пример с мимоизации то есть мы действительно часто функциональных языках программирования мимоизация считается как бы стандартным обязательным но нужно понимать в любом случае идет по ключу и в некоторых случаях поиск по ключу будет дольше чем просто рассчитать эти данные заново да 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 мы складываем два числа тут дольше если делаем что-то более интересное но опять же ну типа поиск как какой поиск по ключу ну то есть ты же можешь когда ну собираешь приложение там очень хит радость посчитать ну и сделать очень быстрым этот поиск кстати интересный такой момент в проект алгоритм чертов про который я упомянул я хэш таблицу заменил массивом и это тоже очень сильно ускорило потому что да по ключу данные доставать но как бы из массива их все равно быстрее вытащить чем искать таблицы особенно если не знаю коллизии случились или еще что-то в общем есть своя своя определенная цена у хэш мапы давайте как бы структуру данных которые мы под кэшом используем вообще под кэш руни давайте мы поделим немного потому что ну типа структур данных там много начинает заканчивая какой-нибудь дождь и заканчивает а вот как у вани там разным массивом да по поводу кэша но и нас есть не только как часто мы читаем данные как часто пишем то есть как она этого опять же к вопросу инвалидации киша то есть условно говоря если мы тупо возьмем представимся мы сделали rv log до какой-то шар от не знаю хоть не знаю шары тот же самый массив памяти да вот но так примитивно вот и все хорошо когда мы его не очень часто в него пишем и очень часто его читаем а если у нас количество записей вырастает нас начинать проблемы там ритрайт лока да там по поводу того что если мы одновременно пишем и читаем ты имеешь ввиду то есть если мы сначала записали там огромное количество данных а только потом их читаем то никаких проблем нет не я понимаю я имею ввиду в том что если у нас как бы количество частота с которой эти данные изменяются она начинает приближаться к чистоте чтения этих данных то есть начинаются эти проблемы с тем что у нас доступ идет к некому шар от объекта в памяти вот и либо у нас начинается проблемы eventual консистенции либо у нас начинается проблема что у нас кто-то начинает стоять в очереди ждать пока мы его изменим но условно говоря вот эта проблема то есть чистоты работы с данными возможно так тоже будет быстрее просто сходить их откуда-то взять чем работать с кэшом но это именно вопрос возможно такое принципе такая проблема еще чистоты изменения записи ну естественно возможно ну то есть например у дода была у конкретно у дода была проблема что когда пользователь менял номер телефона мы прихоранивали имейл по-моему менял ну короче какие-то данные себе номер телефона нельзя поменять а что-то он менял то ли имейл поляда еще что-то мы поехали мы обновляли это на бэкэнде на бэкэнде бэкэнда да в нашем монолите вот прихоранивали в кэше бэкэнда мобильного приложения были такие очень счастливые пока к нам тестеры не пришли и сказали мы адрес поменяли а он-то меняется что не меняется ну потому что кэшен мэмэй на каждом инстанте свой кстати попадешь не попадешь ребят давайте расскажем какие-нибудь веселые истории у меня была офигенная история когда я у нас была аутентификация такая очень я на прошлой работе еще работал это был стартап который занимался пилил аналог тиндера не суть важно у нас была аутентификация через facebook вот мы кэшировали все там автор ну то есть кто-то писал до меня он очень агрессивно все кэшировал и но поэтому аутентификация все равно чуть порядка 100 миллисекунд занимала ну типа каждый запрос на каждый запрос плюс 100 миллисекунд это посидишь думаешь нет это так на космосу не полетим начал разбираться короче чувак хранил весь профиль пользователя в кэше вот а он мог быть достаточно большой потому что он был список лайков и дизлайков кому он что поставил ну и может надо он или нет вот выкидывая весь список профиля выкидывая кэш на афиг просто входя на впрямую в базу очень маленьким запросом который только айдишник вытаскивал 10 миллисекунд максимум в пике все работало я вот про это и как раз бы хотел сказать про незабавную историю наверное то есть и я с чего вы как раз хотел сказать что вот для меня кэширование почти всегда как бы ну именно такое то что понимается в первую очередь под кэширование типа давайте мы положим в memory затротли на 30 минут вот для меня это ассоциируется с cms коми неповоротливыми такими мутантами четырех четырех палами шестиногими то есть это обычно с ассоциации типа там когда загружается какой-то такой cms в сайт и там подождите погрузится кэши вот когда действительно мыслишься и когда впихивают кэш просто сразу потому что ну так вроде бы будет быстрее вот так вот точно не нужно вопроса когда нужно вот так не нужно вот прям первым делом кэширование не ответ как не решение проблем вот первым делом вообще никак давай историю никита у тебя много историй много историй слушай ну там бывали когда то есть очень нужно хорошо помнить про глобальное состояние при кэшировании потому что мы как-то выкатили хорошую оптимизацию как раз что-то типа на мемоизации примерно но от пользователей пришел лобак что они обновляют репорты с цифрами у них цифры скачут вот и оказалось что просто с разных запросов где-то там что-то прокашировалось но неправильно доставалось потом все это информация и получать как то есть финансовый расчет это открываешь такой инвестируем в это нет в это а давайте в это то есть это смешно было наверное нам как говорят пользователям что промоет нормальное поведение особенно какой-то форекс говорите там все так делают ну типа ничего не изменилось нет а у не про форекс к сожалению как бы на 1 2 1 я просто про вторая когда пока быстро того что это же классно когда выкатываешь какие-то вещи по кэшированию доноса работать быстрее работать свой гораздо медленнее собственно вот поэтому сюда имейте подходящий лот а вариме для того чтобы проверить что у вас действительно все работает у меня есть веселая история про кэширование у нас использовался с никитой на этом проекте долгое время работали и с вами а я сейчас работаю на что-то застали отбирьтесь но очень история была какая у нас пользоваться на марикаж причем такая система мемоизации по методам было прикольно ты заходишь метод и внутри метода может он вернет либо данные из кэша либо не скажешь классная система мемоизация по параметрам все здорово все замечательно есть проблема если у тебя вот здесь метод перед выходами метод у тебя происходит проверка прав доступа пользователя то есть он забирает клеймы смотришь какие данные могут могут быть на этом пользователю и дальше эти данные отправляет в калькуляции и прочее и разработчик сделал следующую классную фишку он вот эту проверку польских клеймов засунул в код после мемоизации то есть в зависимости от того кто первый зашел в приложение и а вот эти под каким пользователем аутентифицировался с какими наборами креденшалов с какими наборами правил то есть там грубо говоря у него есть есть права на чтение на чтение таких-то компаний а у другой человек есть правила на чтение других компаний в зависимости от этого выдавались разные данные если вася который может читать только американские компании зашел то все следующие полчаса все работают только с американскими компаниями причем это слабо бы нашлось на кей потому что кей они молодцы они проверяют все в том числе разные правила а девелоперы всегда под админом смог тестить слушай но это прям концептуально мне кажется вот типа окошко сегодня сейчас работаем для штатов через полчаса для европы через 15 минут для австралии прям по моему концептуально успеть клиниться еще да чтобы поработать с тем чем ты хочешь обязательно извини на серьезная система ты что тут просто думал пришел и заработала все вот ребята возвращаясь к вопросу про разные названия действительно вообще кто не сталкивался с нормальными разными названиями это бога для кэширования в разных формах и видах то есть подкашировать словарится троттлить там на минуту там или положить данные в память просто для быстрых расчетов суши даже уже право и объединить кэширование и название но я понимаю это ужасно кстати да это же они даже процессы и кэшами называются вот а еще знаешь при этом же мы теперь распределенный кэш кэшом называется тут вообще уже не в памяти все хранишь ну да не на самом деле единственное нейминг это по времени жизни если объектов то есть можно там называть какой-то там ну то есть нужно клеишн кэша еще что туда там дикшен или кэш то сразу как бы немножко будет подсказывать людям время жизни объектов то что словари меняется не очень часто но хотя у кого как тут сразу такой интересный момент давайте сразу название когда кэш памяти перестают быть кэшом и становится инмемори дата грит ну как бы когда разработчик сходил на конференцию послушал много слов а дата грит я я я посыпаю голову пеплом пойду сейчас гуглить апача гнайт он не инмемори ты чё он распределенный его фишка как у хазил каста это основная фишка что они раскидываются по нодам тебе он в любом случае инмемори короче когда ты к нему прикрутил раф тогда если мы про пача гнайт когда ты к нему прикрутил рафт или любой другой алгоритм византийского консенсуса погодите это внешне хранилище все равно или нет 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 смотри идея как гнайт работает он у тебя им процесс да ну типа давай я про джаву буду рассказывать что я с дотнетом никогда не использовал задумаешь ответить на вопрос причем тут византийский консенсус потому что византийский консенсус да когда у тебя не депарки не доверяют друг другу ну и у тебя же headless ноды но у тебя ноды договариваются друг с другом все кэша они нет главного будет как в меме я так рад что ты спросил аудиосообщение на пять часов не без аудиосообщение но просто обычно ноды когда такую ну вот дата гид строится да они же друг другу не дверь ну считается что друг другу не дверь поэтому обычно им консенсус нужен вот либо внешний кто-то кто консенсус обеспечит я на эту задачу с такой стороны смотрел действительно ну типа но out of sync нода попала и все ну типа у тебя-то и ноды да на каждой хранится копия данных у тебя одна попала в out of sync ну типа одна тебе нода говорит что данные вот такие а две другие что они вот другие как решить какая какие правильные но с тремя нодами понятно наверное те две хотя не факт потому что одна могла выпасть в out of sync когда в ней писали она не успела просто сползти с новыми данными на остальные ноды ну типа такая штука ну да вот а у клепана как раз было написано очень хорошая фраза что когда у вас есть распределенная запись с как если у вас есть распределенная запись с низким мастер нодами у вас задница но сам так четко расписал что знаете как бы если у вас есть одна мастер но то все хорошо есть у вас есть несколько мастер нод то лучше избегать этого ситуации по максимальному вот тут просто любой ситуации к сожалению в некоторых случаях и никак не избечь люди пытаются ее решать разными способом фраза была на докладе про сердите когда сказали говорит если у вас есть векторные часы то программиста плавится очень быстро так вот извините сейчас все я здесь так вот как работает ну и apache ignite их из лкаст они встраиваются в твой процесс ну по крайней мере java это так работает с дотнетом может не так и не стреляйте и пианиста пианист только на java их использовал но вот они встраиваются в твой процесс выделяют какую-то unmanaged область памяти которую они менеджерят на самом деле сами и там хранят твои данные в этой unmanaged область памяти плюс синхронизируют ее со всеми другими нодами твоего приложения где они также внутри приложения в одном адресном пространстве с приложением работают соответственно ты получаешь очень быстрый кэш с интерфейсами а-ля java collection вот но ну то есть ты можешь его от хук подключать везде где-то использовала коллеги но поэтому он тебя синхронизируется между многими ну автомагически штука классная но это уже ну не знаю мне кажется короче что-то классно пока работает вот меня в этом как раз и напрягает ситуация потому что очевидно очевидно что система алгоритм основной на византийских генералов он учитывает некоторый такой ну рандомизация консенсуса потому что ты не можешь предсказать у тебя могут данные откатиться то есть если человек что-то записал то его могут послать с этим могут ну это тебе надо хендлить вот откатиться ну то есть если нужно ну короче если ты хочешь сохранить так данные финансовых транзакциях лучше не надо типа можешь но не лучше ну просто совет как бы лучше не надо тогда лучше это типа делать вместе появляясь на работе по торм и чтобы там никто не знал где ты живешь там принимая деньги за работу в биткоинах так вот так можно там типа если твой адрес есть там домашний телефон там люди знают как тебя на самом деле зовут лучше не надо а если ты хочешь ну как бы хранить цены на пиццу например то почему бы и нет но мы так не делаем но вполне можно за цены на пиццу вроде никто не побьет так сильно формально это in-memory кэш в принципе ровно тот же самый ну да очень быстрый кэш который синхронизирует там есть у хазилкаста по крайней мере раньше короче на пять лет назад и в руках потерпевший сейчас вот у хазилкаста вроде был такой момент что например даже если у них были спайки в перформансе например это если на твоей ноде нет данных он мог сходить на другую ноду взять там данные ну типа и долить их тебе сейчас я не знаю как это происходит потому что но типа уже очень давно все поменялось вот я верю что ну то есть когда я последний раз смотрел на хазилкаст вот они как раз хотели раз прикручивать к себе самим вот ну то есть они говорили что мы у них до этого был централизованный у них были мастер ноты они как мы не хотим мастер ноты вот это сложно но это на самом деле сложная штука в относительно в диплойменте потому что ну как минимум типа тендо порты открывать тебе нужно сервера в кластер связать тебе нужны сид ноды вот какие-то по которым ты кластер будешь расслабить но это типа не это не то же самое что за используя за диплоить респондент приложения то есть там куда все веселее начинается но поэтому очень много сложности и кажется что но если у вас не не так много данных то может быть и не надо в джаве там в этом-то еще один плюс есть потому что они в хип решение используют для хранения данных вот и соответственно у тебя есть шанс попасть в определенный промежуток когда у тебя указатели всего четыре четыре байта вот и соответственно у тебя очень быстро сборка памяти там и так далее то есть там много но нет что твой хип маленький сам по себе да то есть у тебя может быть большой а сам хип маленький если хип маленький можно использовать четыребайтовый указатель а если мы используем четыребайтовый указатель очень сильно ускоряется сборка буза не в размере дело в том как ты его используешь дело в нюанс но вот поэтому в джаве это в принципе решение для всяких нагрузок ну там где действительно очень нужно быстро получать данные любят но на самом деле я не да как недавно году в семнадцатом или восемнадцатом наткнулся на доклад нетфликса где они делали подобную же штуку но гораздо интереснее вот короче в чем идея начался было да они тоже делали типа распределенный memory grid да но они вы делали по другому они говорили ребят у нас есть наш или кэш да это типа наш кэширующий слой по всему netflix вот вот вам библиотека для этого и в кэша встраивайте ее в свои клиентские библиотеки своих сервисов ну то есть типа тебе приходит товарищ и приносит библиотеку для своего супер нового микросервиса типа вот тебе библиотека а прямо внутри этой библиотеки встроен доступ к кэширующему слою вот которому ну будет ходить по данным по умолчанию то есть допустим если у вас 50 сервисов этот сервис использует то вы все скорее всего все 50 будете ходить в какой-то внутренний кэш и в кэш джинсовский скорее всего никогда даже не добираться до основного сервиса ну это концептуально мне кажется удобно но опять же потому что у тебя как бы как способ распределения ну в смысле они на nginx использовали кэширования они используют и в кэш и в кэш это их собственная реализация там у них клиент который поймем каждый папа помем кэш протоколу ходит к их собственному а-ля мэм кэш серверу точнее не к одному от к трем в разных в трех разных регионах там и так далее но я могу скинуть ссылку на доклад он там большой там много всего интересного безумно но это там типа проблемы джинсов нетфикс решает больше чем нормальных людей интересно помогает ли им с него снимать сериала более качественно конечно слушай это не помогает очень быстро выдавать и персонализированную страницу где похоже не могу творить смотреть именно те задачи которые решаются архитектуры netflix а там есть абсолютно high level именно выдачат стримов она по факту реализована на с 3 и с какой стоит у них свой сиденья сразу нет у netflix а свой сиденья который они уже лет 15 как строят я просто смотрел на типа вот netflix как они все это на с 3 развязано как раз когда они дети lorsque geri скажем так скорее всего у твоего провайдеров только что стоит парус серверов netflix а то есть я просто к тому что эмберс а может быть у провайдера твоего провайдера вы 두 purse праведа твоего провайдера точно стоит то есть грубо говоря все это реклама просто что на netflix это все netflix сидит на Public весь промер а сдачи. Ну, то есть, типа, мастер копии это у них на S3 лежат, но тебе со S3 никто ничего не раздает. Ну, слушай, там же дорого, там уже исходящий трек. Да, да, да. Меня как раз это удивляло. То есть, у них получается CDN, в том числе, раскиданный по конкретным железным провайдерам в разных странах. Да. Ну, то есть, типа, причем они стараются до Last Mile дотащить, то есть, буквально вот до того провайдера, который, вот до того самого дяди Вася, который тебе интернет в дом заводит, вот буквально до него дотащить, ему стойку поставить. Это объясняет, почему, кстати, в России часть фирмы, кстати, отсутствует. Чуть-чуть объясняет. Ну, то есть, получается, что, Netflix, то есть, это уже такое, клиентское кэширование. Мы же правильно понимаем, что, то есть, мы приходим к мысли, что назвать, просто что-то назвать слово кэш, по сути, не назвать ничего, да, то есть, нужно перечисление параметров, штук пяти, наверное, инвалидации, размещения, хранения, синхронизации. У меня вопрос, кстати, был по поводу рафта. Ну, то есть, если Apache Ignite, я, как понял, он рафт использует, да, для того, чтобы... Я не знаю, давай посмотрим. ...чтобы синхронизировать. То есть, просто прикол, мне это вспомнило, да, одну байку, как байку, историю. Ну, допустим, была классическая схема, когда часть данных, как бы каждый микросервис держит в памяти какой-то свой кэш, какие-то данные, и, в общем, для обновления этих данных он просто подписывается на топик на топик в кролике, в RabbitMQ, вот, и обновляет их. И это очень прикольно работает, пока у тебя количество сообщений в RabbitMQ и не вырастает в разы. И тогда у тебя на обновление киша очень много времени тратится. Вопрос. Насколько я знаю, рафт, он тоже, по-моему, ну, если это там рафт, он, по-моему, тоже, условно говоря, что-то типа event-сорсинга использует для обновления состояния. Он либо снапшот отправляет, либо что-то типа такого, ну, как бы короткого сообщения, которое используется для обновления состояния, чтобы весь снапшот не тащить. Вот. И это тоже может какое-то время занимать, на самом деле, если этих сообщений очень много. Ну, зависит от, я говорю, от профиля определенного. То есть, мне кажется, все данные туда тоже особо не засунешь. В очереди именно все-таки скорее мета-информация. То есть, а так, возможно, придется лезть за обновлением, куда ты, ну, за полными данными все-таки придется куда-то еще слазить. Ну, я говорю, я просто немножко читал про рафт, там, по-моему, ну, там есть два варианта. Первый – это ты снапшот полностью идешь получать. Ну, допустим, у тебя нода подключается новая. Ты просто идешь в другую ноду, забираешь снапшот. Ну, вот. И есть вариант, когда тебе, ну, весь снапшот тащить – это дорого. Да, допустим, у тебя там гигабайт, да, конечно, что-то будешь посетить и гать. Вот. То есть, ты просто, короче, нода обмениваются маленькими, да, сообщениями. То есть, условно говоря, ну, классический пример, если ты хочешь у себя рафт реализовать, вот, не знаю, там, кэш-чисел, да, и у тебя может там быть сообщение, там, инкремент плюс один, инкремент минус один. Ну, то есть, как бы, протокол не говорит, какими сообщениями у тебя будут нода обмениваться. Заморозился совсем. Это у тебя с обогревателями минус 16 получается. Не-не, у меня сразу, слава богу, на балконе тетчика. Слушай, я не могу быстро найти, какой консенсус использовать, использовать ли вообще консенсус Ignite. Я помню, что Hazelcast хотел использовать консенсус. Вот. А может, я вообще всех перепутал с кавкой, которая вот точно пилит свой консенсус? Слушай, хорошо, технический вопрос. Ему консенсус, это в том, ему нужен для того же, чтобы, в принципе, являться таким распределенным хранилищем, да, то есть, он... То есть, у меня уже нет никакого источника, правда, единый. То есть, это уже, когда речь про дикие объемы данных и про дикую распределенность. Ну, скорее, ну, типа, обычно же это делается все-таки, что у тебя есть какие-то своего рода, ну, шарды, да, условно, какие-то бакеты информации, да, которые ты хочешь, ну, размножить на n-ное количество других машин. А я... Типа, у каждого бакета... Бакетов может быть очень много, у каждого бакета может быть свой владелец, да, свой лидер, который его пишет. Ну, это уже, покажите, это уже распределение на несколько мастер-нод со внаршипом. Ну, типа, а как вот выбрать мастер-ноду, вот тут обычно используется консенсус. Ну, то есть, типа, все баз данных, которые я видел, которые хоть как-то работают, они работают именно так. То есть, консенсус выбирается для того, чтобы выбрать, кто будет мастером партишна. Просто партишна в дохрена, соответственно, ну, и получается такой мультимастер. Получается, один in-process, один процесс, он же держит в себя какое-то минимальное количество шардов? Ну, то есть, он овнит. Не, он... Ну, то есть, они стараются... Ну, смотри, вот, допустим, у нас есть три машины, да, мы говорим, что мы хотим девять шардов, да. Каждая машина овнит по три шарда и реплицирует еще по шесть, допустим. Угу, угу. Так оно, получается, все помещается в одну память? Ну, да, естественно. Шарды маленькие при этом. Так и а в чем тогда ситуация, чтобы это хранить просто в одном хранилище и... Чтобы на трех машинах это было синхронизировано. Ну, так это же давно решено... Да, как выбирать лидера, кто... Ну, то есть, смотри, у тебя на... Типа у тебя есть три машины, да. Вот. На двух из них у тебя есть партиция. Вот как тебе в точный момент времени вот на трех машинах решить, какая именно нода может в эту партицию писать? Ну, консенсус для этого используется обычно. Консенсус, да. Я в том, что это же... Ну, Монго же всегда хвалилась тем, что она хорошо партишится, но... Ладно, давайте вот про консенсус, Монго и так далее. Типа тут я как раз статьи Афира с Джебсоном вспоминаю. Ну, типа, то, что Монго четыре раза не могла Джебсона теста пройти, нарушая собственные гарантии постоянно. Ну, вот. Я скорее... Ну, ладно, да, не будем. Я, честно говоря, к тому, что... Кто видел случаи, когда явно переусложняли все, прикручивая какой-то кэш? Да, я у нас в Dodo очень сильно переусложен, но прикручиваю кэши. Ну, да, с авторизацией было круто вообще. С авторизацией это не в Dodo. Был в Dodo, ну, типа, кэшах прям хранятся доменные модели, и это больно. Вот. Местами. Вот. А здесь прекрасно... Бывает такой момент, что там доменные... Ну, хранятся не доменные модели, а респонсы, вот, которые десериализуются из Джейсона. У респонсоров есть сеттеры, и один раз люди прям меняли респонсоры, которые лежат в кэше. А я хочу тебе сказать, что это у нас на проекте... Это было не один раз. То есть количество ситуаций, когда кто-то брал мутабельную структуру, мутабельное какое-нибудь энтити, то есть менял внутри кэша, это было такое количество раз. Это было просто безумное. Половина багов была связана в какой-то момент с тем, что кто-то опять козел присвоил, забрал какую-нибудь сущность из кэша, поменял ее параметры и отправил обратно на фронтен. И вдруг к тебе у всех эта сущность поменялась. Слушай, ну мне на самом деле даже баги ладно бы с ним, ну, то есть, типа, можно какими-то практиками там сказать, типа, мы не кладем в кэш мутабельные сущности, ну, типа, добавим шлой маппингов. Это можно как-то поищать даже в большом... И перспомс мы тоже теряем. Есть этот перспомс, среди которого вы в кэшировании. В проекте, ну, типа, даже с этим можно как-то побороться. У меня скорее другое, что, например, Монида и большинство разработчиков, с которыми я работаю, вот эти слои кэширования, они очень, типа, очень сложно думать о том, как твоя программа будет работать. Да? Если ты хочешь представить, как у тебя идет флоу данных, то кэширование, наверное, на любом слое, оно безумно... Ну, то есть, на слое твоего кода, да? То есть, у тебя есть там какая-то абстракция, вот тебе пришел хаттп-запрос, вот ты другой хаттп-запрос, грубо говоря, отправил. Вот. И вот на этом участке, где мы обычно думаем, вот, любой слой кэширования, он безумно сложно... с ним безумно сложно предсказуемо себе в голове построить, а что там будет происходить. То есть, он все очень сильно врывается во флоу твоей работы. И дальше, вот, по моему опыту, это ведет просто к намного хуже написанному коду. Вот. Рядом. То есть, ну, типа, люди уже не понимают весь флоу, и тогда у нас либо там мы сильно много больше, например, из базы достаем, чем надо, мы, допустим, там используем намного более богатые модели, хотя они здесь не нужны, и, соответственно, отъедаем памяти, особенно если данных много, там, и так далее. То есть, мы начинаем неоптимально писать код, просто потому что у нас где-то в середине есть какой-то слой кэширования, ну, который вроде как нам должен был бы все ускорить. Вот. А в итоге потом все это обрастает кодом, 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 кодом обрастает, и получается, что оно не ускорило. Оно наоборот, ну, вдали мы получили проигрыш по производительности, потому что, ну, тут же у нас, ну, тут же у нас пользователь, там, или какие-нибудь, там, ну, транзакции, список транзакций пользователей закэширован, мы же можем весь взять, ну, а то, что он в памяти у тебя, пользователи бывают разные, там, у кого-то список транзакций может 10 мегабайт, там, или 20 мегабайт в памяти быть. Вот. А ты над ним еще какой-то маппинг еще на 20 мегабайт сделал, хлоп, такой, 20 мегабайт выделил. То есть, ты такой, о, пацан, привет. Ну, ты сейчас говоришь о, можно сказать, general practice, практике. Ну, да, да. Ну, то есть, мое мнение, что, вот, типа, самое худшее, что вы можете добавить к кэшированию, это кэширование внутри своего кода. Типа, если вот вы можете его не добавлять, ну, такой, rule of thumb, да, если вы вообще никак без этого не можете обойтись, то, ну, сделайте. Если вы можете это не делать, лучше этого не делать. Ну, типа, вы себе потом спасибо скажете на поддержку проекта. Вот. У меня изначально посылка, когда я рассказывал про свою задачу, был в том, что я добавил меморизацию после профайлинга. Если... Ну, да, да. Если ничего не профайлинга, и люди действительно добавляют кэш в прок. Типа, видят, так, мы тут из базы читаем, надо положить в кэш. Не, ну, слушайте, пацаны, я тут ходил на конференцию, послушал доклад про Redis. Давайте Redis добавим. О, да, Redis, да. Я, кстати, слышал про одно классное использование Redis, я, по-моему, туда, то есть, я, в принципе, не сам большой сторонник кэша, действительно. То есть, сначала попрофилируй, узнаете вообще, что тормозит. Ну, я, по-моему, тогда понравился, когда вот он нужно, когда оно хорошо зашло, это было, типа, страница списка товаров, что сложный запрос, ну, как это обычно бывает, у всех есть супер... или хранимка, или супер-код, который по куче фильтров генерирует что-то немонструозное, что-то из этого потом ищет. И, скорее всего, искаться оно будет долго. И вот получали такой сложный запрос, доставали список айдишников из базы, естественно, погенация же должна, и вот весь полный список айдишников клали в редис, то есть, он большой, он закэшированный, а вот инфу по отдельной уже подтягивали для конкретной страницы и отдавали, то есть, там, или для страницы, я же не знаю детали именно, кто ее подрисовал. Вот тут, кратко-таки, вот использование, напомню, так вполне понравилось, потому что хранимки, фильтрации, это всегда была такая особая грань страданий на проектах, где я был. И так, зашло. Да, к слову сказать, тут, как бы, правильная мысль на тему того, что надо оптимизировать, надо смотреть по поиску, значит, надо смотреть по профайлеру, и я хочу сказать, перформанс является не всегда основной причиной, ведь, вот у вас есть база данных, но вы не знаете, сколько человек в нее ходит, и опять же, у нас был пример на проекте, когда кэшем мы экономили деньги, то есть, один из основных критериев был некоторый такой переусложненного кэша в том, чтобы уменьшить косты за MS SQL, через, после того, как воткнули в некоторые части определенное количество кэши, просто могли уменьшиться стоимостью, сколько там, я не помню, с 12 ядер до 6 или даже до 4 уменьшили. Ну, слушай, это опять же история про то, что вам было надо, да? Надо, да. А вот я хотел вернуться к истории Никиты. Хотя тебе вернуться к этому было надо. Ну, ты не веришь, но вот вы уменьшили стоимость, значит, было надо. Мне хочется вернуться к истории Никиты, потому что она мне, по мне, вот очень тоже там важный пойнт был, что ребята кэшировали именно айдишники, то есть, вот опять же, кэшируем минимальное количество информации, если в NMM и кэшах в таких, минимальное, то есть, чем меньше вы кэшируете, тем проще с этим работать. Ну вот, дальше. Ну вот, еще есть, ну, второй момент, на самом деле, насчет Redis, а что делать, когда Redis упал? У кого падал Redis на продакшене? Поднимите, вообще. А падал, падал, падал постоянно. Мы не ходим в него. какие-то сети падают. Не, а, слушай, которые тоже лежали быстро, да. Когда мы говорим о Redis, нужно понимать, что Redis не бесплатный. То есть, тот же самый InMemory Data Grit, о котором мы только что 40 минут разговаривали, вот он, по идее, доступ к этим данным плюс-минус бесплатен, потому что ты к ним обращаешься, они у тебя в памяти. А Redis-то ты все равно, как бы, ходишь по сети. Слушай, ну, давай по-честному, ну, типа, по факту, если вы в одной стоите, там, стоите, ну, если у вас нормальная сеть внутри и до центра, то это практически бесплатно. Ну, в другой момент, у нас был случай, когда Connect к Redis-у приводил к определенным глюкам, потому что нужно было по куче данных получать из разных ключей Redis-а, данные, и в итоге тебе приходилось просто, ну, ты не можешь запросить в 1 SQL данные с Redis-а, поэтому приходилось куча запросов к Redis-у делать, и это прям стопорило. Уже можно, уже появились бачи. Уже можно? Давно появились, да, ну, как бы. Ну, бачи, во-первых, в Redis-е есть, а во-вторых, бачи, нет, бачи, но там, 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 насколько я понял, был... А что тебе мешает взять ssh1 от запроса с параметрами и сделать из него ключ в Redis-е? Я тебе скажу, что мешает. И мы, как бы, любим нас хвалиться, но наша команда, единственная команда, которая логирует время исполнения в микросекундах. То есть, у нас реально отдельные запросы работают в микросекунды. Как бы, в целом, бывает чуточку побольше, когда пришел бач на 100, там, на 1020 запросов, а может, на 1000 запросов. Но отдельные в микросекундах, поэтому даже оверхед сходить до Redis-а, мы тут впиливали недавно, как раз, там, кэширование, не буду говорить, зачем именно. Вот, ну, точнее, конечно, не хочу говорить, не моя, в общем, не мое желание, но пришлось начать скручивать, общались, общались, ладно, придумали, зачем он полезен будет. Но, когда это кэширование, то есть, оно будет нужно конкретно в узкой прослойке типов запросов, потому что для обычных запросов самый-самый быстрый расчет хэша, который мы придумали для запроса, вот, его поиск где-то, он практически, по-моему, перекрывает вообще время обычного расчета этого запроса. То есть, просто оно, то есть, оно просто... Тогда вам, тогда вам не надо, ну, типа, отлично, что вам не надо. Я за вас очень рад. Ну, это не у всех так. Вот, видишь, у кого-то там, у кого-то там, этот, уборщица грязными ногами в базу лазит, вот им надо. А у вас там все миллисекунды, микросекунды занимает, вам не надо. Ну, история эта, боль-то у каждого своя. Ну, да, цифры, время считать, как бы, мерить. Поход в рейдис может быть дорогим, я чисто про вот это, то, что даже, там, 10 миллисекунд походу, даже одна миллисекунда похода. Ну, но 10, скорее всего, уже будет. Ну, давайте не забывать, что рейдис все-таки однопоточно работает на одном ED, вот, вот это все, а если вы хотите рейдис не однопоточно, вам нужен рейдис-кластер, который совсем другой зверь. Вот, и это, ну, типа, отдельная больная история. Вот, ну, типа, рейдис замечательный, пока он работает, а потом, в какой-то момент, у вас, сейчас нагрузка, рейдис перестает работать. Вот, и все становится очень плохо. Вот, об этом тоже нужно не забывать, на самом деле, потому что рейдис очень плохо, ну, масштабируется. То есть, он может очень много переварить, но вот если он перестанет переваривать все, типа, там, вам надо впиливать рейдис-кластер, и, ну, как бы, добро пожаловать в боль. У нас, сейчас я вспомню, на тот момент, когда он настроил рейдис, он напротив был на пяти и сетушках валялся, висел, по-моему, на пяти. На дев-энвароментах и стейшниках рейдис использовался сасный. И поэтому, и при этом было весело, потому что в какой-то момент он реально отпаливался на сасный, потому что, а не, кстати, на проде, вот, на проде отпаливался, потому что превышали лимиты. я просто помню, как-то, как бы, чувак, который, у нас деливере менеджер, бегал, так, типа, так, все, срочно повышаем доп. Типа, у нас отвалился рейдис, накинем, накинем еще памяти на эти ноды. А чего сасный, на проде-то не использовали? Он же ничего не служил. А, там были какие-то причины, но я не помню, какие, по-моему, финансовые, понятно. так хотелось, так, так было. Не-не-не, посчитали по деньгам, что, типа, ну, кажется, мы тут, если будем использовать он прям, сасный рейдис, то мы выйдем просто в адский, в адскую жесть, а там, 5-10 тушек, это, ну, что такого, не так дорого. Ну, типа, закидаем рабочими руками. О, хотите еще одну? У меня, я прям, блин, я такую историю про кэш вспомнил, прям. Короче, прихожу, я году, наверное, в 2016-м в новую компанию работать. Вот, меня тогда собеседовал Леша, господи, Абашев из разбора полетов, точнее, Леша Абашев из разбора полетов рекламировал вакансию, я хотел менять работу, написал, Леша, Леша, возьми меня, так я через подкаст получил работу, это первая часть Кульс Кулса. Джавист, Джавист, я тогда как раз писал на Джави, с удовольствием общаюсь, Леша, сердечко, вот, ну, и Леша, ну, дают мне задачу, говорит, чувак, мы, говорит, тут на созвании с инвесторами сидели, приложение аналог Тиндера, только для Юго-Восточной Асии, говорит, мы на созвании с инвесторами сидели, как бы, приложение показывали, деньги собирали, вот, а у нас хуй вылез, простите за мой французский, ну, это реально чувак выкладывал вместо фотки профиль, вот, то свое, вот это мужское, сильное, большое, вот, инвестор была женщина, ей не очень понравилось, размера, скажется, как я, типа, ты что, ты что, ты что, неинтересно, да, да, денег она надавать не захотела, вот, а это проблема, потому что стартапы деньги нужны, вот, ну, и, соответственно, решили написать, ну, сервис, который бы, перед тем, как публиковать фотки в приложении, соответственно, ты мог бы, мог бы их ревьюить, вот, ну, хотя, там уже в Китае, в Вьетнаме, в Камбодже, наверное, нашли миллионы людей, которые готовы отличать приличные фотографии от неприличных, вот, нужно было написать код, да, вот, соответственно, я этот код написал, ну, соответственно, фотографии клавиши, ну, типа, загружаемые фотографии, ссылки клавиши в Redis, потом, типа, обновили, не обновили, это опять же раскладывали быстренько по Redis, по коллекциям, а потом уже все это уезжало в базу, я такое все это написал, он такой, отлично, все, 31 декабря, там, часа 30-го заелизил, думаю, 31 декабря, Новый год, там, жена, друзья, дети, все хорошо, 1 января, Антон, у нас тут, типа, упало все, я говорю, как все, вот, вот так все, я говорю, совсем все, все, дикпик упал, это звучит от транса, ладно бы, дикпик упал, все упало, ну, авторизоваться пользователи не могут, вот, оказалось, что у нас был один общий Redis, на все это, LRU, соответственно, прекрасный Redis, и дикпики, они вытеснили все данные оцентификации пользователей, все, все, а, а ты дикпики все клал в Redis, в бане? Ну, не, в ссылки, конечно, но там их было столько, что, ну, вот, они вытеснили все данные другие, которые были в Redis, а там LRU кэш, извините, мы не можем вас авторизовать, мы пока разгребаем дикие, да? Типа, да, 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 класс, Леточка, ты не авторизуешь человека, он будет дикпики, Да не-не-не, он уже зайти не может, ну, типа, он тебе заплатит, он тебе денег занести хочет, а ты его авторизовать не можешь, в этом-то проблема. Поддержка же могла зайти, которая разгребает их? Поддержка могла, но все равно, ну, в общем, первого числа, где-то, наверное, ну, да, начиная с 12 дня, переключали, отключали, вот, хорошим уроком было. Практически, прям, вот это, управление, балансировка на груз, знаешь, это, типа, не автоскейлер, а автошотдаунинг, типа, слишком много пришло пользователей, сначала мы разгребем, придут новые, то есть, только потом можно будет. Ну, то есть, про автошотдаунинг у нас еще было веселее, потому что у нас, короче, не работал лотбалансер амазоновский. То есть, у нас были моменты, когда мы давали ТВ-экламу, и амазоновский лотбалансер просто не пропускал всех пользователей. Погоди, а почему? Ну, хотя, он тормозно, тормознутый, зараза. Да, он разогревается тормозно, вот, но он у нас доходил до какого-то пика. Мы так и не узнали, почему, если честно. Вот. DicID, да, есть такое. Вот. Мы так и не узнали, почему, мы написали, короче, свою обвязку вокруг хапрокси, которая, типа, при вводе ноды определенным тегом, при поднятии EC2 и инстас с определенным тегом вводила его в хапрокси. Кричем все звучит заработало. Он нормально, в принципе. Слушайте, ну, кстати, давайте, ладно, я потом про стюардессу вспомнил. Вообще проблема рекламы это такая вот, когда даешь рекламу, это как мне кто-то рассказывал, что, говорит, мы никогда не думали, что, типа, ты даешь рекламу, как всем пользователям, просто рассылается смс-ка, да, вот, она рассылается в одно время, и многие, они же на нее кликают сразу, и всего-всего, вся талантная база клиентская, люди, которые к тебе обычно не заходят, да, ну, то есть, как бы у тебя нагрузка, она как-то распределена во времени, они одновременно нажимают на эту ссылку. Слушай, у нас сейчас, вот, в Dota запрещено одновременно посылать все пуши, ну, как же, маркетинг, как хочет. Мы еще 6 миллионов пуши отправим, вот, в маркетинг запрещено это делать, и мы заставляем там по 100 тысяч, по 200 тысяч пуши и в час размазывать их. Мы заставляем. Я тоже рассказывал, говорит, что отправка одновременно всех, да, пушей на всех пользу, это как ошибка новичка у снайпера, когда у тебя фингал такой под глазом. Говорит, потом мы тоже поняли, что их надо как-то сегментировать, кластеризовать, чтобы она сразу не валилась. Да, особенно вот, всем интересно, когда в 6 вечера по Москве, там, приходят пуши людям во Владивостоке, я думаю, вот они там радуются обязательно. Тебе ночи, тебе пуш. Закажи пиццу. В автоматизации много должно быть, это же все равно как бы такое, ну, в принципе, все e-mail платят. Мы сейчас уходим в тему, я боюсь, ну, ладно. Я что, хотел вспомнить, это стюардессу откопать, а помните одно время, ну, пока они в Дотнете, по-моему, прикопали ее, не знаю, в Java ее, может, закапывали или нет, я не знаю, про это, аспектно-ориентированное программирование, вы, мол, атрибут навешиваете и оно такое прокешировалось само. Я вспоминал тоже. Ты как, Spring-то ты никак не закопаешь. Ну, как оно там вообще? Ну, вот знаете, от аспектно-ориентированного программирования, ну, по-моему, практически, по профилю, ну, слава богу, закопали. Ну, типа, ну, то есть, давай я тебе объясню, типа, если вы не работали со Spring-ом, очень просто. Spring- это Java, ну, по сути своей, там, фреймворк по умолчанию, то есть, есть люди, которыми не пользуются, но 99% пользуются Spring-ом, и все. В Spring-е все по умолчанию синглтон. Ну, то есть, вот регистрация в DI Spring-а, все по умолчанию всегда синглтон. Вот это поворот. А вот, дальше смотри, что тебе нужно сделать, это про оп сейчас, быстро, а потом с кэшами, там тоже есть все прикольно. А вот тебе представь, тебе нужно первый, ну, из реквеста позвать какой-то сервис, ну, типа, из сервиса получить какой-то реквестовый сервис по DI, да? Ну, первый реквест-сервис. Ну, типа, аж TP-контекст получить от своего сервиса. Ну, да. А он тебе синглтон, как ты это будешь делать? TP-контекст.карнт? Нет, в Spring-е это решили. У них для таких вещей они используют аоп, и тебе инжектится прокси, которая в зависимости от текущего контекста тебе будет подставлять нужный сервис. Это прямо в коре Spring-а записано. Это что по поводу аопа, да, то есть... Твой метод прилетает, ты пишешь метод, у тебя там один из параметров будет вот этот HTTP-контекст, ты вызываешь метод с нулом. А у тебя в конструкторе? Не, не, какую? В конструкторе. У тебя там будет прокси, который будет на лету подменяться в зависимости от того, какой-то реквест пришел. Ну, что, Нормальное решение? А насчет кэширования в Spring-е, например, в аннотации ты можешь на специальном языке написать условия кэширования, типа, когда надо кэшировать, когда не надо кэшировать, там DSL-чик прям такой есть. Слушай, когда в Jive добавили в аннотациях параметры? Тут давно. Что-то мне казалось в аннотациях в Jive там аннотации без параметров. Что-то я не помню я думаю. Ладно, это я уже устарел. По крайней мере, оно точно без компиляции, насколько я понимаю. Ну, в смысле, оно без симпроспоры. Просто строка, видимо. Да, да. Сейчас я... А можно тут экран пошавить? Да-да-да. Да-да-да. Наверное, есть примеры. Сейчас я попытаюсь. Я просто пока про оп вспомнил. Давайте, давайте, а я пока пример найду, попытаюсь. Такой быстрый доступ к возможности, так сказать, добавить кэширование, он ведет к тому, что у вас потом в коде появляется кэширование, закэшированного результата, потому что люди, ну, как мы уже обсуждали, не очень хорошо себе представляют вообще весь этот флоу, да, особенно, когда ты, как бы, ну, код большой, его многое получается здесь, кэш, там, из базы пришло, оно закэшировалось, потом люди как-то что-то посчитали, они еще один кэш навешали, если он у тебя вешается атрибутом, у тебя может быть такое уже, знаете, там, пять-пять слоев кэширования, ты когда все это начинаешь разворачивать, ты понимаешь, что лучше его вообще отключить. я нашел, сейчас попытаюсь пошарить, шеф-скрим, don't show the steps again, вот оно, прекрасное, да, видно экран? и поменяем, что ж такое, как мне это сделать, и, нет, не то, не то, а вот, то есть у нас типа отдельный человек, да, видишь, тут два атрибута, один кэшпут, другой кэшевикт, вот, ну вот, и тут ты говоришь, в какой кэш это, из какого эвиктить, ну типа на сейф надо заэвиктить из кэша, да, инвалидировать, вот, а здесь еще ты можешь ключ внутри объекта сказать, что брать в качестве ключа, и здесь такой свой маленький язык есть, которым там можно доступаться и так далее. Не, ну нельзя сказать, что это вообще лишено смысла, ну в том плане, что это уже убирает дублирование кода, богопротивно, богопротивно, но убирает. Это добавляет дублирование, не знаю, дублирование. и типа вот второй любимый, трибут при этом. Закшал, редонги. Ну, то есть, не просто транзакшн, а трибут о том, что, ну на самом деле, насколько я понимаю, это эти темплейты спринговские, ну типа у них же есть доступ к базе, вообще для доступа к базе они примерно пишут вот это все, вот это, как интерфейс, вот, а методы им генерирует сам спринг тоже своей черной магией. Ну вот я про это хотел сказать, в принципе, это скорее подход именно, что ты описываешь метаданные нужным образом, а оно само все сделает как надо. Оно компайл-тайм происходит или фронтайм? По-моему, компайл-тайм, но я точно не помню. Ну, то есть типа это надо смотреть. Да, я просто всегда ужасаюсь, когда вижу строки, ну, в общем, обращение каким-то параметрам классов или структур через строки и все равно. А, вот, вот, смотрите, тоже отайбутиком. Видишь, с кондишенами, с ключами, видишь, сложносоставными. Ну, то есть, знаете, тот самый момент, когда ты бы код написал быстрее. Ну, ты тоже как бы его пишешь, понимаешь, это же тоже код. Только на каком-то странном языке, вот, это вот, как мне это, любимая, кто-нибудь из вас писал на JLIP-C? Слышали мы об этом? Домовская библиотека для объектно-ориентированного программирования на C. Нет. Я видел, но не писал. Вот, но так она же вся на DeFi-нах, вот это вот программирование на DeFi-нах. Ну, это как темплит, да. Слушайте, давайте честно. Нет, темплей, ты тебя хотя бы компиляток что-то проверяет. Здесь... Ребята, давайте честно, мы пережили WCF. После WCF, вот это кажется вполне себе нормальным. Когда ты программировал сеть на XML-атрибутах, уже все кажется нормально. Слушай, пока вы переживали WCF, я вот этим развлекался. Ну, у нас у обоих было тяжелое детство. Ну, значит, нет, все-таки, мне кажется, вот это лучше, чем WCF, да, но, типа, ненамного. Все лучше, что угодно лучше, чем WCF. Слушай, Никита, просто, Никита, Никите, скоро надо уходить, потому что он не может просто так пойти на балкончик. Ну, да, поздно, поздно, на самом деле. Так все, одевайся в курточку, ноутбучик и давай на балкончик. Меня и дома ждут ее, просто поздно уже. Это у тебя офис такой? Да, конечно, я слишком много проводил времени и решил сделать его более комфортным. Это, знаешь, было поприятнее как-то. Не, в какое-то время, я помню, себя поймал на мысли, что я провожу в офисе больше времени, чем дома. Поэтому, что-то, что-то должно называться домом. Ну, в общем, Никит, расскажи что-нибудь, какой-нибудь call story про кэширование сложных калькуляций. Давай так, сразу начнем. Как кэшировать микросекундные запросы? Лучше никак. Ну, в принципе. Не, ну, понятное дело, что кэширование мы вкручивали не для микросекундных. Но это, кстати, слушай, что прикольное там есть? То, что, вот, действительно, когда у тебя расчеты работают быстро, а ты впиливаешь кэширование. И мы начали выдумывать целую цепочку, как бы, нам проверять, что нам нужно потом проверять вообще там, то есть, ключ даже по наличию кэши, в кэше проверялось лишь только в особом случае. То есть, в этом, вот тут все настолько сложно, что я прям, как бы, умываю руки тут немного. Давай, рассказывай, никто все равно не будет проверять. Никто не будет проверять? Да, не, ну, в смысле, у тебя быстрая операция. То есть, я считаю, что кэширование, это, я почему изначально задал вопрос, понадобилось несколько лет, чтобы разделять понятие кэши. Я все равно считаю, что хранение in-memory данных, это не кэширование. Ну, это кэширование полного слоя данных у себя в системе. Это датагрит, но нет, он не распределенный. Но я не могу назвать это просто кэширование. Не дистрибьют датагрит. Не дистрибьют, датващида. Ну, по сути-то, у меня из-за поводовеста, если из-за истории забавных, то есть у меня получается воспоминания есть об аспектно-ориентированном. Помните, какой-нибудь видел такой Белл Тулкит? Такой был, ну, типа, аналог entity framework, аналог даппера. Белл Тулкит, видели? Белл Тулкит. Белл Тулкит, бизнес лоджик Тулкит, вообще шикарная вещь. Можешь пошарить, экран, если есть что, пошарить? Да нет, наверно, пока нету, я давно на него не заходил, у меня, правда, было бы это. Сейчас. Ну, последний, последний коммит, там, был в апреле 2020 года, по меркам, да, по меркам, это, это активно разрабатываешься приложение, по меркам джаваскрипта, это просто старье, которое надо выбросить, уже давно никому не нужно. да, 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 я сейчас, наверное, даже и не найду, на самом деле, а вот аспект кэширования есть сейчас, я могу, наверное, пошарить экран, в принципе, если надо. Давай. Так. Вроде сюда, вроде сюда и сюда. Бедные, бедные наши слушатели в аудиоверсии подкаста. Ух ты ж, ё-мо-я, я надеялся, что я в видео попаду. Рассказывать для тех, кто в аудио будет слушать, в чем суть? Была толки, такая просечка, библиотечка, там, естественно, вкрутили аспектно-ориентированный к распространению, где-то вешаешь атрибут кэш и там, указываешь время, сколько у тебя хранить в кэше и насколько это сильный, слабый кэш, то есть, теоретически вытесняемый. В чем суть? Java запахла. Java, наверное. Ну, так, в принципе, он работает, как бы. В чем суть? Видите, как легко его подключить? А теперь отгадайте. Как сложно потом выпилить. Да, теперь отгадайте, сколько таких атрибутов у нас на одном из проектов оказалось просто понапихано везде вообще. Не в Dataccess, не в Dataccess. Только в методах. Ну, там их, причем, время различается. Там еще какие-то параметры есть. То есть, в бизнес-лоджике, в каких-то, в провайдерах какие-то написано, где-то там доступ к данным, где-то доступ к сервисам. Никакой консистентности. Ты не угадаешь вообще, насколько она закэшировалась. то есть, ты что-то меняешь в системе и теоретически через сколько-то минут оно обновится везде. Через какое-то неявное количество минут. Кэширование — это настолько сложная концепция сама по себе, что упрощать к ней доступ не стоит. Вот надо, наоборот, усложнять доступ к кэшированию, чтобы кэшировать было гораздо сложнее. Короче, мне кажется, что мы все согласны, что кэширование внутри кода — это такая последняя штука, которую, типа, надо очень кэрфу к ней относиться и понимать, что делать. А я... Ну, погоди-ка, а я бы наоборот сказал, что вот давай так, на мой взгляд, кэширование само по себе in memory это самое первое, о чем стоит задуматься. Это потом ты уже будешь думать о distribute кэшировании. То есть, с моей точки зрения, кэширование вообще какая-то вещь должна идти, начиная, чем ближе к тем данным, с которым ты работаешь. То есть, начинать... Вообще не согласен. С мемоизацией. Вообще не согласен. Давай, давай. Слушай, ну, моя идея в том, что, типа, кэши должны быть как можно ближе к тому, кто их использует. Ну, то есть, к клиенту. И данные имеют смысл кэшировать наиболее близко к тому, как клиент их использует. Ну, в том виде, в котором клиент их использует. Потому что тогда в них, ну, как-то больше всего ценности. С другой стороны, тут возникает вопрос, вот именно тогда проблемы в валидации возникают. Потому что тут, типа, у тебя там миллион записей в базе данных, там, огромные джойны и так далее. И совершенно непонятно, как такие кэши инвалидировать. Ну, вот, проблема инвалидации, да, тут стоит полный рост. Но по эффективности, ну, опять же, ребята в Netflix не самые глупые. Они, они пытаются свои сервера со своими фильмами прямо чуть ли не к тебе домой принести. Если ты согласишься. Ну, так в этом же и прикольно. Ну, то есть, максимально близко к тебе. Причем, форматировано в том, в который ты будешь смотреть. Они уж там, я тебе серьезно говорю, они уж там задекоденные лежат на лету, они их не декодят под твое устройство. Вот. И переконвертированные в 500 миллионов разных там разрешений и BPM. Да. У меня история есть, на самом деле, вот про как раз про то, что данные лежат близко к тем, кто его использует. Очень интересный был кейс использования микрософтского фреймворка актерного Arlinds, это virtual актеры. В общем, он тоже распределенный, то есть, здесь кластер, да, и, грубо говоря, у тебя есть некий актер, не знаю, юзер там, тип актера юзер, и по ID-шнику он где-то там в кластере активируется. Вот. И потом, когда ты его не используешь, то есть, он еще, ну, как там, пассивэшн стратегия, он просто, этот актер, как бы, сборка мусора происходит, прибирает его. И они использовали Arlinds, как такой слой, они его называли, по-моему, умный кэш, я уж не помню, эту статью давно читал, по-моему, в Скайпе это используется, или еще где-то, или в Халл. Это 300, 300, 377, ну, короче, ребята, которые Хейлы пилили, использовали вот таким образом Arlinds для чата между пользователями. Да, вот. И, собственно, идея как раз вот этих, ну, вообще, виртуальных акторов, грубо говоря, у тебя, этот актор просыпается, он вытаскивает свое состояние из какого-то хранилища, из базы, или откуда-то еще, и оно прям находится очень близко к нему. И, собственно, если, грубо говоря, считать, что у тебя запрос от клиента идет на сервер, а на сервер оно идет конкретному актору, то есть пока к нему запросы идут, у него его состояние, а, собственно, ну, если там какой-нибудь в инсорсинг, сам актор его и обновляет свое состояние, то есть инвалидации, ну, либо кто-то еще какой-то другой, там, актор его пнет, то есть он сам занимается инвалидацией, грубо говоря, своего кэша. Это достаточно удобно, и потом, если он тебе не нужен, он просто выгружается из памяти, то есть здесь и какая-то сборка мусора происходит, но это, да, это такой условий умного кэша, и не для всех задач он подходит, но это достаточно интересно. Можно я как раз к моменту, я просто хотел Антона как раз оппонировать, да, если у нас есть возможность что-то закэшировать без каких-либо проблем, нам вообще думать еще не надо, взяли в вебе с кэшером на клиенте, вот просто самый простейший пример, вот я кэшинг за счет хедера кэш, все работает, больше ничего не надо, но давайте честно, давайте вспомним, как часто мы пользуемся вот этим кэшерами на клиента, кроме как для статики. Часто? пользуемся. Я целый доклад про это сделал. Ну, мы не совсем на клиенте кэшером, мы кэшером на инжинксе, который задает клиенту, но да, причем это дело не для веба, не для браузера, мы делаем для мобильного приложения. Ну, окей, у вас есть эти кейсы, у вас есть статические данные, которые будут обновляться. А для браузера, например, смотрите. А не, вопрос, сколько вы сделали для этого телодвижения? Слушай, мы с Андреем где-то за две недели запилили. То есть, а как вы обновляете вот эту вещь? Слушай, ну, давай так, короткая версия сейчас, а полная, когда выйдет на .NET доклад, где мы с Андреем про это все рассказывали. Через полгода смотрите. Ну, Саян, вы можете купить билет на конференцию и посмотреть прямо сейчас. Давай. Если он у вас есть. Смотрите, идея какая? Да, у нас, мы считаем, ну, то есть, что у нас кэшируется, да, в первую очередь? У нас кэшируется меню. Почему меню кэшируется? Потому что меню 4 мегабайта и в свое время у нас просто мы не успевали его рендерить. 4 мегабайта? Да. У вас столько пиц? Джейсона. У вас столько пиц? Я не комментирую, оно 4 мегабайта уменьшить его невозможно. В Fallout'е был 1 мегабайт текста. 2-о. Ты картинки можешь выдать в дата-формате, между прочим, тоже запишите. там нет картинок в дата-формате, но... 4 мегабайта без картинок? Вы там имя каждой пепперони пишете? Да. Поименно. И из кого она была сделана? Всех коров тоже поименно называем. Состав. Вместо того, чтобы 15 слайсов пепперони, вот пепперони, 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 пепперони. Это знаешь, как историки валят на экзамене, да? Сколько жертв было в Великой Отечественной войне? 27 миллионов. Назовите всех поименно. Мне кажется, историки валят, типа, скажите, сколько жертв было в Великой Отечественной войне, сколько было жертв во второй мировой войне? И вот тут попробуй... Давайте вот этого туда не уходить, давайте к нашим. Я с удовольствием готов на тему и стоит попробовать подискутировать, но как-то в отдельном месте. Ну, ты сейчас пишешь, у нас подкаст идет в среднем, почему-нибудь мы сейчас приходим к пятичасовым выпускам, поэтому... Тогда мне кажется, что... Слушай, извини, мне кажется, Никита выглядит как человек, который хочет свалить. Давай мы пожмем Никите виртуальную руку. Да, Никита, давай. Да, было приятно с вами общаться. Слушай, это вообще двояко. Кто куда вообще, да. На самом деле, я потом заслушаю, что обсудили. Спасибо. И выскажешь все, что думаешь о нас? Выскажешь, да. В комментариях приду и напишу, где все неправо, а тот человек в шапке вообще что-то... Что-то рассказывал такое классное. Обязательно послушайте его. Да, тут... В общем, давай, Никита, удачи тебе. И ты, главное, ты бы можешь сейчас на балкончик, когда ты последний раз снег вообще увидишь? Не скоро. Но потом... Родину матушку подкидаешь. Об этом как-нибудь потом. Никита, вали! Вали из этого снега! Да, я, пожалуй... Снег пока... Ну, снеговичка слепим, но, пожалуй, ограничимся. Просто на стоге. Я тебе вопрос только один. Никита, когда ты уедешь из Саратова в Италию, это ж можно рассказать, слушай, если мы уже куда-то уехали? Нет. Ну, ты уже рассказал, но дальше не будет. А я не сказал, это на самом деле не в Италию. Я перепутал. Уже стоит все вырезать, да. Если можно отсюда вырезать, то лучше вырезать. Нельзя вырезать, ты уже сказал откуда. Это самое страшное. Ты будешь чаще приходить? Ну, скорее всего, в принципе, планирую, да, что смогу отдохнуть. Ну, да, да. Я думаю, что все хорошо должно получиться. Отдохну от кашей, отдохну от кашей многоуровневых, в общем-то, в пяти разных, в трех разных реализациях под разных эпипастных, которые у нас имеются. Отдохну от них. Потом смогу прийти, что-нибудь обсуждать, да. Огонь, Никит. Хорошего тебе переезда, спокойного, без всяких неприятностей, в общем. Благодарю. С максимум позитивных эмоций. Будем стараться. Да, спасибо большое. Спасибо, ребята. Был рад пообщаться. Я побежал. Пока. Удачи тебе. Удачи. Пока. Так. Так. На чем мы сновились? Я тоже забыл. Так. Вообще вы говорили про стратегию кэширования, про... Так, ты там рассказываешь. А, почему у вас 4 мегабайта меню? Я не могу не подтвердить неопровергнуть причин. Ладно, окей. Ну, типа, понимаешь, мы ничего с этим... Смотри, мы ничего с этим сделать не можем. У нас уже есть клиенты, мы их не можем форс пушить, форс обновить. Я помню, Андрей на прошлом рассказывал, это наша проблема, что мы не можем менять API. И, соответственно, ну, типа, мы ничего не можем с этим сделать. Да, у нас Newtons of JSON не справлялся с рендерингом, потому что меню очень огромное, соответственно, ну, не Newtons of JSON, а... Ну, у нас... Когда, короче, мы его начинали рендерить, оно у нас... Реквесты на диск скидывались. Вот. Соответственно, там, все, боль, печаль. Весь рендеринг только через диск. Вот. И очень-очень больно из по нету. Ну, вот. Ну, посмотрите, вся запись сокетом, типа, ну, хорошая часть запросов сокет пишется тупо через диск. Ну, вот. Ну, это все... Все очень плохо, вот. Поэтому, вот, нам пришлось все это делать на Nginx. И что мы сделали? Да? Мы кэшируем на Nginx меню буквально на 5 минут. На самом деле, скоро надо будет перейти на минуту. Вот. Ну, то есть, очень-очень короткий промежуток времени, за который... Ну, даже если меню поменяется, ничего страшного. Ну, типа, задержка в обновлении меню на минуту это не страшно. Вот. А дальше, что мы делаем? Ну, есть два таких хидера last modified if modified since last modified. Вот. И, соответственно, мы берем все данные, которые у нас сохранятся в NMemory кэше, поэтому все доменные модели, из которых мы строим меню, находятся в NMemory кэше. мы в кэше записываем, когда мы их в последний раз записали, соответственно, достаем их, берем максимальную минимальную, максимальную дату, да, когда мы их записали, и отдаем ее как last modified. Вот. Ну, и также, когда к нам приходит запрос уже с их modified since, мы сначала вытаскиваем дату, прежде чем данные доставать, смотрим, ну, типа, поменялась дата или нет. Если дата не поменялась, то там в кэше самая свежая версия, можно еще минуту ее спокойно использовать, ничего не надо обновлять. Отдаем not modified, 304, по-моему, вот, и живем совершенно спокойно, не отдавая никакого бани. Ну, то есть, нас NGINX ходит, стучит нам по голове, чуваки, у вас, ну, что-то поменялось, мы такие, не, все нормально, раздавай то, что есть. Чуваки, у вас, что-то поменялось, не, все, раздавай то, что есть. Ну, и это вполне работает. Ну, опять же, учитывая, что NGINX, например, может тебе мультиплексировать запрос, демультиплексировать запрос, то есть, если у тебя за одними и теми же данными пришло сразу 10 тысяч человек, потому что вы пушные уведомления выслали, вот так и вот произошло, то NGINX вполне может эти 10 тысяч запросов свернуть, ну, поставить на hold, сделать один запрос к твоему бэканду, получить меню и отдать всем этим 10 тысячам это самое меню. Вот. И дело-то это безумно шустро, на самом деле. Ну, то есть, быстрее, раздавать, ну, какое-то, что-то по протоколу аж кипичам. NGINX это делает, я очень не уверен, что кто-то умеет. Вот. Вот. Да, я согласен. Это, кстати, очень хороший кейс, действительно, когда мы говорим о данных, ну, которые, действительно, меняются не суперчасто. У меня есть история, кстати, про кеширование на девайсе интересная. Вообще, какое-то время, несколько лет занимался разработкой, скорее, больше фронт-энда, чем бэкэнда. Вот. У нас 70% задач было на фронт-энде, и это были девайсы, которые в клиниках лежат, скажем так, такие планшеты. Вот. И там очень много всего, такие данные, которые редко меняются, например, список лекарств или еще что-то такое, кешировали на самих девайсах. А потом привычка появилась вообще все на клиенте кешировать, если мы можем что-то закешировать на клиенте. Слушай, ну, когда ты знаешь количество клиентов, да, это круто. Вот. А когда ты, ну, типа, количество клиентов у тебя неизвестно, это кеширование на клиенте, и особенно от того запроса, который надо, по сути, на клиенте закешировать, оно не спасает. Ну, да, да. Ну, да. И, кстати, когда мы говорим о, тут, смотрите, все эти вещи, они плюс-минус, для них вполне подходит простая инвалидация по времени. То есть, вот, когда мы можем это по треке с помощью простой валидации по времени, да, окей. Проблема начинается, когда мы им, у нас времени не хватает. И тогда, вот, в таких случаях, если мы начнем, допустим, кешировать, добавлять какой-нибудь тот же inmemory кэш, вместо того, чтобы банально сделать пьюшку с мимоизацией на базе данных, то мы находим, мы себе проблемы находим на пустом месте. Опять же, мы уже говорили про такую вещь, как проблема фильтра в базе данных. есть классическое решение, делай вьюшку, вьюшка, материализованное представление, это вполне себе нормальное решение, а самое главное, что во многих случаях оно тебе будет бесплатно с точки зрения рабочих часов. потом делай и деплику, потом еще одну и деплику, потом еще одну и деплику. Еще раз. У меня есть история про фильтры и кэш в базе. Отличная история. Я держал долго. В общем, когда я еще был совсем молодой, я пришел, на тот момент я уже умел писать хранимки, я умел писать common table expression, у нас там на предыдущем проекте использовалась, ну, скажем так, та же фильтрация, поиск, она была на, грубо говоря, хранимка, ей передаешь много параметров, внутри строится через там common table expression, такой в общем. Запросик, красиво, все быстро работает. Вот, я пришел на новое место работы, скажем так, открываю хранимки, а там SQL запрос собирается через конкатенацию строк. То есть, грубо говоря, вот у тебя пришел фильтр, если там задано, не знаю, дата, дата, соответственно, ты добавляешь такой вео к этому строке. Я думаю, блин, какой, но бас это писал. Но я, естественно, не стал сильно возмущаться, пришел, спросил, ребята, почему? Они говорят, это чтобы план, кэш, плана запроса сбрасывать, потому что у тебя, грубо говоря, ты пришел, ну, если у тебя один запрос, да, один большой запрос, но вот, и ты пришел, и у тебя в связи с фильтрами, грубо говоря, вернулось 5000 записей, то он закеширует, я не помню, какая-то версия была, сикл сервер, но он закешует, грубо говоря, план запроса для 5000 записей, вот, а потом ты придешь за 5 миллионами, а у тебя план запроса для 5000 загрузится, вот, и это реально у них ускоряло работу, то есть таким образом они, как бы, разные сикл запросы, ну, грубо говоря, разные сикл запросы отправляли, да, не один большой, да, в хранимке, а разные экзекьютились, и таким образом сбрасывался кэш. Слушай, а не кажется, что если у тебя запрос может вернуть 5 миллионов записей, то тебе просто сикл сервера уже, ну, типа, не надо его, не надо мучить бабушку. Ну, про 5 миллионов, это приблизительно, я называю там порядок, да, то есть, как бы, разные... Ну, опять же, мне кажется, что если у тебя настолько разный порядок данных, что тебе нужно инвалидировать планы запросов, то у тебя это не операционная деятельность, скорее всего, ну, это, типа, не операционная база, а под неоперационной, под АЛАБ-базу, тут есть, ну, сейчас намного более лучшее решение, чем любая, база, ну, это, тут, тут вообще... Да, слушай, АЛАБ-базу тоже стали. Слушайте, ребят, мы вот просто начинаем, мне кажется, запомним, что проекты бывают разные, то есть, почему-то из нашего разговора может возникнуть ощущение, что кэш нужен только для супер больших объемов данных, но не забываем ситуации, когда у людей есть стандартная база на, там, SQL, Postgre, или что-то, или чем-то еще, и они, ну, просто действительно столкнулись с проблемой, ну, фильтрации, что-то, ну, как-то в долгих фильтрах идут. Индексы не сильно помогают. Я бы посоветовал тогда сразу идти с профилировщиком запросов к своей базе и дальше думать о своих данных, которые ты застаешь, а не о кэше. Смотришь, это в этом понятное дело, что ты, у тебя как бы профилировщик, все нормально, все профилируем, опять же, обмазались индексами, все индексами стало, стало полегче, но у нас был реальный кейс, не супер большие объемы данных, но, объективно говоря, нам не хватало этого дела. Даже нормально оптимизированные запросы, их не хватало, приходилось использовать кэширование. На еще супер старом проект, на котором было 10 лет назад, банальные материализированные представления шикарно работали. Они позволяли тебе решать массу проблем, при этом, самый главный был плюс в том, что оно не требовало никакого адванс-техники, адванс-дебопсения всего этого дела. Ты просто делал бьюшку. Да нет, материализированное представление это прям хорошее решение. Ну, честно, мне оно не очень нравится ровно по одной причине, потому что оно тяжело тестируемое, скажем так. Да, то есть, типа, вот, написать на этот тест и быть уверенным, что во всех корнер-кейсах у тебя, ну, то есть, это все равно логика, да, которая у тебя выезжает в базу, и, как и с хранюками, там, ну, большая проблема, это, ну, как это протестировать? Вот. Ну, достаточно тяжело тестируется. Давайте будем честными с собой. Ну, и в современном мии докера уже легче, потому что ты все-таки можешь поднять базу, написать у нас тут кучу тестовых кейсов. Ну, например, кстати, когда Nginx сделали, мы так и делали. То есть, у нас есть отдельный тест Harness, test-fit, такой под, который тестирует именно конфиг Nginx, то есть так же ты можешь хранюки тестировать. Но это, ну, там, стоя последних трех-четырех лет, да, а до этого... Ну, кстати, у нас, кстати, для Mousy School активного было очень много интеграционных тестов, все более-менее работало. Я просто как раз специально хочу, как бы, вот, в шоу-нотах я писал, стратегия кэширования. То есть, ну, я согласился с тобой с мыслью, что действительно кэш с точки зрения эффективности, он чем более эффективен, тем он ближе к клиенту. Но с точки зрения инвалидации его, он тем проще его инвалидировать, тем он ближе к данным. И вот тут на самом деле возникает момент, что возникает желание как бы положить его посрединке. Вот мне опять же кажется, что тут нет зала посередины. Да. То есть, кладя посередине, ты обычно получаешь и те, и другие проблемы, и меньше всего выигрываешь. А, да, да. То есть, мне кажется, надо либо на одну сторону положить... А, лучше на обе. Лучше на обе. Да, да, да. Ну, опять же, а на клиента у нас не так много средств инвалидации. Вот давайте, ребята, я считаю, что мы дошли до момента, когда можно наконец поговорить про инвалидацию кэша. Знаете, мы уже много всего переобсудили. Давайте перетрем про инвалидацию кэша. Расскажите ваши любимые способы инвалидации. Вот начнем. Инвалидация по времени. Ну, я, ну, то есть, мы максимально коротко. Какой только может себе это позволить. чем меньше, тем лучше. Давай подумаем не о том, что максимально коротко, ну, максимально коротко ставим одну секунду, давай лучше по стратегии, какую стратегию выбираем для того, чтобы выбрать время инвалидации. Ну, просто вот у нас, смотри, у нас есть разработчик, разработчик Вася, классный чувак, пишет хороший код, у него у вас некого, как бы, стандартного приложения, надо ему выбрать, какой в expression time в header засунуть. Он думает так. Минута, пять минут, сто минут, час. На самом деле, почему пять или семь? Время жизни данных зависит от бизнес-требований к времени жизни данных соответственно, вопрос, сколько оно будет жить, должно исходить от того, что ты должен представлять, как часто эти данные могут меняться. Я понимаю, что на самом деле иногда тебе люди скажут, что эти данные, они, ой, господи, да он год не поменяется, вот, ты поставишь кэш на год, они потом, блин, мы отредактировали, и ничего не обновилось, у нас клиенты приходят, жалуются, что ж ты, гад, ты такое говно написал. Любимая проблема некоторых очень умных провайдеров это DNS кэширование, да? О, да, о, да. Поэтому у меня локальный, у меня локальный кэширующий DNS стоит, который смотрит, который тоже не инспекция, да, кэш-ридеры, сервера, все кэширует на год, ну, потому что DNS никогда не меняется. Да, да, да. Ну, смотри-ка, ты говоришь про хорошую вещь, действительно, что, в принципе, можно пойти от бизнеса и посчитать, но можно пойти еще от нагрузки, то есть, зачем мы кэшировали? Для того, чтобы, с одной стороны, уменьшить время доступа к данным со стороны клиента, чтобы он там много не гонялся, но и чтобы снизить нагрузку, то есть, если мы хотим, чтобы пользователь лишний раз не запрашивал данные, ну, конечный пример это статика из этого JavaScript статика или вообще любая статика сайта. Ее вообще часто на infinite кэшируют, просто потому что любой апдейт это прям апдейт ну, вместе с названием... Да, 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 а потом в названии файла хэши прикручивают. Да, 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 так как это нормально. Что? Ты говоришь так, как это что-то плохое. Нормально, мы всю жизнь так жили, деды наши жили. Да, ну, понимаешь, да, слушай, хэш прикрутить в название скрипта, это одна секунда. Раньше мы руками это писали. Ну, да, вот до того, как вебпак появился, это была большая проблема. Да, опять, типа, слушайте, ничего не работает. Почему? Ну, опять забыли заинкрементировать цель в ссылках. Да, да, но тут проблема в том, что это название файла еще как-то нужно отдать на твой бэкэнд, который у тебя HTML какой-то телегенерирует, там, и так далее. Ну, то есть, там, интересное начинается, тут, на стыке вот этого всего. Да, да, да. Но тут скорее же про, ну, как инвалидировать, слушай, я бы ставил минимальное время, ну, смотри, мы можем, конечно, клиенте, да, ну, или на Edge-серве, допустим, ну, на Edge-серве CDN, это практически, ну, то же самое, что на клиенте, да, ну, то есть, оно от нас далеко к клиенту близко, ну, то есть, либо ультимативно близко, когда мы на клиенте, либо на Edge-серве, оно чуть-чуть, чуть-чуть подальше, вот. Моё мнение такое, что, типа, чем чаще ты, ну, чем чаще ты можешь обновлять, тем лучше, но, опять же, учитывая, что, если, допустим, ты берешь данные из какого-то облака, да, мы все сейчас стараемся сдаться облаку, надо помнить, что игра с трафиком, он очень-очень дорогой, вот, и, соответственно, возможно, тут надо как-то работать с оптимизацией. Мне кажется, хорошая стратегия, вот, при этом кэшировании, это посмотреть все-таки, как умные люди в RFC кэш-тепи протоколы написали, про стратегии кэширования, про E-Tech кэширования, про Last Modified, и, вот, совокупность их плюс кэш-контрола, она прям хорошо работает, вот, потому что, как минимум, что у тебя все твои клиенты прям понимают, ну ладно, браузеры точно все понимают о том, что там тебе отдали 304, это значит, можно просто из MMI кэша взять и уже не париться, вот, и, соответственно, вы гоняете гораздо меньше трафика, вот, но при этом у вас достаточно актуальные данные, вот, тут мы получаем двойной выигрыш. Сейчас еще появились сервисы-воркеры, которые еще отдельную стратегию кэширования оплаяют на клиента, это как бы своя отдельная история тоже, где-то там можешь, условно говоря, там уже, не знаю, загружать какой-то манифест сервера и кэшировать только его, остальные данные тебя, грубо говоря, сервис-воркер выкачает, ну, в общем, есть там разные интересные истории, как обновлять клиентское приложение. Не, ну, давай, у нас для этого как-то есть подкаст, в смысле? Ну, про инвалидацию, то есть, ну, опять же, слушание, лонгпулинг какого-нибудь эндпоинта со всеми этими как бы ништяками и прочие вещи. Не, ну, я имею в виду, ты просто можешь, грубо говоря, загружать приложение целиком, если, например, у тебя какая-нибудь игра или еще что-то, то есть тебе нужно все скрипты загрузить, да, сеты ты не загружаешь, а скрипты все. Иногда, я думаю, видели такое, когда ты открываешь сайт, там тебе лонгпулинг показывает, он показывает его один раз. Gmail, ты мечтаешь? Gmail, да, ну, я, правда, не знаю, как там Gmail, но, скорее всего, они же Workbox делали, наверное, тоже используются, я не изучал, как он работает внутри, вот, потому что мне всегда страшно изучать, как работает что-то гугловское в Google Chrome, мне кажется, если бы я был бы разработчик Google Chrome, я для своих бы решений писал бы какие-то нативные, знаете, функции, которые просто JavaScript вызывал, бизнес логики. Почему ты думаешь, что они так не делают? Не, они делают, но им приходится стандарт под себя исправлять, им как бы сложно, им приходится еще через W3C, но, скорее всего, да, что-то они оптимизируют. Вот, но я говорю, можно загружать просто манифест, где у тебя перечислены файлы, да, например, которые обновились, либо просто, там, грубо говоря, ты хранишь, есть же, если вот открыть P12, да, там сейчас появилась кэш, такая, ну, там, по-моему, Application Data и там есть, в общем, еще такая опция, как кэш, вот, и ты можешь, собственно говоря, в этот кэш что-то сохранить, какие-то данные на клиенте, да, это может быть, кстати, не только какие-то JavaScript файлы, еще что-то, потому что что угодно туда писать, вот, и, соответственно, потом как-то там дополнительной логикой его инвалидировать уже на клиенте, есть и, грубо говоря, такие опции, да, то есть это, получается, ты как раз совсем затаскиваешь, то есть, условно говоря, ты можешь вообще избежать того, чтобы управлять там каким-то временем жизни на HTTP сервере, какой-то ETAG или еще что-то там, вот, и ты можешь это хендлить на уровне логики в своем приложении, но это, я говорю, это очень специфичный случай, вот, но, опять же, то есть, сервис-воркеры кэшируем через Workbox, оно прикручивается очень легко и быстро, вот, и там, по-моему, тоже генерится какой-то, есть тоже стратегия, когда генерируется под него манифест, грубо говоря, у тебя обновляется сервис-воркер, обновляется манифест и дальше уже он обновляет вот этот кэш-приложение, в целом, оно тоже такая есть стратегия, ну, вот, ну, то есть, грубо говоря, да, тебе там надо меньше заморачиваться с HTTP сервером, да, у тебя как-то все это на уровне приложения ходит. давай ссылки, Ваня, ссылки, с тебя ссылки, а что, ну, у нас в ссылках обычно пустота, мы же полезный подкаст, у нас должны быть ссылки, мы должны оставлять после себя что-нибудь, кроме пяти часов разговоров, предыдущий выпуск, на самом деле, многим, ну, многих такие комментарии были в духе, в смысле, пять часов подкаста, вы тут поделитесь той травой, которую вы курите, чтобы дослушать ваш подкаст. С ними мало. Да, 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 ну, окей, кстати, про client-side, вот, Вань, ты привел пример несколько минут назад про, можно сказать, пример point-to-point кэша. То есть, когда клиенты сами как бы инвалидируют кэш и друг с другом обмениваются. Ну, да, но это толстый клиент, то есть, клиенты, они тоже, есть толстый, есть тонкий, в общем, это как раз разные стратегии, то есть, клиент сам может свой кэш хендлить, на самом деле, то есть, если у вас сервер, это, ну, скажем так, то есть, сервер он данные дает, да, то есть, вот, а всем остальным, там, логика, как там, сколько держать эти данные, этим клиент занимается. клиент, да, часть там бизнес-логики вы на клиент затаскиваете, вот, это не всем как бы подходит, да. Не, мне интересны кейсы, когда клиенты сами друг с другом обмениваются, для того, чтобы получить данные. Я такие знаю, честно, только Steam, потому что Steam использует point to point, для того, чтобы данные получать от, ну, чтобы не гонять все данные с одного сервера по всем людям. А вот ты скачал новую там Battlefield или новый Cyberpunk, и ты раздаешь киберпанк. ну, это торренты, да, да, кстати, есть такая, есть такая тема, когда обновления друг другу клиенты раздают. Вот, и, кстати, я могу ошибаться, но, не знаю, в скайпе был когда-нибудь более-менее какой-то peer-to-peer? Point to point был. Да, я просто помню, когда интернет отваливает, а в офисе, либо скайп еще можешь говорить. Да-да-да, то есть, там было первое время, ну, мне, мне, знаешь, ну, как бы, на самом деле, скайп-то до сих пор peer-to-peer, вот, то есть, там же смысл в чем был, как скайп peer-to-peer, были мастерноды, да, у скайпа, ну, типа, тем, те, кто, релеял через себя трафик, просто сейчас, когда Microsoft купил, они все стали Microsoft-овские, то есть, на выделенных машинах, вот и все. Ну, а архитектура та же же осталась. Вот. Давайте, на самом деле, у меня такая мысль, что-то появилась, пока мы разговариваем, что, вот, мы все говорим про инвалидацию кэша, а, ну, вот, просто на ответ, а как это сделать, вот как ты, Саша, задавал вопрос такой провокационный, а как тупо, тупо инвалидировать, конечно, на него же невозможно инженерал ответить, вот, оно же очень сильно зависит от всяких требований. Давайте попробуем хотя бы требования собрать, чтобы у человека была хотя бы, ну, кто-то послушает нас, вот, и захочет, чтобы, ну, у него была, как, как, как ты хоть понимаешь, а как ему выбирать там, у нас тот опыт есть, мы понимаем, как выбирать, вот, давайте кому-нибудь из новичков посоветуем. Вот, мне кажется, первое, это, во-первых, вопрос, надо решить актуальности, да, насколько задержка может быть критична для вас или нет. Вот. И, смотрите, ну, вот, насчет актуальности я бы хотел с вами поговорить, вот, смотрите, есть актуальность, да, то есть, типа, сколько данные не будут меняться, но есть же еще и вторая часть, это, вот, в вопросе актуальности, это вот, насколько резко надо отреагировать на изменения. То есть, вопрос, на самом деле, не в том, будут данные, как с DNS, вопрос не в том, будут ли данные меняться или нет, вопрос в том, насколько тебе резко надо реагировать на его изменения. Да. Потому что, ну, типа, сервак отрубился кто-то которым тдс хочет сервис недоступен то есть венда очень быстро среагировать на изменение ну допустим dns и есть там сломалось это вот есть еще грубо говоря мне что нравится есть с точки зрения бизнеса например очень плохо кешировать циферку счета игрока или там пользователи да то есть деньги он должен видеть сразу вот как только он я знаю да это фишка но кстати знаете ожидает такая классическая история когда у тебя грубо говоря отправляется транзакцию транзакция на сервер да а ты клиенту показывает что она уже положительно прошла да то есть ты еще не знаешь она пройдет или нет но тоже циферку ему поменял но это хорошо если у тебя сам не знаю но в очередь держи уйдет заваление . ру потому что я сегодня что-то с утра был какой-то такой туповатый я два раза оплатил транспортный налог я такой оплатил его подругу при на чем я цифра осталась привык что в системах больше со транзакцией съесть я думаю блин и оплатил я оплатил ли мне это показалось что стране выслушать себе был еще раз оплатил чем два раза деньги списались я когда в тб перевожу ну как бы на ипотечный счет а я перевожу деньги да там сумма приличная привожу обновляю она не обновилась у меня тут сердце такое она не всегда так происходит на самом деле же думаешь что не так пошло сумма то такая нормальная да а потом она через какой-то и один раз очень долго ждал чуть не пять минут прежде чем она обновилась ну да но на самом деле я говорю то есть вот это же реальная история с проекта была когда счет пользователя был и венчал консистенции да то есть даже не проблема в том что на 1 ноги обновился в том что как бы event ушел а еще он не дошел потому что нагружен очень нода которых обрабатывает эти ивенты вот и да там короче были проблемы что пользователи начинать сразу же жаловаться если у него что-то не обновилось уже деньги платят нет с нашим банком и как бы тоже деньги плате но они нам как бы на лицо кладут дали все это кстати та вещь которую в теории можно плюс минус решать за счет того чтобы на клиенте вот если проявилась какая-то на раз акции явно дропать весь план сайт кэш то есть вот вполне все явная стратегия уже появляется если мы в на клиенте сейчас уносим какие-то изменения мы по примеру к лайн-сайт кэш тропаем и не запрашиваем уже данные с допустим четким требованием типа теперь пожалуйста пересчитаем я говорю я пример привел когда ты управляешь event базу да ну грубо говоря там про проблема потери транзакции на миллион у тебя решена у тебя короче акцепт от сервера приходит окно лучше как он там называется когда общем у тебя event записан на диск то есть либо реплицирован тут все нормально да но транзакция еще не обработалась понимаешь то есть юзера еще она то есть вот этот ивент он еще он дошел до сервера стоит в очереди грубо грубо говоря еще что-то вот потому что у тебя нот мало не знаю там еще какие-то там проблем у тебя нагрузка слишком большая пошла там да у тебя кубернете не умеет ходить и заказывать новые ноты или еще что-то вот и это тоже то есть как бы ты можешь так сказать оптимистично обновить ему баланс и надеяться что ну как бы event у тебя уже не потеряется даже через три дня рано или поздно там он обновит ему условно говоря состояние его вот и то есть это эта проблема все равно ну как бы это же самое могло произойти у тебя с кишон да то есть ты его хочешь инвалидировать а где ты его больше инвалидировать и когда он инвалидирует то есть ты его дропнешь а когда он новые значения то прочитает он прочитает новые значения еще не примененного ивента и вот да привет что-то его инвалидировал что-то его не инвалидировал какая разница ну то есть давайте вот мысль такая первая что когда вы смотрите на то время которое можете кэшировать это не про то сколько данные меняются или не меняются это про то насколько резко вам нужно среагировать на их изменения то есть чем ряще реакция на изменения должна быть чем меньше время каширования согласны да согласен это прям очень хард правильно еще я бы отметил второй момент которым стоит иметь в виду это подойти с другой стороны и рассматривать часто кэш как балансировщик мета балансировки нагрузки то есть по принципу мы можем грубо говоря уменьшить нагрузка на наш компьютер на наше бэк-энд если некоторые данные будут кашироваться опять же на client-side кэш или на каких-то очередных линиях кэша в какое-либо время и опять же в таком случае если так рассматривать то да время можно сделать небольшим и уже цель будет там с очень для того чтобы не вы не за не получали не отправлять запрос там каждую минуту отправлять запрос каждого клиента каждые пять минут и фактически мы пять раз уменьшим нашу загрузку нажимаем нашу бк ну да я если клиент пять раз нажал на кнопку мы не пять раз на сервер сходили один на кнопку нажимал каждую секунду вот так вот сидел да то есть как бы а там же бывает стандартный кейс у тебя 0 какие-то данные показываются данные хотя кстати есть обновляется бан данные реально время то возможно ты все-таки хочешь увидеть на самом деле вот если говорить про мою любимую стратегию мне очень импонирует конечно стратегия event sourcing когда когда у тебя кэш обновляется каким-то сообщением но я уже при привел так что пример когда это работать не очень хорошо когда у тебя эти сообщения где-то обрабатываются конечно так сложная штука когда ты к этому прикручивающие обновление кэша по ивентам мне кажется становится еще менее более сложным и менее предсказуемым то есть вот чем меня первый вопрос который нам задали на докладе по тотнекст а почему вы просто по ивентам мы мои кэши не обновляете у нас тоже вторая вторая история была заключалась на в том что у нас есть такой метод который get cooking info которые под камерой показывают чё сейчас готовится какие пиццы в пиццерике вот спросили ну а часто обновляется и мы короче прикрутили систему что мы читаем из ивента из реббита складываем по пиццеина в блоб xml-ку типа чё сейчас готовится ну и соответственно бэкэнд без какого-либо кэша прям ходит в эту xml-ку вот увожу в блоб сторож ну и все учитывает и там все быстро и активно и хорошо спросили а чего вы не обновляете как раз по этим же ивентам кэша у себя прямо и мамы в программе вот и тут вот у меня как раз неприятие к этому потому что ну типа поломается коннект к ребиту на одной машине не ломается на другой и мы получаем очень странное состояние всего этого поэтому мне кажется что прикручивание любых ивентов любых пуш моделей прям к твоему бэкэнду это такая штука что опять же дело если только по-другому совсем никак то есть это типа не нормальное решение а ну как 90 процентов решения это такая штука сложных решений такая штука вот без которой тебе никак не обойтись сша я позволю себе планировать на самом деле у нас прошлом проекте получилось вполне себе успешно с этим работать и как бы из практик хочу сказать что это была одна из самых таких стабильных вещей она была реализована следующим образом началось все с in-memory кэша сначала был просто обычный in-memory кэш который инвалидировался тупо по времени это было как бы работала но были проблемы то есть консистентность даже клиент понимал что он через некоторую непредсказуемое время у него все обновится а потом добавили следующих фига неинтересно в мск или есть такая вещь как через трекинг внутренние то есть не идите фреймворки штекинка и мы скольчить ты подключаешься на какую-либо табличку и и у тебя появляется посыл треки чинджи появляется какой-либо разница event и он трекает эти изменения после этого еще раз я говорю про in-memory кэш в memory кэш поменяли следующим интересным образом ты делал запрос теплитет запрос ты идешь базу данных и говоришь все еще актуально типа мне нужно получить эти данные они еще актуальны и ты просто приходишь в базу данных с этой одежкой одежки тебе говорит да это актуально и ты бежим эти данные из из оперативки или же одежки говорит не это уже херня и ты эти данные уже берешь напрямую из базы данных такой способ кстати работал вообще замечательно кроме одной проблемы ты привыкаешь когда ты работаешь с кэшом с памяти ты привыкаешь к нему ходить 500 раз за процессе обработки запроса и ты как-то не думаешь о том что она уже у тебя в памяти сходил один раз два раз три раза и не паришься а как бы с таки подходим там происходит на каждый запрос заход базу данных и очень пришлось там кое-что подрепать надо еще а следующим следующий следующий эволюция такой системы когда пришли на распределённую архитектуру это стал как раз ну я не знаю это не венсорсинг нечистый венсорсинг по сути дела все сделали специальную джобу которая гоняется постоянно был бы долбает базу данных все эти таблички и как только там появляется сообщить значение какое-то она отправляет сообщение в рмq причем вот честно там я что не очень корректно сделал распределение по каналам потому что тебе необходим был отдельный канал для каждого клиента сделать отдельную очередь но это уже деталь главное что то в принципе и и уже со любой как бы из клиентов он взагалидируется по другому никак не сделать что не можешь делать не отдельную очередь для каждого клиента потому что тогда не все клиенты получат сообщения ну то есть тогда первый столтовой этапки будут я нет я про другое я про то что тебе приходилось вместо того чтобы сервер который это долбит он он просто объявляет exchange клиента поднимает очередь и понятно короче без exchange работали я понял да 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 напрямую в очереди клали то есть по сути делать приходилось каждый раз каждому клиенту в сервер заходить и контрибьюти добавлять свою очередь но это как бы это детали реализации есть вещи которые были не совсем правильные но там же по сути по очереди на ноду тогда нужно делать а как это то есть увеличили количество нод пошли код менять слушай а почему на потому что если у тебя очень если у тебя по сообщению очереди обновляется и мамы и кэш что тогда и мамы и кэш должен сообщение должно проходить на каждую ноду иначе у тебя надо становится out of 3 там использовался 3 ноды на рынке суша я не пунктов где ты в рынке разве можешь это менеджер по он автоматически у тебя там придетесь мастер надо у тебя есть нет я имею вибликану моду твое приложение ноду клиента да 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 естественно естественно ну да я просто тогда там в рамки по моему мастер нода реплика нода и я не прям не про рамки ноды говорю я говорю про смотри ну то есть у нас есть приложение да давай давай я чтоб я я я понял тебя да 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 давай описывай смотри у нас же ситуация такая у нас есть какой-то источник изменения допустим база да там есть какой-то рядом с ней воркер который ходит по этой базе смотрит применялось ли что-то ну допустим по last модифай по по модифай дейтайм да вот дальше он там типа о я знаю про изменения я посылает сообщение в ребят да допустим он все-таки посылает их в эксченч да все-таки в лучшем по нормальному по нормальному да 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 дальше тогда у нас встает нода нашего приложения уже да то есть которая ну-ка у которой внутри есть но мой кэш которому надо реагировать на эти сообщения и получается что тогда каждая нода нашего приложения должна создать самой себе очередь вот и подписаться на этот эксченч потому что ну типа если в нода будет использоваться соответствующий в нодах внутри будет какой-то да если опять же можно народ делает проще у них они используют рейдис для кэширования ну и в рейдис и да да есть отдельная джоба которая просто дропает рейдис как только как в чем-то опять же простейшая логика у тебя я понимаю дал кейс там звездочка и погнали ну типа понятно все а то есть тебе те даже не нужно эти данные потом перезапрашивать что положить рейдис потому что ты просто как бы заходишь такой о там какой-то пласт данных дропнулся ты по сути дела может дропнуть вообще все связаны с этим данные и таким образом я понимаю я я все понимаю ну как-то кажется смотри мне что во всем этом не нравится каширование так штука сложная да с инвалидацией так далее а тут мы добавляем две инвалидации вместо одной то есть одна у нас есть по какому-то ивенту который может придет а может не придет сюрприз ивенты иногда не приходят вот вторая у нас прямым заходом ну то есть типа мы дублируем код мы делаем его более сложным а зачем тебе делать в этом же и фишка что когда ты ставишь инвалидацию по событию тебе не нужна инвалидация по времени не не подожди но типа ивалидация по времени вообще отдельная штука да она может быть ее может не быть она никак к событию не привязана ну то есть там это такая штука то есть это может быть кэш и и мама и кэш который не по событию инвалидируется но там типа но на каждый запрос да то есть ты можешь push модель делать своими нет немножко другое то есть ты имеешь ввиду что вы инвалидация по внешнему событию то есть push модель когда тебе пушат события вот и ты инвалидируешь кэш да причем тут с рмк очень удобно то что рмк он дает тебе гарантии то есть ты с рмк можешь работать в транзакционном режиме ты вот на вот этой долбалки допустим ты запрашиваешь данные и кладешь в какой-нибудь да хоть в тот же но если это долбалка она в один поток просто в процесс или в какой-нибудь рядом хранилище или какую-нибудь табличку о том что ты последние последние изменения которые ты запрашивал и это все ты вообще под одним драйфанли кладешь в рмк то есть если где-то происходит крэш то у тебя просто вот этот инкремент не обновляется и в рмк в худшем случае если происходит крэш то в рмк информация об инвалидации одного объекта отправится два раза то есть вместо того чтобы подождать пять минут мы уже придумали распределенный алгоритм да но в этом фишка что вот такие распределенные алгоритмы они не требуют никакого консенсуса они уже на тапе кодирования они транзакционные то есть ты просто не некоторый как бы флажочек обновляешь в конце пусть перед тем как его обновлять ты отправляешь в рмк если у тебя происходит следите следите в следующем выпуске саша вам расскажет как реализовывать собим криптографические алгоритмы тоже ничего сложного простой ксор все дела понимаешь что тут фишка в том что я вот за что люблю такие вещи как рмк он тебе из коробки дает все эти гарантии и минимизирует вероятность допущения ошибки с рмк ты получил как бы объект из очереди пока ты полностью не обработал саму рмк не отметил что пацан я все нормально работа обработал мне все хорошо это сообщение остается у тебя то есть если ты крышишься у тебя рвется контакт сообщение обратно отправляется в эту очередь дальше дальше происходит что большой поток изменений большой поток изменений у тебя транзакционная рмк подвисает одна нода соответственно и все все останавливается нафиг да были подобные проблемы в принципе решалась тем что вот эту долбалку просто ее с контакт если это долбалка активно работает то то это может быть проблем но не надо ее делать активно работающий у нас за счет то есть ты задержку на обновление кэша переночит на какую-то рандомную долбалку вместо того чтобы оставить ее прям в коде приложения чтобы она активно не работала и так понимаешь в этом же веселье в этом же как бы интересность веселье до примерно такой же писать свою собственную фотографию а потом где деньги любовские тебя спрашивают посмотри у тебя есть какой-то объем данных какие-то данные тебе необходимо их у тебя время их запрашивания из база данных неадекватно у нас как бы реально были кейсы когда данные запрашивались сейчас я скажу 10 минут вот отчет какой финансово реальному запрашиваться 10 минут и возможность закешировать хотя бы у нас тоже есть такие данные на самом деле и чё клиент будет ждать 10 минут можно положить по времени и клиент будет ждать когда у него финансовые данные отдаются за 10 минут никого не у нас не так вот у нас это дампается в кусту а там запрос который был 10 минут происходит меньше секунды все отлично вы тоже самое кэширование перенесли поближе к базе нет мы не кэширование ну то есть у нас типа есть data lake и все дела ну то есть мы нормально чистим очищаем данные кладем их специальную базу данных колоночную в которой это работает вот так у вас как бы извини пожалуйста нерелационные данные для этого специальными колочек базу данных для этого добавят у вас структура данных под это подходит проблема финансовых систем в том что это все финансы системы они плюс-минус хорошо ложатся на лицо база данных и гарантии нужны эти гарантии тоже самая монга почему она так сильно набирать на если потому что бонга очень хочет все эти финансовые системы я понимаю почему да так вот и как бы я просто почему я про эту историю рассказываю да у нас были с этой системой проблемы но я бы сказал с точки зрения человек часов и песка что мы потратили безумное количество я бы сказал что была огромная проблема огромная масса проблем и у вас система 24 на 7 работала конечно но она стандартно работает единственное нам не нужно заморачиваться с zero downtime обычно ну вот а понимаешь на самом деле вот эта тема тут я считаю важно понимать когда мы говорим о каких-то кейсах всегда стоит учитывать все факторы с которыми приходится сталкиваться то есть вот нужно zero day time не нужно zero downtime поцали нам нужно у нас есть у нас все приложения обновляется zero downtime но мы их делаем по выходным то есть как бы у тебя получается да у тебя получается ты в принципе у тебя приложение не требует не весь не падает никогда но по выходным она более-менее подвисает потому что там кэши дропаются прочее слушай ну тут кейс бай кейсы уважаемые слушатели пожалуйста не делайте так как саша говорит если вы не понимаете зачем вы это делаете а если вам кажется что вы понимаете зачем вы это делаете все равно не делайте так как саша вы не понимаете но слушая с тобой не согласен потому что тут важно по неважно да я согласен что важно понимать зачем вам это но в этом и проблема в том что если тебе нужны каждый того чтобы просто просто потому что у тебя клик ты не можешь оптимизировать запрос базе данных так это одно то очень часто ситуации когда все уже запросили все что можно перезапрашивает ну невозможно дальше оптимизировать дальше можно пойти или давайте мы там перейдем в какие-то распределенную культуру или какой-то распределенной нояской базе данных которые нам даст больше перформанса на чтение чем реляционная база данных но на наличие больше не больше перформанса на чтение обычно дает. Монго тебе дает обычно намного больше перформанса на запись. Слушай, погоди-ка, ну ты же помнишь классические сравнения, что Монго читает... Она намного быстрее пишет. Она намного быстрее пишет и ненамного быстрее читает. Если ты по-нормальному строишь запросы, Монго ненамного быстрее читает, типа, ну там, в зависимости, да? Она может, кстати, намного медленнее читать. Что самое страшное. Особенно сравнивая чтение при настройке шардов в любой агриционной позданции и Монго. Там, типа, опять же, Монго есть... У меня есть истории, как перешли с Монго на Postgres и все стало быстрее. Да, это вполне нормальная история. Смотри, вот у нас Cosmos DB с Монго API, да? В продакшене. И на сайте, и на мапе. Вот. И мы запретили разработчикам ходить туда. Это единственный, наверное, ИСУС, который запрещен разработчикам ходить. Просто почему? Потому что люди привыкли к обычной базе данных и делают крошардовые запросы. Выедают и квест-юниты, и все начинает тормозить и глющить. Вот. Классная история. Ну, типа, вот если мы идем к... Ну, может, еще, кстати, не до конца запретили, но у кого-то доступы точно забирали. Ну, вот. Потому что вот... Вот так, привет, NoSQL. То есть NoSQL это тоже очень такое страшное, на самом деле, решение. Вот. И, типа, если вы не знаете, что использовать, используйте там SQL-ную базу данных и не говорите никому мозг. И, кстати, еще есть история тоже, но как бы не моя. Я не буду называть, кто это, но это сервис, у которого очень-очень большая нагрузка. И мне, короче, один товарищ ходил к мне, спрашивал, говорит, а как вы с ней боретесь? Он говорит, а у нас просто, говорит, один Postgres, в котором мы держим самые горячие данные, а остальные данные мы просто из него вытаскиваем, короче, раскладываем по другим хранилищам, которые там менее горячие. То есть, он говорит, ну, это надо знать, какие данные у тебя самые актуальные. Вот. И, говорит, никаких распределенных, ни черта вообще нету, просто один Postgres. Ну, это нормально. Например, вот Shopify недавно хвастался, что они там что-то в день через себя пропустили 45 петабайт трафика вот на Черную Пятницу. Вот. И у них вообще монолит на Rails, который был написан, не переписывался никогда с 2004 года. Вот. То есть, он там типа написан какой-то на ноль версии Rails, изначально был, полностью никогда не переписывался. И они просто деплоят по шардам. Ну, типа, весь монолит со всеми базами, со всем моим кэшкомом, просто по шардам деплоятся. Вот. Типа, вот там 5 магазинов, один шард, и погнали. Шарды полностью независимые друг от друга. Для них работает. Ну, то есть, вопрос в том приложении, да, как ты это делаешь. Ну, вот. Я тут скорее хотел сказать, что... Да, да, я просто, извините, я перебил, просто вот это такое мысль хорошее, так интересно сказать, что не используйте инвалидацию по событиям, если вы не понимаете, зачем вам. Вот я просто как раз этим же хочу планировать, что если у тебя в какой-то момент возникнет проблема в том, что тебе нужен кэш 100%, и он нужен не потому, что ты, не знаю, хочешь сэкономить трафик или прочее, а просто потому, что клиенты не будут ждать 10 минут, клиенты не будут ждать безумное количество времени. Я согласен, но смотри, типа, моя подход тут какой, да, давай просто по подходу. Да, давай. Вот. Мне кажется, что... Я камеру обратно включил, у меня тут дети периодически пытаются забегать. Вот. Балкон, наше все. Сюда дети не ходят. Ну, они же дверь все равно, у тебя я видел, они открывают дверь и пытаются забежать. Вот. Короче, мысль такая, ну, то есть, если ты решаешь проблему, попробуй ее сначала решить просто. с этими средствами, да, то есть, типа, ты стартуешь сервис, возьми ту базу данных, которую ты знаешь, реалиционную, возьми там язык, который ты знаешь, .NET, да, там, возьми какой-нибудь load balancer, который ты знаешь, Nginx, и пытайся вот все свои проблемы всегда решать там, типа, наиболее идиоматичным способом, как это принято в той технологии, которую ты используешь. Вот, если ты упираешься и понимаешь, что вот идиоматическим способом никак, вот попробуй еще недельку по решать идиоматическим способом после того, как ты упёрся. И если вот действительно никак, то тогда уже можно придумывать и инвалидации по ивентам, и переносу в другую базу, там, и кэширование на клиенте и так далее. Ну вот, хотя бы недельку попытайся решить нормальный, ну вот, идиоматичным способом. Ну вот, это твою жизнь сделает очень хорошо. Я хочу сейчас пошарить одну штуку, вот, я ее нашел давно, вот, и тут есть прекрасный такой кейноут на Джоке и был у Леши Шапилева, вот, ты, кстати, можешь показать мой конь сейчас. Даже, да? Вот. А, да, я знаю, это прям топчик. Да, и в наш доклад под UpNext я его вставлял и вообще, да, вот, что делать с перформансом, да, ну пиши, что, помни про наших слушателей, поэтому попробуй эту картинку описать. Да, да, да. Смотрите, картинка представляет собой такой интересный график, вот, на оси ординат у нас мы меряем перформанс, то есть скорость ответа, а на оси absys, на оси y мы сложность кода меряем. И о чем говорит нам график? Что, когда мы стартуем наше приложение, ну, мы что-то написали, у нас какой-то MVP, мы не понимаем ни бизнес-домен, мы не понимаем требования, мы ничего не понимаем, но мы что-то сделали уже. У нас находится наша стартовая точка, она справа внизу, то есть у нас очень высокий код комплексити, но и очень плохой перформанс в среднем. Это любой проект так, даже если там приходят какие-то супер гуру, если они погружаются в не очень знакомую область, всегда получается так. Дальше мы начинаем лучше понимать наш бизнес-домен, дальше лучше мы понимаем наши инструменты, мы пишем нормальные алгоритмы, мы оптимизируем запросы к базе, мы еще что-то делаем и достигаем так называемого бьюти-пика, когда у нас мы приближаемся к нулю по оси абсцисс, то есть оси х, у нас падает очень сильно код комплексити, код становится простым, приятным, шелковистым и красивым, и при этом у нас достаточно сильно вырастает перформанс. А дальше идут... Антон, извините, перебью, тут как раз Шеплев-то очень хорошую мысль сказал, что, как правило, ваш красивый код, только в этот момент он еще и наиболее быстрый, потому что вы пишете, вы не делаете никаких лишних вещей, то есть часто код медленный, потому что он лишний, он как раз в этот момент становится еще и очень быстрым. Причем, вы работаете с теми данными, которые нужны, например, вы делаете те запросы, которые только нужны и так далее. Да, и на самом деле к этому еще как раз хочется отметить, что к этому еще не особо задумываешься о профилировании, потому что ты просто пишешь код в стандартном геническом формате, добивай какие-то генические вещи и это такая стандартная цель, до которой стоит доходить. Да, ну то есть и на самом деле вот этим вы достигаете примерно 80% типа максимально от максимального перформанса, который может быть. И честно, ну в большинстве проектов, которых я видел, 80% это достаточно. Я не согласен с счет 80%, мне кажется, это 90% кейсов. Ну, типа вот по оверл, да, какому-то оверл перформанс метру сферического в вакууме. Где-то вот по моему опыту процентов 80 примерно достигается и обычно дальше вам не надо. А дальше вот что происходит, что мы опять начинаем, у нас растет перформанс, но вместе с ним и растет код комплекции, да, то есть мы внедряем кэши, инвалидируемые по ивентам, мы добавляем... добавляем... Ты прям не любишь кэши, инвалидируемые... Вообще не люблю, мы там включаем ченчфит в базе данных. Ты когда был маленький, тебя, наверное, покусал злой ивент, ивент, злая собака такой, тебя кусает собаку, ты такой, боишься, у тебя еще маленькая бородка такая была, когда совсем, когда у тебя 9 лет было, ты был совсем маленькой бородкой и такой, собака тебя кусает, ты такой, о, боже мой, и в этот момент хозяин такой, кэш, а, нет, все, 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 ко мне. Все, конечно, возможно, ну, то есть, возможно, это было и так, я не помню, конечно, но возможно, да, но я прям радуюсь твоей фантазии, она меня прям радует, я прям могу. Слушай, ты знаешь, хорошее имя для собаки, инвалидируемые по ивенту кэш, это почти что больше... Да, Ивик, Ивик, иди сюда. Вот. Для своего песика так называть. Да, 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 вы, ну, то есть, ладно, окей, ну, давайте мы ивент выкинем, но, типа, вы начинаете как-то там по-хитрому, например, использовать чуть-чуть базы данных и еще что-то, но мысль, опять же, о том, что вот имеет смысл идти сюда, вот, в усложнение кода, только когда вы действительно поняли, что вы добились всего, чего можно написанием кода идиоматического. То есть, если у вас одна и та же модель используется, ну, допустим, пользователь наиболее полто используется во всех запросах, вне зависимости от частоты этих запросов, ребят, вам скорее в рейт-модели надо идти и с кодом работать, чем прикручивать кэширование вот сюда по ивентам из базы данных. На самом деле, я бы сказал тут вообще, вообще в целом кэширование, потому что, ну, даже временное кэширование, инвалидация по времени, это, ну, как бы, это дополнительная проблема, это дополнительный комплект, тебе нужно это учитывать. То есть, в этой желтой зоне, тут не случайно, еще раз, кэширование правильно сказал, что в желтой зоне происходит, мы происходим какие-то действия, которые мы проводим специально для перформанса. Кэш никогда не добавляют просто так, потому что, о, пацаны, давайте кэш сделаем, потому что так лучше код будет выглядеть. Кэш, у нас тут тормозит, что делать, давайте кэш добавим. Нет, в этой фишка, что у нас тормозит, мы уже переходим в желтую зону. То есть, если мы, у нас начинаются тормоза, и при этом, как ты правильно говоришь, что мы делаем медиематически все по стандарту, с нормальным кодом, без лишних, как бы, трат, мы уже автоматически переходим в желтую зону. Ну да, только в 90% проектов обычно в желтую зону приходили прямо из-за мейлининга ступит, да, с которого я видел. То есть, у нас, мы что-то написали, у нас что-то не работает. А, давайте кэши нахер прикрутим. Ну, поехали на Кассандру. А вот, кстати, вот тут, давай сразу, такая, у меня вопрос, который, на самом деле, меня довольно долгое время волновал. К сожалению, у меня не получилось на этот вопрос ответить. Вот у нас есть стандартная база данных, стандартный SQL с его ограничениями. И есть нояскольд-решение. И вот можно сидеть и изгиляться с SQL, пытаясь из него выжать по максимуму. А можно просто перейти на какие-то нойские решения и за счет массы железа получить приблизительно то же самое перформанс. А ты же сказал, можно просто, да? Вот, да. И вот тут как раз слово просто, да? где я себя не вижу, вот, просто, да? Слушай, понимаешь, просто вот та же самая монга, она плюс-минус простая до момента, когда ты с данными не напортачил. Вот ты с данными напортачил с хранением в монге, тогда у тебя начинаются проблемы. А понимаешь, вопрос у любого нового решения, типа вот, ну, за счет чего мы достигаем, ну, то есть, всегда же есть трейдов, да? Невозможно же сделать, ну, типа, невозможно, как я, быть красивым и умным, да? Трейдов-то есть всегда, вот, и за счет чего мы достигаем вообще трейдов, ну, почему монга такая быстрая местами на запись, в определенных случаях, в определенных кейсах, там, и так далее, да? Потому что то, что заберет на себя твоя SQL-база данных, по сути своей, ты начинаешь делать в коде сам. Поэтому просто на SQL перейти вообще невозможно. Но SQL куда сложнее в точке зрения твоего кода. В этот момент, что мы ты правильно сказал, нужно ли нам это. То есть революционные базы данных, они дают зачастую, ладно, на самом деле не зачастую, в среднем по больнице всем нужны истер-транзакции, потому что люди любят, когда все более-менее как бы транзакционно. но опять же смотрим на наши данные. Насколько нам нужны эти трансляции, нужны ли они вообще, нужны ли нам вообще связи между данными. Вон там у Артема, который давно в наш подкаст не заходил, хотя я помню, по-моему, на прошлом подкасте был, я уже путаю людей, у него его любимая задача на собеседование это следующее, вы делаете какой-то бэкенд для фитнес-браслетов. Что вы будете делать для этого? Вот это очень хорошая задача, потому что из нее вытекает интересная особенность, что каждый пользователь фитнес-браслета ему интересуют только его данные, только его данные. Да-да-да, а потом мы делаем раннабл и делаем соревнования между пользователями и такой оба-на-а, оба-на, оказывается не только его данные надо, а еще друзья нужны, потому что вовлечение, чтобы покупали больше сейчас я скажу когда перешли с монги но там не только монга была там все был зоопарк разных носик и лбас тоже посчитали что вот под каждый случай под каждую грубо говоря одну какую-то сущность да мы знаем ограничение для нее и давайте мы ее положим в специальную базу которая в общем вот как раз выкидывать правильную буковку из эйсит до чтобы получить идеально вот конечном итоге до перешли на постгресса и общем выяснилось да что бизнесу надо эйсит он он не хочет вот этим вот всем вашим eventual консистенции прочим заниматься ему и сюда хватает оказалось что и нагрузки абсолютно хватает чтобы короче тысячу бизнес-транзакции в секунду держал постгресс он спокойно с этим справляется это вообще не вопрос ну да ты еще не количество даже на самом деле кейсы когда мы реально можем ну вот вот это у нас но у сиквел база себя оправдывает они за янер графовая база данных могу привести я думаю на себя оправдывает хотя есть кейсы когда оправдывает и они такие они немного более сложные да это например как эти нужны гераспределенность например очень сложно в сиквеле сделать гераспределенную базу то есть базу которая хорошо бы жила там ну или хотя бы хорошо бы жила в нескольких availability зонах да ну хотя бы это уже сложно есть варианты когда ты хочешь действительно скорость параллельную запись ну то есть смысл в том что у тебя есть куча как раз независимых антистей ну допустим корзины пользователя и ты хочешь безумно быстро в них писать ну то есть пользователи часто добавляют товары в корзины часто их удаляют часто их просматривают вот и ты хочешь чтобы у тебя независимые записи были ну во первых они были действительно независимыми чего ты в постгасе никогда не достигнешь ну вот а во вторых чтобы они были безумно быстрые ну то есть есть определенный кейс задач который подновь скорее ложится вот тебе нужно понимать какие задачи ложатся то есть беря любую там задачу засовывая ну ладно монга уже стало такой что типа любая задача веба можно засунуть там в монгу и это будет более транзакции тогда более-менее работать да нет даже до транзакции ну то есть в оба обычно ну типа знаешь 90 процентов разработчиков используют аид коммитет и не представляет себе что это такое но по факту не знают какие другие уровни изоляции есть давайте мы не будем друг друга обманывать то есть я вот много людей собеседую я практически на камень собеседую какие уровни изоляции вы знаете ну то есть человека который назовет хотя бы ты это уже прям брать на душе я пытаюсь вспомнить когда я работал на проекте где использовался репуты был ритм или сервис был и счет он самом деле нет ну то есть как бы все про все эти призрачные изменения кто-нибудь ритм комит отказать слушай кстати это как раз кейс который тебе как можно превратить из коль базу данных но искать вот превратишь в этом это полет и потеряет ты теряешь многие фишки но при этом ты по всем этим фишечкам которые ты ты их не получаешь потому что сама структура данных того как хранятся и данные в сквеле новость коль база данных она не такая как новость коль базу данных но до бизнес со своими требованиями это весело ну или например ну то есть банальный пример да у тебя есть корзина вот и ты хочешь чтоб там действия пользователя не терялись или допустим тебя есть какой-то стоит машина ты хочешь чтоб там действия логированы были в какой-то скрыть базе данных тебе нужно прям в своем коде делать пессимистичные блокировки ну вот ну все это дело а может аж пессимистичные блокировки сша кто тебе мешает это делать в SQL ну опять же я говорю что у нас корзин много блокировок много ну ты представь что у тебя там реально огромное количество логов на базе это ну такое себе здесь огромное количество и питабл райт в этом фишке что а ну я понял то есть ты имеешь ввиду что у тебя ты не можешь позволить себе нормальные эволюционные блоки да 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 ну ты просто не сможешь себе это позволить ну ладно окей может быть сейчас мы сможем это позволить но типа через год уже не сможем ну по факту понятно я считаю вспомнить короче это нужно когда данных действительно много там финансового мира я могу тебе приложить пример что ты вычитываешь биржевые данные по там сотням тысяч бумаг которые тебе ну типа я что-то сомневаюсь что ты все что есть в нас даке там в онлайн сможешь ускорить нас интересное однажды тут как раз транзакция грубо говоря у тебя есть айтишник транзакции ты хочешь чтобы транзакция патентная да ты генерируешь этот айтишник вот сохраняешь его и все таким образом грубо говоря такой лог получается и вешаешь на этот айтишник какой-то ттл чтобы он потом удалился вот это все сохранял свете сиди это неплохо работал пока их не стал очень много а ттл эти сиди это дорого и он стал жрать процессор на время не за там все было реализовано вот на приходилось с этой руками чем ну типа идите сиди это штука для конфли для конфигов и для очень малого количества локов да нельзя в ней хранить это но тоже до определенный момент это но она просто совсем для другого придумана она для таких логических локов малого количества вот и так далее окей сушки мы в принципе вроде стратегию выбрали а тире хочу поговорить со стратегией определились что что кэш используем только когда надо если нам надо и вот кэш используем и вон кэш если только вы не антон и если вас не покусала собака и вот тут мы когда говорили про атрибуты мы забыли про интересную особенность что у вас знаете то есть прикольный вот эти и memory кэш и прочие радости знаете оптимизации удобства со стороны этого кэша вот ребят кто-нибудь из вас использовал осмотровский memory кэш конечно я сейчас одну вещь найду и опять же пошага это давай пока рассказываете рассказывайте прямо моей кэш нет потому что у вас смотрите вас знаете есть такой такой класс интерфейс как ай-мэмри кэш и ай-дистрибьют 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 или ай-дистрибьют 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 кэш и в принципе как бы вещь это довольно интересная по одной причине он позволяет тебе очень легко подключить кэш в свою систему но возникает сразу интересный контрпример помнишь что мы о чем мы час назад говорили что в принципе кэш это сложная вещь и подключение в свое приложение не самая не самая сложная часть кэшировали то есть надо тут возникает момент а нужны ли нам вообще такие вещи и самое главное ноги вы начали использовать использовать кэширование используем тот же радис нужно ли это делать через ай-дистрибьют кэш или же давайте как нормальные пацаны за велосипедем это напрямую вот такой интересный вопрос философский я за велосипеда велосипедом все любят смотрите вот это прекрасный мм и кэш ну типа это к ноу нышью она достаточно редкая но типа нормально мод как раз используем мм и кэш адаптер мм и кэш в дода вот и вот поход во внешний сервис занимает это продакшен наш если что 38 38 миллисекунд и грубо говоря почти секунду мы пытаемся записать все это по тву в кэш 5 мегабайт джейсонов пепперони 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 посмотрим что там за запрос не это получение клиента это маленький запрос да и он целую секунду пишется в мм и кэш еще раз куда кто у вас ну вот макрософтовский мм и кэш вот как-то неправильно это редкий случай а это 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 именно он microsoft ай-мм и кэш пишет так долго да да офигеть это редкий случай типа она ну как бы у нас пока руки не добрались до этого но вот такой вот мы не знаем пока почему как найдем скажу покажу несколько подходов делали к снаряду не нашли смотреть потому что надо полоком смотреть что там происходит и где он его так ну скорее всего да там запись в мм и кэш немножко синхронная но вот видишь такая штука точнее вот видишь запись то на самом деле происходит быстро но вот типа здесь отдал внешний сервис а здесь чё-то секунда произошла какого-то ожидания вот возможно тут на самом деле виноват не мм и кэша еще таск шедуле что просто таска обратно не зашедлилась быстро вот такое тоже возможно но тут тоже момент как бы с какого художника таскедула тут вот вы пишете конфигуровать а зачем ну вот в общем так так слушает это по-моему это очень хороший ответ на вопрос про и номер кэш потому что на первый взгляд а ну с другой стороны подавать вот и делаешь как и номер кэш как сделать дикшен или ну как минимум в виде дикшена во первых что ты хочешь как ты хочешь кашировать да давай начнем с вопроса вот что ты хочешь хочет ли ты л рукаешь не хочет л рукаешь вот ну то есть типа у тебя должна либо какая-то стратегия векшена сама по себе то есть ну то есть ограничено тебя кэш или все что в него засунули там всегда должно жить ну все ключи там же ну да простой добавляем кэш они вживут альтично ну пока пока сервис но так само другое то есть пока в ом не упадем да 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 вот в дикшенере нет наверно ну надо думать во первых типа смотри во первых зависит от выключения вычисления ключа я бы не клал в дикшены я бы сделал энное количество массивов да ну типа вот параллельных и опять же уже по ключу ну то есть брал ключ по нему у него вычислял хэш и ну такой свой дикшен я бы был более простой чем он есть тут на эти то есть там без бакетов без фактически делаешь собственные бакеты но ты по факту делаешь без дерева такое а типа понимаешь я во первых могу использовать не стандартный не стандартный хэш алгоритм да а тот который для меня подходит а кто тебе мешает дикшенере ты используешь переопредели просто ключ структурку за sony и структурка реализует нет ты сможешь как бы в дикшенере клевой ключ закинуть вот тоже правда тут можно и дикшены можно конкаром дикшены опять же в зависимости от того будет конкаром а вот в этом фишка что мы настолько отвыкли мы как-то привыкли что у нас реквест в навках реквест-респонсом в лучшем случае трогаем через через партнел фор и прочие вещи что как-то забываем что кэш-то это вещь у которой который будет конкурентный доступ то есть я бы почему наверное сейчас почему у меня такая мысль по поводу того что рисовать свой дикшен и потому что ну типа у тебя на самом деле когда ты рисуешь конкурентный доступ у тебя ты можешь использовать обычный дикшен и слоком да но с мафором чем угодно и тогда у тебя бы слушай были вот буквально две недели назад я вы че семафоры в своем коде используете напрямую ну бывает блин ну ребят ну это же это же страшно ну не как животное до 18 веке маньяки что ли семафоры используете ну не я я я просто как вас вот это все быстро хочу подвигать почему почему люди используют нескореневый способ что они более понятные они честно непонятно они просто как дверь они близки к ядру понимаешь на самом деле гарантирует способ выстрелить себя в ногу они тебе не дают никаких гарантий работы в в компайл тайме даже вот эти кошки каналы они дают тебе хоть какие-то варианты вот на самом не случайно пайк продвинул эту идею используя каналов из вас пайка вообще идея continuous continuous на программинг csp так называемого была в самом начале то есть это тот подход конкуренции который он использовал дат канал ложатся ну блин у нас их нет и приходится страдать но кстати опять же я пишу он есть пиша ногой я очень часто использую например вейт-группы вместо каналов там быть группы и семафоры и там она замечательно в некоторых случаях она намного лучше каналов работает ну прежде что вообще я ползать группы я не знаю когда ногой писал очень часто использовал вейт-группы потому что они чуть ли не ну как сказать для некоторых случаев невозможно что-то на каналах просто вот сделать то есть там может архитектуры тогда настроить так чтобы можно было это человек говорит про го и архитектуру я про то что семафоры и венты mutex и это по факту является этими низкоуровневыми примитивами синхронизации не называются скорым примитив синхронизации сейчас что они по умолчанию достаточно опасно потому что ты можешь схватить допустить ошибку вы все люди наша цель в работе использовать высокоуровневые продукты которые минимизируют вероятность я я им я я ими умею пользоваться я не снимешь его а кто гарантирует в этом же проблема ты умеешь ты полотец а потом на самом деле кота написать так чтобы его мог поддержать junior с низким уровнем квалификации и социальной ответственности я лучше джуниора метод момента и точного чем отказывать откажись это можно вот но вот столе общались он на прошлой работе в полтора года нему калибы найти проект просто потому что в них там все на жестких логов где-то высокие требования прочее вот вот такая ситуация берешь и менты ну да вот надо вкладываться это сложнее но это мне кажется тем другой дискуссии немного а по поводу давай как вот он бы мои кэши рисовать ну ты можешь ну типа более-менее нормальное решение вот пустить его кто-нибудь дому себе подает саша приезжай в гости у нас тут тепло и есть кабинет которым если бы я не закрыл дверь ко мне бы дети не спитали вот такая такая же на этой планете где-то тепло где-то не очень где даже вода чистая есть ну вот так вот мысль в том что ну если ты ну то есть взять два варианта есть ну один лог на все это ну такой вариант но опять же от количества потоков зависит если у тебя там 12 поток то нормально один лог на все работает если потоков становится больше да то становится проблема в локах ну вот и тогда ты опять же начинаешь придумывать либо ты начинаешь использовать там какие-нибудь ну либо много хэштаблиц либо там хэштаблицу своим ну то есть самоэлизуешь более-менее хэштаблицу и делаешь локи уж допустим какие-то партишны на какие-то метабакеты да да что то такое либо ты используешь конкурент дикшнери да у тебя получится конкурент дикшнери не ну конкурент дикшнери он все-таки на кассах сделан насколько я помню тут знаете если мне понятно у него локи на бакеты ну в джаве джаве например конкурент дикшнери сделан на кассах а как на кассах сделать конкурент дикшнери надо посмотреть потому что по идее у тебя там ты используется там не хешмап там тимап используется ну и на кассах опять же да в чем проблема тебе на кассах даже хешмап сделать вот ну типа какая тут проблема так возникает то есть проблема проблема по сути дела в том что когда у тебя происходит взаимодействие добавление элементов в бакет соответственно когда у тебя происходит добавление будет опять элемент элементов пакет тебя происходит модификация связанного списка связан список по умолчанию не является этим ну не может быть связанный список многопоточной структурой хотя хотя кстати на кассах можно в принципе сделать связано связанным списком просто потому что тебе нужна просто операции на самом интересном момент связан список на этот полностью она в таком случае мы просто теряем как бы кучу всего есть потому что у нас конкурент дикшнер будет просто размотан по всему просто потому что у него быть способным правильным я не связан список вместо того чтобы прыгать по массиву со сдвигами. Ну, ты по массиву со сдвигами на кассах можешь прыгать. Как? Давай. Ну, как? А в чем проблема-то? То есть, по идее, у тебя... Ну, во-первых, ты можешь делать касс ячейки, да? Ну, то есть ячейки в массиве, ты можешь делать касс. В чем проблема? У тебя в массиве есть массив указателей, да? Ты конкретно в ячейке в массиве можешь делать касс. Никакой проблемы в этом нет. Это такая же проблема. У тебя будет такая ситуация. У тебя может быть рейс, два потока в один бакет. Один прыгнул, второй прыгнул. После этого, ну, грубо говоря, точнее, один прыг, прыгает, прыгает, второй, а в этот момент у тебя происходит модификация. Версионер бакет. И... Ты можешь версионировать бакет? Это очень переставлено. Если ты версионируешь бакет, то как ты будешь продолжать прыгать? То есть тебе, получается, при версионировании бакета тебе необходимо держать несколько отдельных массивов. Или отдельный бакет, получается? Ну, бакет, массив пербакет. В чем проблема? Массив пербакет. Ну, да, нет, если у тебя делать массив пербакет, то у тебя возникает, то есть делаем классический пример. Вот сейчас массив бакетов и массив пербакет. То есть мы не кладем все это в один массив. У тебя массив пербакет. Дальше у тебя происходит ситуация. У тебя есть массив, внутри которого лежат элементы. Тебе нужно... У тебя в один и тот же момент идет чтение с бакета и запись в этот бакет. И вот тут как раз интересно вопрос, как это сделать на кассах. Потому что в бакет подразумевается, что если ты будешь читать, ты идешь по бакету и пытаешься прочесть. В этот момент кто-то пытается... Когда наш элемент... Вот у нас есть элемент, мы три потока параллельных. В массиве сейчас, допустим, три элемента. Мы идем на первый, на второй, пришли на третий элемент. В этот момент нас обогнали и в массив воткнули элемент, удалили элемент на базисы 2. И мы должны в этот момент сдвинуть наш связанный список. Я понял, да, о чем ты говоришь. Да. Ну тут, типа, версия неровни внутри бакета. То есть, типа, у нас версия бакета поменялась, касс мы не можем делать, пожалуйста. Типа, длина массива поменялась, касс мы можем делать, откатываем. Ну типа, мы прыгаем по массиву, потом, если вдруг кто-то произвел эту модификацию, мы возвращаемся и снова начинаем прыгать по этому массиву. Да, да, да. Ну как это работает? Он же так все работает. Ну, то есть, именно, ну, у нас тут голода, лодка фри, хэштейблом. Когда ты держишь, грубо говоря, две хэштейблы, потом, короче, меняешь адрес просто. Но, грубо говоря, у тебя получается, и ты постоянно так переключаешь. Вот, вот, на самом деле, вот, достаточно тяжелый код, получается. Очень может быть жесткое голодание. То есть, одно дело, когда ты на кассе сидишь и висишь там, ну, просто, потому что одну перемену ждешь, когда она переключится. А тут у тебя получается бакет. Он и так достаточно тяжелый. Ага. Одна перемена, а у тебя бакет, там, может быть, там, за пять, десять элементов, соточка элементов. Тут соточка элементов в одном пакете, это не так уж и плохо. А у тебя такой, ты такой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Блин, касс поменялся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну, это стандартная проблема всех структурных кассах. Ну, что, ну, блин, она такая есть. Зато, вот, сразу мы теперь поняли, почему конкарно дикше на хэшмапах. Ну, точнее, у них был этот лог на... Ну, тут все смотреть надо, да, если, ну, если у тебя хорошая хэш-функция. Ну, тут много ifs and buts, да, то есть, типа, если у тебя дохера баки, ты хорошая хэш-функция. А если у тебя плохая хэш-функция, иди уже заняться. Ну, ты получаешь очень большой degradation, да. То есть, тут можно сильно выиграть в перформансе, потому что, ну, касс, если он, ну, типа, ты не ходишь в касс-цикл постоянный, да, если у тебя нет... Ну, если у тебя редко случается контеншн за ресурсы, касс намного, ну, выгоднее. Вот. Но если у тебя часто контеншн за ресурсы, то касс очень плохо делает. Опять же, надо вспоминать, что касс это всегда мэмэй-барьер. Вот. Соответственно, ты еще обрушишь все касс-линии у своих процессоров, там, и так далее. Ну, с касс и пайплайн. Ну, хотя, кстати, в принципе, для касса пайплайн-процесс не самая страшная вещь. Но тоже, как бы, неприятно. Но, с другой стороны, у касса есть очевидный плюс, что там хотя бы ты явно видишь, ну, явно видишь какое-то количество итераций примерно делаешь для того, чтобы, там, обновить, и ты можешь явно ограничить это количество итераций. То есть, в локе-то можно висеть, пока, ну, пока рак на горе не цвистнет, если ты не с тайм-аутом его делаешь. Вот. О, кстати, Артем, давай к нам. Тут Артем у нас в чат пишет разные вещи, а при этом не заходит. Давайте все вместе позовем Дедушку Снегурочку или Дедушку Морозу. Ну, да, я тут с Артем, кстати, согласен, что касс совсем не всегда ок. Вот, это такое. Типа, если данные хорошо распределены, то, ну, оно работает. Вот. У Вани тоже скоро надо уходить, да и мне, наверное, тоже нужно будет. Да, слушайте, у меня только ребенок. Ребенка увели, мне надо подождать, когда он заснет, я тогда могу выйти. На самом деле, у нас есть один важный вопрос, который мы не обговорили и который надо как раз обговорить. Давайте быстренько обсудим. И он выбран. Выбор ключа кэширования. Это очень интересный, я считаю, момент, потому что, давайте, из него хоть два объема, мы все-таки будем использовать хэши или же деревья. Просто из этого текает уже, как бы, другие связанные вещи. От размера же зависит. Ну, вот, давай. Ну, типа, всем понятно, что хэшмап на, ну, то есть, на определенном размере, на каком конкретном ваш случае тестировать нужно, он медленнее дерево. Ну, то есть, пока у вас не добралось количество элементов до большего. Опять же, ну, если мы говорим вообще об использовании данных, то какие операции вам необходимы над данными, чтобы построить дерево, да? Да, вам нужно два сравнения. Тем, привет. Привет, Альбер. Вам нужно две операции. Это сравнение и операция меньше. Чтобы построить хэштейбл, вам нужна хэш-функция и операция сравнения. Если, там, опять же, хэш-функцию считать не хочется, а операция меньше намного быстрее, то дерево будет работать гораздо шестерее. Само по себе, по факту. Вот. Что, у нас добрая традиция, это расширяться по ходу, да? Да, да, да. Ну, это, конечно, это хорошая традиция. Ты, вот, в прошлый раз зашел в Мерсон, и мы еще часик, полтора часика приятно поболтали про разные вещи. Вот, Артем, что ты скажешь про выбор ключа кэширования? Ой, блин, слушай, это такое, как бы, нелегкое дело. Ну, по-хорошему, ты хочешь, чтобы он был распределен, желательно поравномернее. Но вообще, зависит от того, где ты кэшируешь. И вообще, на самом деле, вот, меня не очень интересует, как бы, выбор ключа кэширования, как меня интересует распределенный большой кэш-памяти. Вот тебе нужно посчитать какую-то гадость, да? А у нас, сволочь, оперативку не лезет, а тебе нужно посчитать. А я, сволочь, много. И тут, короче, начинается, что давайте поставим Тарантула. У Тарантула ботнетовский драйвер, там, слегка такой коматозный. А потом, типа, давайте Ignite поставим. И Ignite, это, типа, джамма богомерзкая. Ну, ладно, она не совсем богомерзкая, но, тем не менее, там. А давайте сделаем на Redis. Ой, твою мать, а нам нужно, короче, где-то пофильтровать, не только по ключу, короче, и все, короче, вот, тяжело. Вот это вот боль. Ну, давай, рассказывай. Давай, как еще? Я вот поделился болью, я, если честно, мы еще не решили, это хорошо. Нет результата, который я бы не творил. Пока все плохо. О, придется, ну, давай. А я, кстати, честно, наврал. А я, кстати, честно, наврал. В джаве все-таки хешмапы, конкурент мап, реализация через хешмап, либо через skip-лист. Я что-то это... Я вам не знаю. То есть, там лог тоже на этих... Нет, там касса. Там вот как раз, там я уверен, что касса, вот. Но... Ну, то есть, то, что там касса, я уверен, а вот то, что там лог, то, что там вот не... Теймап, причем мне кажется, что там теймапа, вот так она, что хешмап все-таки. Так, ну, смотри, Артем, ты описал ситуацию, интересную ситуацию, используя кэширование, чтобы влезть в память. Но это же классический алгоритм, ну, жадный алгоритм. Ты сейчас, типа, решил всю проблему одной разой, да? Все, все проблемы. Это, говорит, жадный алгоритм, и ты уходишь в закат, короче, а пацаны такие, окей, он жадный, а дальше что? Что ты с этой гадостью делаешь? Я использую истинный подход архитектора. Нет, слушай, я как бы тоже так умею. Надо сказать, что-то умное, и, короче, свалить, пока до ребят не доперло, и тебе не встекли. Нормальная стратегия. Постоянно так делать. Мне просто понравилась концепция, что при разработке жадных алгоритмов стоит сильно заморочиться, вот у Кормана прям хорошо было сказано, что сильно заморочиться с тем, с какой очередностью ты будешь разбирать, ну, выполняться будет твой алгоритм. То есть, грубо говоря, если тебе нужно обойти дерево, то ты просто начинаешь обхватить дерево не снизу, а сверху. Потому что таким образом, с большей вероятностью у тебя данные получатся. И второй момент, что при том же обходе дерева, если у тебя есть ограничения по памяти, ты можешь идти как бы не в глубину, и за счет этого при обходе в глубину ты сэкономишься по памяти. Просто у вас как бы, вы именно с алгоритмической точки зрения на этот вопрос смотрели? Как бы тебе сказать, руками писать-то не хочется. Готовая, чтобы хоп-хоп продакшн, ну же архитекторы, Саш, ничего за глупые вопросы. Нам надо из кубиков, из кубиков стрелочки, и пошел отдыхать. Написал UML-диаграмму, весь день свободен. Ну, типа того, да. Так не UML уже, C4, но примерно одно и то же. Я говорю, если в память не влезать, купите сервак побольше. Везде же пишут в интернете, говорят, сейчас, типа, труд программист стоит дороже железа, да, взял, короче, купил себе сервак побольше, и все. Это все зависит от того, сколько вам серваков надо. Вот тут жалко Никита ушел, у них та же проблема была с памяти, не влезает, и в принципе, не помню, чем мешалось. Ну, как бы у тебя же это, ну, капасти одной ноды-то ограничено, если у тебя в одну ноду не влезает, то здравствуй распределенный кэш. И как бы нужно уже как-то трахаться с этим. О-о-о, смотри-ка, так вот, кто у нас будет. Слушай, а вот, ну, давай представим, а какие у нас данные могут не влезть в одну ноду? Например, ваши пиццы, у которых один заказ от Домистики. У нас все влезает в одну ноду, у нас все влезает в одну ноду, не надо. Давайте я сейчас АВС. Давайте сколько вам Амазонного ноду памяти. Ну, подожди, мы эти, как их называют, ретрограды, во, у нас бари-метал, собственно. Ну, давай, ну, 128 гигабайт памяти-то у вас есть на железке? Ну, наверное. Ну, то есть, типа, мне не кажется, что это уже модерн серое железо, у которого там 128 гигабайт памяти, но что у тебя в 128 гигабайт-то не влезет? Что тут, короче, надо, это, сейчас подумать, как бы так сказать, чтобы не засветить что-нибудь под Индей? Я понял. Вот, такой, ну, непростой вопрос под ковыркой. Ну, в общем, короче, есть исторические данные, на основе которых нужно сделать калк. Вот, и помимо этих исторических данных, там еще, короче, есть очень хитро вымоченная история с множеством параметров, которые влияют, какие из этих исторических данных берутся или не берутся. Ну, это же не про кэш, это же мы про... Кстати, это вот тот же дотовый... Слушай, слушай дальше. Вот, и, как бы, радость этого всего в том, что там вычисления на лету. А чё, почему нельзя предкалькулейт сделать? Потому что предкалькулейт зависит от ряда историй, которые динамически меняются, и у бизнеса требования, что, типа, актуальность данных, там, не больше пяти минут. Если уже больше пяти минут, то мы, типа, в жопе. Слушай, ну, есть такой маленький бизнес, может, ты знаешь, Booking называется. Да. Ну, вот, у них тоже с актуальностью данных есть определённые штуки. Ну, понимаешь, очень плохо пока. Им плохо пока. Вот они прикалькуляют делают. Booking делает прикалькуляет. А если это? Авер-букинг как решает? Повышением этого бронирования за свой счёт просто? Не, а у них просто более часто прикалькуляет. Ну, вот, опять же, мы на предыдущем проекте у нас, вот как раз Никита, которым был там, там, уходили с прикалькулита по тому, что тебе, ну, реально, у тебя, тебе на лету считать получилось быстрее, чем со всем прикалькулируемые данные. Да, я помню. Не, понятно, что иногда это работает. Да, то есть мы к вопросу, когда это не работает. Артём, а вы не пробовали пойти по пути, ну, типа, окей, надо считать, ну, замо-предюсить это, условно говоря? Ну, то есть, как бы, если вы не можете это всё посчитать? Замо-предюсить, типа, просто разложить по этим, по дискам, поднять какую-то вычферму и на ней просто считать, типа. Да, да, то есть... Там, как бы, расчёт должен пройти меньше, чем за секунду. Ну, типа, есть другая проблема, примерно похожая на твою, вот. Она там достаточно хорошо известна и описана, вот. Ей там маленькие компании, типа Яндекс и Глуб занимаются, называется информационный поиск. Вот. Вот у них индекс, он не влезает в память, ну, как ты догадываешься. Ну, типа, совсем не влезает. Понятно, да. Вот. И что они делают? Они берут, делят индекс на, ну, на какие-то, ну, партишены, да, вот, поднимают, запекают обычно код вместе с этими партишенами прям в образ, раскатывают эти партишены на, там, N виртуалок, вот, и, соответственно, тебе N запросов к этим виртуалкам, ко всем партишенам сразу. Типа, посчитай, а потом сагрегированный результат не верни уже. Можно это на голову не выделить. Ну, ладно, давайте, короче. Какие виртуалы, Артема с железкой. Да, да. Один компьютер, сидя лежит, системник у него под столом. Нет, нет, подожди, там кубер поверху, не надо, у нас все зашибись. Только, как бы, кубер на Барри Метале просто. Слушай, а я, 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 я прям вспомнил, когда ты сказал про Барри Метал, у меня это, от ESX такие эти, знаешь, в МВР ESX, по-моему, были такие, сразу вайбы возникают. Да, да. Давайте, ладно, к другой, как бы, окей, там мой ESX трудноватый, как бы, очень сильно завязан на бизнес, вред действительно полезен слушателям. Давайте другая история, хорошо, у нас есть кэш, да, какой-то, ну, типа, мы делаем какой-то, типа, read-through кэш или там write-through кэш, да, вот. То есть, есть там сиквельная база, перед ним стоит прям кэш-кэш, там тарантов, какой-нибудь, или что-то такое. Вот, и мы решаем проблему, какую мы решаем проблему, типа, как раз, восстановление данных. Давай, давай, Саша, приседай. Кто, господи боже, народ, как бы, кто-нибудь, что-нибудь. На что не пойдешь, я не подкаст-то. Кто, кто скинется, Саша на обогреватель, не серьезно. Как бы, если вы это не сделаете, я уже сам буду готов это сделать, понимаете. Да у него есть обогреватель. Просто у него, у него минус 17, там обогреватель не справляется. Ну, похоже, нужно два. А потом будем всем миром скидываться на счета за электричество. Слушай, я предлагаю Саше скинуться на такую замечательную вещь, как электроодеяло, оно, мне кажется, у него гораздо эффективнее будет работать. Ну, электро-носки еще, кстати, да, Варик. На самом деле, понимаешь, ты как-то привыкаешь, когда с ребенком гуляешь, там, три часа на улице, то как-то нормально. Я вот пришел, Саша советовал пойти обратиться в метрострой, устроиться на неделю, получить ватник, там, ватные штаны и ввести подкаст зимой в них. Ну, прям, хорошо работает. Но хотя все равно в них тоже будет холодно, если ты не двигаешься. Ну, то есть, там, такая фишка. И есть, по-моему, особенность работы на всех этих, как это называют, на нефтянке где-нибудь, на крайнем севере, потому что они просто вжомывают и мухают. Ну, может быть. Ладно, Артем, мы тебя сбили, что за кейсы, давай. Да, слушай, ну, так какие-нибудь вопросы про ватники, какие кэши, нахрен. Давайте кэши, кэши. Давайте про ватники назад. Короче, ну, история такая, меня от себя интересовал вопрос. У нас есть, типа, какой-то кэш перед базой, да, и мы хотим сделать, ну, сократить время восстановления, если его вдруг взорвет. Вот, по идее, как бы, что мы делаем? Реплику. Вот, но в некоторых кейсах, да, когда мы, ну, конечно, например, сбрасываем резко. Ну, то есть, какие примеры, когда нам резко нужно кэш сбросить? Ну, типа, не знаю, там, в бэкопе. Инвалидация по ивенту. Да, не, не, ну, какая инвалидация? Подожди, инвалидация, на инвалидации по ивенте ты всегда хочешь, короче, инвалидировать как можно меньше кусочек кэша, а не весь его сбрасывать, чертовой матери. Ну, это же стрёмно. Ну, да. Вот, частый кейс какой, типа, на бэк-офисе кто-то загрузил новый прайс-лист, например, а прайс-лист у тебя, там, не знаю, там, 20 тысяч позиций, ну, 200 тысяч позиций, окей. Вот, и тебе нужно 200 тысяч, значит, инвалидировать из текущего кэша. Вот. И у тебя, как бы, есть, ну, кэш, типа, мастер-реплика. Понятное дело, что ты с мастера-то их грохнул, а пока они, ну, как бы, доехали до реплики, у тебя там мастер взорвался. И ты такой, упс. И пытаешься людям отдавать еще какое-то время, типа, корявые данные, ну, прошлогодние. Ну, не прошлогодние, ну, короче, устаревшие. Вот, а если у тебя в компании еще какая-нибудь, там, типа, интересная бизнес-обещание, типа, за какую цену мы показали, за ту и продали, то иногда это... Это бизнес-обещание называется законодательство РФ, так, ну, окей, ладно. В B2B не всегда так. Ну, в B2C с договором оферты это вот оно так, к сожалению. Да. Или к счастью. Наверное, к счастью. Нам бы было грустно всем здесь. Слушайте, у нас про... У нас Ваня вынужден отвалиться, потому что у него полотенцесушитель потек. От разговоров про кэши даже полотенцесушитель и китай. Что течет, все течет. В общем, Ваня передает всем. Парень и кэши. Парень и кэши. Парень и кэширование. Блин, у него потекло, потекло. Ну, вот, кстати, то, что ты описываешь, это тут же, как бы, как, это проблема, которую в теории можно митигировать, с дополнительным, ну, как бы, апдейтом кэша по данным. Ну, по данным. То есть, если у тебя есть циферка, ты ее можешь пересчитать уже на кэше, а конкретную цифру уже выкатить в деталях. То есть, как правило, тебе же... Ты кэшируешь не только одну циферку, сколько там тебе товар стоит, даже если тебе куча товаров, но и там дополнительная информация. Вот, вот, информация группа, а в деталях циферку ты можешь просто заапдейтить. Мне кажется, если у вас такие проблемы, то вам архитектурно надо решать, как ты это делал. Ну, то есть, типа, что просто этот кэш нужно как-то выкидывать. Ну, это моя первая мысль была бы. Вот, что перерабатывать архитектуру, если есть... Короче, ёмелька. Ёмелька. Короче, ёмелька, сделать правильную ёмельку, и проблема решится, я понял. Не, ну, просто мы, типа... Да-да-да, ну, нет, ну, Артём, ну, согласись, тут... Ну, ты говоришь, что у меня есть инфраструктура, которая не подходит по мою задачу, как мне сделать, чтобы инфраструктура подходила... Как вот сделать, чтобы именно эта инфраструктура подходила к моей задаче. Мне это напоминает мою любимую фразу, что из букв G, O, P и A слово счастье сложить очень сложно. Но, как бы, бизнес периодически просит нас это сделать, и некоторые из нас даже успешно справляются с этой задачей. Ну, смотри, вот эту задачу... Это можно прийти и рассказать на .next, на том же, как вы прекрасно этим занимались, но кажется, что всё-таки нормальный подход, вот, немного другой, буквы поменять. Не, ну, как бы, 99% компьютер-сайенс проблем решаются другой постановкой задачи. Ну, то есть, из разряда, что 90% вещей, которые требует бизнес, на самом деле бизнесу не нужны, ну, зачастую, да. Это великая притча про, там, 4 девятки. Нам обязательно нужно, чтобы ваш сервис работал в 4 девятки. А как им пользуются? Ну, как, с 5 до 8? Я такой, ну, зашибись. Спасибо. А в остальное время? В остальное время пусть хоть горит. Но, как бы, мы вложили, как бы, бабла в 4 девятки. Не, ну, кстати, слушай, это, на самом деле, ты смеёшься, но это довольно важный пойнт, потому что, как бы, ну, вот у тебя 4 девятки. Они отчув... Ты как будешь рассчитывать количество девяток? Ну, а в лобильте всех компонентов. А, как бы, какая разница с 5 до 8? Тебе же важно, чтобы оно не упало с 5 до 8. Не, ну, смотри, тут у тебя, ты говоришь, у меня 4 девятки, да? Ну, типа, окей, во-первых, за какое время мы 4 девятки имеем, да? Ну, обычно, обычно год считается. А, во-вторых, тебе же нужно, ну, там, скажем, базу обновить, например, там, ну, всякое такое сделать. Это же тоже сильно зависит. У меня тут, скорее, мысль о том, что, вот, по поводу 4 девяток и так далее, я в текущей компании применяю примерно следующее. Когда ко мне кто-то прибегает и начинает говорить, там, типа, нам нужно больше девяток, я говорю, слушай, принеси, пожалуйста, сколько денег нам заработать, то, что у нас будет больше, вот, на одну девятку больше. Ты можешь посчитать? Нет, ну, тогда нам эта девятка точно не нужна, если ты даже не можешь посчитать, сколько нам это денег. Слушай, а мне больше всего понравится девятка, ну, знаете, какая фишка. Вот заходим на AWS, ну, я с АВСом работаю, поэтому, ну, вошелка та же самая фигня, мне кажется, и смотрим, сколько там девяток в каждых сервисах, и нам такое, EC2, в каком, 4 девятки как раз. Могу собрать на пол. Опять же, смотря на что. Да, а дальше, скорее говоря, EC2, 4 девятки. Если в течение года этот ссылай не выполняется, то для 4 девяток мы компенсируем 10% стоимости потраченной на этот сервис. Для 3 девяток и пятерки, или, по-моему, для 2 девяток и пятерки компенсируется уже 100%. То есть, они тебе после деньги вернутся, то, что ты используешь, то, что у тебя бизнес нахрен ляжет, это как бы не проблема АВСа. Ну, да, а как это их проблема? То есть, эти SLA, это, на самом деле, булши, ну, нет, почему? Нет, ну, это не булши, когда ты in-house сидишь, понимаешь, в чем дело, и тебе приходит там, не знаю, SEO-то его бизнес и говорит, чувак, из-за того, что вы полежали там 6 часов, мы просрали, и вот такой тебе ценник. И ты такой, ну, блин, клево. И он такой, ну, и что делать, дадим? И ты такой, не знаю. И ты такой, слушайте, ребята, хорошая новость, и зато АВС нам компенсировал те деньги, которые мы потратили, пока лежали. И ты такой, о, да, здорово, молодец. Я, так скажу, АВС мне компенсировал 10 штук баксов. Классно же, мы просрали 10 лямов, а ты мне говоришь, что мы эти десяточку компенсировали назад. Спасибо, брата. А ты знаешь, ты, типа, при этом, ты знаешь, замечательно, ты знаешь, что ты только что рассказал про 4 девятки у EC2, только это для региона SLA. Это они тебе гарантируют, что регион будет работать. На instance... В генитацию? Да. Нет, вот тут есть такое что-то. А я сейчас смотрю, instance, uptime, 99.5 SLA на instance. Ну, да, да. То есть, тут, понимаешь, самая неприятная фишка, что ты обратил внимание, 99.5, это 10% они тебе компенсируют. То есть, реальный их SLA вообще непонятно какой. То есть, ты не можешь понять, какой у них реальный SLA, потому что тот 100%, который они вроде бы компенсируют, он, ну, черт знает какой. То есть, тебе в любом случае нужно какую-то... Слушай, ну, про реальный SLA. Про реальный SLA Амазона я тебе могу рассказать очень страшную историю. Я знаю ген-сервис, я помогал ребятам немного. Ну, вот. У них вся продакшн-база крутится на одном EC2 instance, без реплики, без ничего. За три года ни разу не упало. Ты знаешь, какой SLA? Uptime 100%. Все, чего уже. Да. Слэ еще. На одном EC2 instance. PostGS 9.4. Они его обновить не могут, потому что если хотят сервис останавливать. Слушай, ну, да. База в 2 терабайта, а не овердес даже перенести не могут. Слушай, хорошо, что я там, как бы... А ты веришь, что там все сохранилось? Может, там вообще в InMemory все висит? Блин. 2 терабайта InMemory? Ну, да, да. Не, вот это я понимаю прям хороший-хороший SLA. Слушай, такой вопрос. Раз у нас пошла веселая, дайте такая минутка веселых историй, ты тут классно обещал историю, Антон, про канализацию. Канализацию? Это про палатинца-сушитель тебе намекнуло, да? Да. Да. Ваня забрал тренд. Давай я посмотрю, ты такую есть, что я обещал. Вот. Я прям пытаюсь вспомнить. Ты написал такое. Я буду говорить про кэширование, материализацию. Смотри, про материализацию ты ни черта не рассказываешь. Кроме того, что ты не любишь... Давай я расскажу чуть-чуть папаша. Вот. Про канализацию? По какую канализацию? Будешь раскрыть тему? Слушай, а вопрос. У меня одному кажется, что Антон говорит очень быстро и немного странно. То есть, по-рубим лагерам. Очень быстро и немного странно? Да. И еще как будто под лагерой идут. Да, да. Слушай, я попробую подключиться. Как будто дропает пакет и пытается восстановить и проматывает звук побыстрее. Давай попробуем. Попробуй переподключиться, а пока мы расскажем какие-то новые, другие. Вот слушай, Артем. Вот у вас. Вы что на проекте для кэширования используете? Слушай, мы это... Как начинались эти фильмы знаменитые, короче, про это, про извращенцев? Мы, короче, знатные извращенцы, мы используем InMemory Mongo. InMemory Mongo. И нам нравится. Зачем? Ну, потому что она простая, потому что она довольно простая. Блин, мы только обсуждали, что Mongo ни черта не простая, и у тебя есть куча проблем, связанных с этой. Слушай, ну, как бы в базовых кейсах она очень простая. Ну, то есть, если у тебя простой кэш, реально простой, а не хитро вымоченный какой-то, да, то, ну, как бы, есть, короче, градация кэша. У тебя есть прям совсем простой кэш. У тебя есть что-то такое, как бы, ни туда, ни сюда, и у тебя есть прям очень сложный кэш. Вот. Когда у тебя нужен, ну, как бы, очень сложный кэш, тебе нужно что-то, ну, типа, такое. Там, ты начинаешь смотреть в Tarantul, в Ignite, там, дата гриды, вот эта вся история. Если у тебя предельно простой кэш какой-то, да, то у тебя есть Redis, там, который отлично работает. Вот. По ключику ты забираешь, ну, как бы, прекрасная штуковина. А если у тебя есть что-то посередине, когда тебе нужно не только плюс забрать, но еще там что-то фильтрануть, но при этом ты хочешь, чтобы все торчало в памяти, и, как бы, и типа, ок, Monge и memory нормально работают. Ну, прямо она справляется, нет никаких с этим проблем. Но у нее, как бы, конечно, есть особенности, если вы начинаете на нее что-то накручивать сверху и пытаться из нее, там, ну, изобрести сложную кэш, то, ну, да, вы, как бы, это, выжаляете об этом. А как вы это все делаете? А как вы это инвалидируете дело? У нас по записям... Ну, во-первых, в Monge есть, короче, и эти, и т.т. и линдексы, и есть кэпт коллекции, ну, типа, коллекции определенной длины. Если больше, то старые вылетают нахрен. Вот, этого для базовых кейсов достаточно, а истории про то, когда, там, кто-то что-то в back-office загрузил, ну, и крутится сервис, который не слушает, там, какую-нибудь шину, прилетает в месседж, что там, загрузили новый, новое что-нибудь, сервис такой, окей, дропает старое, загружает новое. Ну, то есть у вас и по ивентам, и по тайму. Ну, и по... Ну, там, зависит, и по... Ну, так и так. В общем, получается, у нас Redis и Monge есть. Слушай, а вот этот вопрос, ну, грубо говоря, статистический кейс, когда, ну, когда этот сложный inmemory data grid, типа, чувак заходит к своему inmemory data grid и делает запрос один, а тот делает запрос второй. Между ними произошла инвалидация, ну, то есть race condition. Вы с этим что-то делаете? Просто у нас, допустим, на проекте, где у нас как раз вот много было кэширования, и после у нас был не кэш, насколько inmemory data grid, мы использовали подход, ты перед обработкой запроса получаешь указатель на тот, те данные, которые тебе нужны, и дальше уже с ними работаешь. Если они как бы изменяются, то тебя не сильно парит, потому что указатель на все данные у тебя уже есть, и, соответственно, ты с ними работаешь. Вот у вас как? Ну, как бы проблема то, что он, типа, ну... Ну, расскажите, что... Начал читать свою запись, да, прочел свою запись, начал ее редачить, и когда начал редачить, она обновилась. Ну, даже проблема, что у него просто, как бы... Просто если, типа, у него просто там... ценник или остатки скакнули, то, ну, скакнули и скакнули, хрен с тобой было, ну, типа, мы вообще не паримся по этому... Ну, окей, то... Обновилась, обновилась. А как бы задача read, 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 да, вот это вот... Ну, мы на версию смотрим. Мы версионируем эти, и если версия улетела, то мы как бы проверяем и говорим, чувак, ну, кажется, версия улетела, мержить будешь? Не будешь? Ну, окей, перетрем. Ну, понятно. Ну, кстати, у вас получается... Но вам это нужно, чтобы избежать вашей консистенции. Правильно я понимаю? Нам это нужно для того, чтобы два чувака, редактирующие одну сущность, не перезатерли ну, как бы друг друга. Чтобы они это, ну, как бы, если это происходит, то мы им типа говорим, дружище, там что-то редачили сбоку, вот как бы твое, вот как бы то, что прилетело, мерж сам. Не хочешь мержить? Ну, как бы жми, перетирай, мы запомним, что виноват ты. Вот, и потом всем об этом расскажем. Но это, на самом деле, не везде. То есть чаще всего мы просто забиваем. Если, как бы, ну, перетер и, ну, как бы, для бизнеса урона ноль, то, ну, или вероятность того, что они вдвоем полезут придачить что-то одно, там, примерно около нулевая, ну, не хрен. Выискованные пацаны. Так, ладно, Антон, скажи что-нибудь. Как управление ручками. Раз, раз, раз. Как Антон, когда приходят и говорят, а давайте добавим девятку, ты спрашиваешь, а сколько девятка заработает денег? Вот, когда приходят и говорят, давайте мы типа это, чтобы там нигде ничего не перетирало, ты говоришь, а что будет, если перетрет? Они говорят, да ничего не будет. Ты говоришь, ну, значит, и делать не будем. Ну, это очень оптимистичная блокировка. Да, идеально. Я обожаю такие, как бы, лучшее решение – это правильная постановка со стороны бизнеса, когда это… Ничего делать не надо. Лучший код – это тот, который ты не написал. Да, согласен. Ладно. Наверное, ты хотел, чтобы я про финализаторы рассказал, а не про канализацию. А что, что вы говорите? Слушай, ну, канализаторы от канализации недалеко ушли. Так, слушайте, а меня, ребят, а меня стало плохо слышно? Может, проблема в микрофоне? Он не выдерживает такие температуры? Слушай, я не знаю, но я вот, может, у меня уши уже задвоились просто. Ну, вот. Если нам чат напишет, там, что Саша сказал, канализация или финализаторы. Так, давайте голосуем. Напишите канализация, если я сказал канализация, и напишите финализаторы, если я сказал финализаторы. Слушай, тут 100% была канализация, я слышу. Не, ну, Артём, может, мы с тобой вдвоём ушную инфекцию одинаково подхватили, так я не знаю, как, но… Или это, почитали об одинаковых кэшах приход до сих пор, да? Да-да-да. Так, как и ланмаз будет. Так вот, я каждый раз, ко мне приходит какой-то джуниор получить какую-то, там, мудрость сеньорскую. Вот. Я каждый раз всем говорю, не пишите никогда финализаторы. Типа, вам это не надо. Ни в коем случае не пишите финализаторы. А даже если вы думаете, что вам надо писать финализаторы, и вы почитали про дисплос-паттерн, то на эти всё равно не пишите финализаторы. Вот. У нас была офигенная история. Мы работали над WPF-приложением, там, вот, всё было хорошо. Пока в один момент не пришёл клиент и не сказал, ваше приложение у меня крашится. А у нас был Forex-терминал. Ну вот. Ну, крашится. Мы думаем, что ж такое-то, почему крашится? Долго искали. Проблему искали, ну вот, периодически, с несколькими заходами, по-моему, три или четыре месяца. Оказалось, да, все знают, что в DPF-е нет диспозаблов, да, там вот только финализаторы. И оказалось, что мы выделяем битмапы, для того, чтобы чарты рисовать. Вот. И у нас там на машинах финализатор успевал отработать, и GDI-дескриптор закрывался, а у клиента нет. В итоге у него выделялась память, приложение улетало. Ну, погоди, она же eventually должна была... Ну, вот в OEM память выделялась быстрее, чем успевалась освобождаться финализатором. А вы... А-а-а. А у вас, получается, вы как-то... А там он менеджит память. А вы на клинике в машинках как-то не сильно парились. Не-не, мы парились, мы очень парились. Я говорю, четыре месяца мы искали эту проблему. Не, я имею в виду, что, по идее, в итоге ситуация, здесь какие-то объекты выделяются и выделяются, но пулинг наше все. Да, но это WPF, это внутренний код WPF-а. А-а-а. Это, погоди, это чарты, которые в WPF рисуются на кармасе? Да. Это внутренний код WPF-а, ты не можешь им руководить. Я просто 8 лет на WPF-е не писал вообще ни черта, не помню, что... И слава богу, не надо, не надо туда возвращаться. Я знаю. Так вот, мысль такая, что... Типа, я, вот после этого я очень сильно задумался, что, а когда нужен финализатор? Я не смог придумать ни одного кейса, когда тебе действительно надо написать финализатор. Ну, то есть, хорошего. Я смог придумать только кейсы, когда финализатор тебе мешает. Ну, то есть, типа, если у тебя есть... Ну, зачем нужен финализатор, да, вообще? У тебя есть какой-то менеджер-ресурс, который надо освобождать. Connection в базу, анменеджер-ресурс, connection в базу, там, ядерный дескриптор, там, еще что-то, да, тебе нужно это освобождать. Вот. И, ну, когда финализатор вызывается? Соответственно, когда объект недоступен, у тебя вызывается финализатор. Но, по идее, у нас же есть использ паттерн, который всегда должен вызываться для таких вещей. Ты всегда должен четко знать, когда ты отпускаешь владение анменеджер-ресурсом. Вот. В этом же фишка, если посмотреть на dispose паттерн, там есть и реализация айдисплозового интерфейса, и финализатор. И подразумевается что-то в духе, если все хорошо, то у нас вызывается dispose, сопрессится finalize, и все счастливо. А если все плохо, и программист допустил ошибку, то, ну, допустил ошибку. Ничего страшного, не будет ситуации, когда у нас какой-нибудь файлик, допустим, самый простейший пример, файлик, злочится, и вообще больше его, пока приложение открыто, его никто тронуть не может. Типа, такой ситуации не будет, она когда-нибудь его отпустит. Вот. И тут вторая проблема. И тут вторая проблема. Этот баг, в итоге ты этот баг, хрен знает, как его воспроизведешь. Вот. То есть, так-то ты его поймаешь, скорее всего, у себя на машине, на девелоперской, под дебагом зайдешь, найдешь и починишь. А так, когда он всплывет? Никто не знает. А это уже стратегия, такой, ну, как тема со светофорами, в Defensive Programе. То есть, по-моему, Defensive Engineering, то есть, у нас был, кстати, про это выпуск, что знает, когда. Стратегия, при которой ты рассчитываешь разные тактики обработки ошибок. То есть, грубо говоря, ты отправил приложение на продакшн пользователям. В Сибирь, нет, не в Сибирь, давайте в Магадан. Ты не хочешь заниматься тем, чтобы апдейтить. А нет, лучше давайте самый извращенный вариант. Картриджи для Nintendo Switch. Да, еще проще. На мобилочку поставили твое приложение. Ну, да, а вот, на мобилочку, там, кстати, я не помню, чтобы было. Хотя, и, кстати, да, вот там отделочку. Но там нету шареных особо ресурсов, которые нужно взаимодействовать. Да ладно! Какие? Ну, чтобы с другими, как бы, ну, хотя Android, нет, Android с файловой системой взаимодействовать. Ядерные дискрипторы, их ограниченное количество. Всегда. У тебя, это, разве без рута есть к ним доступ? Ну, любое чтение файла, любое открытие сокета, это ядерный дискриптор. А, ну, кстати, если, в мобилах не сделали там типа сокеты in user space и файлы in user space, но что-то я сомневаюсь. В Android, ядра, линукса, там такое. Сокетов in user space я что-то там не видел. Ну, окей, окей, все, вот, хороший кейс, но, нет, с мобилкой, ладно, с мобилкой, да, хороший кейс. Но ты до всех пользователей мобилки, своего приложения на мобилки никогда не достучишься. Нет, не, на самом деле, с мобилкой не самый плохой вариант, потому что с мобилкой у тебя что, у тебя приложение выгружается, то есть в среднем попальнице приложение у тебя существует там несколько минут и потом обычно оно вытесняется по оперативной памяти. А, допустим, на какой-нибудь свитче у тебя патчи вообще практически никогда не приходят. То есть они... Да и ладно, приходят, у меня есть свитч. На карту же? Хочешь туда патчи? Да в этом, блин, они пофиксили, фрицы бесят. Началось. Купи свитч, Олед. Купи. Я купил себе свитч. Олед. Я, как раз, вовсе свитч лет лучше. А так, там же по железу ничего не поменялось. Хотя, кстати, фризы на Линкс Эвэкнинге я смотрел на свитч Лайте. Короче, во всем виноватые видео все знают. Да, вообще козлы. У меня все хорошо роли кривые, по-любому. Да-да-да, просто играть не в менте. Да-да-да. Я просто к тому, что финализация, она может быть полезна именно для такого дефенсива. То есть, когда такой, так, ладно, кажется, мы все, что могли, нашли. Теперь давайте... Она наоборот, она тебя, она же тебя поэтому не защищает. Она наоборот говорит тебе, что, типа, чувак, оно будет ломаться у пользователя, просто неизвестно когда. Ну, таки, они, оно, типа, отпустится. Слушайте, помните... Так, выкрашу твоего приложения, оно тоже отпустится. Ну, да. Помните, очень классный пример. Я раньше еще временно Windows XP часто ставил себе приложение Unlocker на приложении на XP. У него есть цель простая. Она показывает, какие приложения локают тот или иной файл. Потому что раньше это была огромная проблема. Я не знаю, почему, можно, наверное, сейчас программисты писать, код ставит лучше. Но раньше это было огромное, прям, ты пытаешься удалить какой-то файл, а я, а, да, я просто перестал пользоваться прекрасными, безумным набором торрент-трекеров, DC++ и прочего. И тогда была реальная ситуация. Ты ставишь такой, хочешь удалить файл, ты его удалить не можешь. Потому что его лучше черт знает кто. При этом, как бы, условно, там, DC++, хреново тучи всяких, как бы, его инстанции запускается, у MeTorrent тоже. И как бы, тебе приходится закрывать приложение и подождать, когда его демоны еще вздохнут, чтобы все отработало. А если бы они все это использовали в финализацию, то ты пока досмотришь кинчик, он уже спокойненько сработает, финализация, и ты его удалишь спокойно. Да, если бы они нормально код писали, то нам бы были просто дезиспозы и все вовремя. Ну, не, ну, понятно, если бы они не добавляли финализацию, они бы увидели студнику на компьютере и файлы лочатся. И скорее бы починили проблему. Мне не нравится в подходе к финализации, что мы загоняем проблему, ну, типа, оно и само решится. Да, то есть, я очень не люблю вот этот подход, когда оно само решится. Вот, может быть, когда-нибудь, я не знаю, когда и так далее. Вот. Использование диспоз паттерна, оно достаточно редкое. Ну, согласитесь, ну, это не так часто мы объекты порождаем и так далее. Нафиг никому не нужен. Не, ну, я имею в виду, использование disposable объектов, оно... Ты про диспоз паттерна или интерфейс iDisposable? Ну, да, использование интерфейса iDisposable, оно не такое частое, и, по идее, оно должно быть куда более осознанное, чем, ну, иногда происходит. Просто диспоз паттерн сам по себе, он прикольен тем, что он подразумевает очистку как этих файлов, которые являются... диспозинг объекта, в котором есть и менедж, и анменедж ссылки. Потому что он подразумевает, что ты в диспозе, если у тебя он вызывается не из финализатора, ты еще подчищаешь все поля для того, чтобы у тебя корни все порезались, какие нужны. То есть, у тебя такие файлов в диспозе, он пристал от руки, все, что угодно. Финализатор тебе при этом никак не помогает. Мне кажется, что с диспозом объектами это два варианта. Либо ты вызвал диспоз и все сделал правильно, либо пусть оно грохнется как можно быстрее, чтобы я узнал, что я не вызвал диспоз, и вызвал диспоз. Так это же очень похоже на ту же проблему, что с дедлоками. Он не грохается. Как бы с финализатором он не грохается, он скорее наоборот протяжает висеть. Ну, с финализатором нет, а с диспозом если не писал финализатор, он скорее всего у тебя грохнется. Скорее всего грохнется либо в тестах, либо где-то еще. А как у тебя грохнется в тестах? Я просто слушаю, я вспоминаю себя, когда я с плюсов перелазил на менеджер языки. У меня были такие же мысли, что типа какого хера можно я сам короче почищу. Это же типа контроль у меня отобрали, ай-яй-яй. то есть я вот послушал, я не вижу явной проблемы с диспозом в том смысле, что да, он непредсказуемый, да, он медленный. С финализатором ты видел? Да, да, с финализатором. Да, он медленный. Да, как бы там есть примерно миллион и один способ, как можно прострелить себе голову, ноги и все вообще на вылет одним снарядом. Давайте вспомним тот же Starvation. Классная тема вообще. Работает же. По сути нужно понимать, что финализатор это по сути это инструмент, который сделан для кого? Первое, для чуваков, которые пишут unmanaged код. Да, ну вот реально они как бы жестко интегрируются с каким-то там либо плюсовым кодом, либо делают там супер какие-то неэпические оптимизации ближе к железке. Вот. И для разработчиков framework, ну которые собственно по дефолту входят в первую же группу. Просто как бы нам, работягам с веслом, которые джейсоны перекладывают из одной кавки в другую, наверное это как бы не особо нужно. Ну слушай, тут ситуация какая? Вот человек забыл dispose. Но тебе при этом самом SDN тебе прямо в лицо этот тягает dispose pattern. То есть впихивает. Это один. Райдер тебе, ты только напиши disposable, он тебе реализовал а dispose pattern. Так слушай, понимаешь история какая? Не, не, подождите. Смотрите, dispose pattern это ручное управление. Да. Ну как бы ресурсом. И... Не, dispose pattern включает себе фенализатор. Ну, как бы да, он может включать, а может и не включать. Ты можешь его не реализовать. То есть финализатор. Нет, dispose pattern это совершенно конкретная штука, которая включает в себя финализатор. Да. Ну это прям название такое dispose pattern. Это совершенно конкретная реализация интерфейса iDisposable. когда ты при вызове dispose делаешь с press-fanalyze был true и ну, делаешь ну ты приватный метод dispose с булевым флагом, который да, который из внешнего dispose вызывается там по-моему с true а из финализатора с false и если там true передается он еще и делается с press-fanalyze. Нет, подожди. Ну, с этим все понятно. Окей, но в этом как бы в этой реализации ты реализуешь финализатор. Мы же тут катим бочку на финализатор, и надо катить до конца. Да, то есть исходный месседж в том, что никогда не реализуйте финализатор. Вот, получается, что если я реализую dispose pattern, как дядюшка спит завещал, то мне как бы финализатор-то придется написать в рамках этого dispose pattern. да, вот. Да, вот. Соответственно, получается, что если я реализую финализатор в рамках dispose pattern, то огонь. Правильно? Нет. А как тогда? Я вообще против того, чтобы писать финализаторы, просто потому, что это штука, которая скрывает твои ошибки как программиста. А я считаю, что если финализатор не писать, то твои ошибки будет очень сложно отложить на продакшене. Я одно время... В смысле? И наоборот, если писать финализатор, то твои ошибки скорее всего выявятся где-нибудь на продакшене, где их как раз очень сложно отловить понятия и... Не-не-не, ну, смотри, смотри. Наверное, на продакшене она просто для начала. На продакшене никакой и дурак может. Ребят, смотрите, есть очень хороший надежный способ, а тот, у тебя твой концерн, в том, что в финализаторе, когда в финализаторе выполняется непосредственно очистка. Мой же концерн в том, что в финализаторе не обязательно выполнять очистку. Ты в финализаторе можешь проводить лагирование. Пусть в финализаторе происходит... С ГАИ в аду. С ГАИ в аду, если ты делаешь что-то кроме очистки финализатора и с ГАИ в аду. А почему? А чем тебе это не нравится? За тем, что выделяешь память в финализаторе. В этом и фишка, что у тебя финализатор не должен вызываться. Если у тебя вызывался диспоз, все хорошо, у тебя как бы будет отмечено везде, у тебя финализатор никогда не вызовется. Если у тебя в процессе финализации вдруг до финализации дошло, это означает, что кто-то козел диспоз не вызвал, и у тебя тут же будет кидаться эрро, что происходит, финализация. Тем более, ё-моё, а какая память? У тебя струки все интернированные. Логеры современные прекрасно выделяют память. Если что, создается лок-энтой. Не при таких больших объемах. Тут главный момент в том, что... Подождите. Я просто пытаюсь понять, в чем финализатор лучше или хуже. Смотри, никто тебе, во-первых, не гарантирует, что финализатор вызовется. Да. Не гарантирует. Никто не гарантирует, когда он вызовется. Не гарантирует. Вот. А что ты можешь в финализаторе выделить память или зацепить свой объект за какой-то руд? Да. Тоже можешь. А еще тебе никто не гарантирует, что у тебя этот диспоз будет вызываться. Причем, как бы, то, что финализатор у тебя вызовется, это, ну, гарантия такая, типа, ну, есть несколько кисок. Нет никакой гарантии. Нет никакой гарантии. Завтра напишут новый GC, который не вызывает финализатора. О, значит, типа, завтра. Ты сейчас продажешься. Подождите, подождите. Я хочу довести это логически до конца просто, да. Мы, как бы, ну, проговорили вот эти все косяки финализаторов и, как бы, говорим, к чему это к тому. Ну, как бы, главный поинт боль и минус финализатора связано с тем, что, как бы, мы пользователем там или в продакшен отгрузили нашу софтину и там надо взорвовать. Вот. И мы об этом узнали где-то там у них и для нас, ну, нифига не очевидно, потому что нам, типа, сложно это повторить у себя там на железке. Но, фактически, как сказать, если у нас есть рантайм какой-то и он берет на себя хоть какую-то функцию, то история примерно точно такая же. Если мы не делаем финализатор, да, просто, как бы, сделали дисполз и такие говорим, что вот так Васи, Пети и прочие члены команды, если вы дисполз не вызываете, то вы горите в аду, короче, вызываете всегда дисполз. И пацаны, как бы, пытаются вызывать дисполз, но где-то кто-то просрал этот дисполз, не вызвал, как бы, не дисползнул объект. У него, как бы, память потекла. Фактически, как бы, что произойдет? Мы это тоже узнаем только на продакшене. Нет, это уже намного больше шансов узнать, ну, то есть, смотри, шансы узнать об этом на тесте или на твоих машинах, они сильно повышаются, потому что это не зависит, смотри, твой поведение уже перестает зависеть от мощности машины, от того, вызовется фаналайстред или нет, ну, зашредулиться он, как минимум, или нет. Вот. То есть, у тебя поведение становится более детерминированным, у тебя всегда будет течь. Всегда, везде, и при всех условиях. А вот почему ты считаешь, что будет течь? Как долго у тебя живет течка среда? Почему ты считаешь, что будет течь? То есть, если у тебя континент в деливере, и ты перевыкладываешь постоянно, то у тебя, как бы, ты можешь и не заметить легко. Если у тебя, там, ну, например, вы заморочились на продакшн-мониторинг, а на стейдже, такие, и так сойдет, и не сделали себе алертинг на, типа, монотонное увеличение памяти, тут тоже не заметить. Плюс, почему ты считаешь, что у тебя будет течь? На самом деле... Блин. Почему ты считаешь, что у тебя будет течь? У тебя может быть просто заложен какой-то файл, который будет висеть, бесить, и о нем узнает только на продакшн-е. Если ты финализаторы, извините, что перебью, просто если ты финализаторы, игноришь, то вероятность того, что кто-то забыл где-то бесплод, становится очень высокой. Ну, скорее наоборот, не скай. Мне кажется, что... Как показывает практика C++, то, что это как бы стопроцентный, что кто-то где-то не сделает. Ну, в любом случае, гарантированно кто-то просрет. Ну, это правда. Вот вопрос, как на это реагировать, если как бы, ну, как построен тестовый стенд, как построен мониторинг тестовый стенд versus продакшн, то там вот уже действительно, типа, либо больше вероятности поймать, либо меньше. Слушай, ребят, чем мне нравится гирмок? Артём, Артём, давай так, если мы живём в варианте, что тестовый стенд у нас построен кое-как, да, и мы тестируем кое-как, пишите финализаторы. Ну, типа, окей. В этом варианте делайте, что хотите. Если нам пофигу на качество, делайте, что хотите. Не, не, поинт, поинт, поинт правильный. как бы, не, вообще я как бы согласен с на будущее финализатор. Просто у меня меньшая степень категоричности. Я допускаю его существование и допускаю, что есть те кейсы, когда ты реально пишешь там какой-то анонимедж-код, когда он тебе нужен. Да, вот. Но, как бы, но, наверное, в 90% случаев, наверное, это не надо. Ну, как бы, вот рядовому программисту, который пишет просто бизнес-код, а не пытается написать там, ну, собственный фреймворк, наверное, лучше финализатор не трогать. И совет про то, что никогда не пишите финализатора, если захотелось, подумайте еще раз и не напишите. В общем-то, хороший совет. А я считаю, что это очень плохой совет, как и все категоричные советы. Я сам финализатора никогда не пишу, мне просто хочется, хотелось еще оппонировать этому вопросу. У меня такой вопрос про финализаторы, про C++ и так далее. А из вас кто-нибудь палочкой Rust трогал? Ну, чуть-чуть, да. И вот как раз Rust мне чем понравился, у него это подход, который он пропагодирует по тому, что ты пишешь код так, чтобы у тебя автоматически все подчищалось. Не автоматически. То есть, ты очень жесткую семантику владения объектами прям моделируешь из себя в голове. Писать-то сложно на самом деле. Ну, если такой семантик. Я бы сказал, подобную семантику я в Unity применяю, допустим, в том же на проекте на предыдущем. Какая одна из больших проблем любых доступных приложений, ну, то есть, не бэкэнда, в том, что у тебя есть какие-то управляемые ресурсы, которые надо явно подчищать в какой-то определенный момент. я там просто воткнул как основная концепция, что у тебя есть экран виртуальный, то есть, виртуальный экран, и на него подвешиваются как крючочки все ресурсы, которые такой нужны. И, грубо говоря, катаясь этот экран, покиняешься, у него вызывается дисплосс автоматически. То есть, программисту вызывать не надо. там сам engine вызывает дисплосс, и уже дальше как бы все остальные ребят используются. То есть, ты пошел по подходу гоу, когда мы как бы на запрос выделяем память, после запроса просто ее выкидываем. на запросы там же, как правильнее, там скорее подход андроидов, то есть, когда у тебя, ты покидаешь экран, у тебя все почищается, что тебе нужно было. Стандартный подход. То есть, как бы... Слава Богу, что у тебя нет экран-менеджер экскурсов, которые живут между экранами. О! А это, кстати, тоже вполне решается... Там есть особый способ с этим разобраться. Ребят, слушайте, у меня вот, кстати, про раз вопрос зашел, у меня есть вопрос. Никто не разбирался, как там делать от фрагментации. А с чем фрагментация памяти? По-моему, это мне кажется... Ну, то есть, там же семантика, что мы просто выделяем-выделяем, да, когда оно, типа, область видимости либо там область владения покинуло, мы его просто бодро поймаем от кусок памяти. Ну, получается, что так-то кусочки должны фрагментироваться постепенно. Ну, я думаю, что так же, как в плюсах. Ну, в плюсах-то, в плюсах-то была история, когда ты пишешь собственный аллокатор, который, как бы, ну, типа, дублирует эту половину функций .NET.GC, потому, как в компакте посыпать это все. Но ты это пишешь руками и чувствуешь себя невероятно мужикасным мужиком. Там вот это вот так работало. Слушай, ну, по-моему, я сейчас точно покуглю. Слушай, я последний раз, когда гуглим, там, никак. То есть, все. Сидим, как бы, сидим, курим. Сидим, курим, понятно. Ну, как бы, этот аллокатор растовский, скорее всего, умеет, пытается, скорее всего, найти дырку и выделить. Не, кастом аллокаторы можно писать, все нормально. А, класс, я смогу еще раз почувствовать себя мужикасным мужиком, когда напишу аллокатор, который ни хера не будет работать, но, как бы, ощущение будет офигенное. так, ребят, слушайте, все-таки, давайте, чем, вот по поводу финализатора, я просто как раз момент хотел, когда у нас, мы, есть некоторый паттерн, который мы пытаемся следовать, чтобы руками не называть дисплоз, все хорошо, то есть, опять же, тоже лайфтайм, который там, решают, переиспользоваться, ну, кстати, в том же расти, это один подход, но, когда мы вызов дисплоза отдаем на совесть программистов, является то, что они допустят ошибку, довольно высока, и логирование финализатора позволяет тебе, вот в тех редких случаях, когда они допускают ошибку, не просто эту ошибку получить в виде, ой, пацаны, у меня залучился файл на продакшне, или, ой, у нас там утечки какие-то на проте, а в виде конкретного эррора, на который очень быстро ты отреагируешь с алертом. Просто тут только логирование финализатора, можно даже ничего не делать, только логировать финализатор. Ну, ладно, я готов признать, что это, ну, типа, вот это вот, возможно, возможно, в дебаге, да, логировать в дебаге. Не, смысл в том, что в продакшне, просто потому что... Не, а почему, пусть в дебаге, если у тебя, ну, финализатор наступает в тестах или где-то еще, ты вполне получишь себе запись, а в продакшне у тебя память не выделится, там, и ничего такого. Слушай, а от того, что, еще раз, мы же говорим антимономическое... дебагер! Не-не-не, надо писать финализатор, а в нем ты написать дебагер стоп. Слушай, да не, просто и в дебаге финалайз. И в дебаге, и в финалайз. Самого себя кильнуть просто, и все. Зачем? Нет, слушай, так, кстати, а чем тебе не нравится там, не знаю, аллокация одного лог-энтри в финализаторе? Может выделиться в тот момент, когда там где-то рядом ОМ наступает, он уже подчаси уделяет. Хотя ММА прессора высокий может быть. Ну, как бы, камон, если у тебя такие большие объемы, то да, мы же говорим... Ты знаешь, как это, ты должен был бороться с нехваткой памяти, а ты, сволочь, примкнул к ней. Ну, да, да. Ну, ладно, этот кис, да, вполне реальный. А у тебя еще может быть, например, асинхронный логинг, который пишет в какой-нибудь блокинг-кью, в который тоже память выделяется. Там много интересного. Кстати, насчет памяти финализаторов помню про это Пешков рассказывал у них в контрах. В контрах были с этим проблемы, но как раз они были проблемы, как правило, из-за Out of Memory. Но, ребят, камон, когда вы последний раз Out of Memory сталкивались с ней? Этой весной? Серьезно? месяц назад. Ты не забывай, мы в куберах запускаемся. А, че-то-что. Там, типа, это же, ну, Memory Limit и это, до свидания. Блин, точно, вы же, да. И у тебя, и ты такой смотришь на графану, а у тебя там такая очень разноцветный график, потому что у тебя постоянно дохнуто поднимаются поды. Блин, вкусненько. Я понимаю, разработчикам на Unity 16 гигабайт памяти еще плюс 32 виртуальные сожрать, это прям норм. Но, типа, есть ребята, у которых память ограничена. Нет, с Out of Memory я сегодня сталкивался еще осенью, но там другие проблемы. Тебе как раз не надо. Знаешь, когда у тебя телефон, причем не самой свежести, ты там считаешь многие вещи прям аккуратненько. Я прям вспоминаю Elysium XCOM 2, который на Unity был написан. По-моему, он же на Unity, это же просто пипец, не знаю. А что там с Elysium XCOM 2? Ну, он же тормозил как зараза, память жрал как не в себя. Кстати, Саша, ты читал, недавно статья была на Хабре о том, что Unity надо посмотреть на чем. Да, Unity полная голова. Там, на самом ли, вся эта статья... На GodDot приходишь? Или на Amethyst что-то рекомендовали? Амитис умер. Короче, что там по движкам? Там, на самом деле, вся эта статья, это прям дикое веселье, потому что чувак списывает очень реальную проблему. У нас есть Unity компания, и они активно проталкивают свою концепцию с ICS и Dots Data Reader Stack. При этом они пошли следующим путем. Давайте сделаем свой C++ на C-Sharp. То есть, они написали субсет C-Sharp, ну, по сути, взяли субсет C-Sharp, часть инструкции в LVM, кайпалит, собственно, компилятором, чтобы, транспалит, собственно, транспайлером, чтобы оптимизировать с точки зрения детализации. Потом, они сказали, замечательно, молодцы, все работает, давайте это все натянем на ICS, ну, Anti-Component System. То есть, это, ну, как бы, подход, можно сказать, декларативных геймтеф-программирований, когда у тебя, условно говоря, есть три вещи, это entity, по сути, ID-шник, массивчики, компонент, представляешь себя в какую-то структуру данных, в которую массивчик вкладывается, и система, это код, который со всем этим работает. И, почему это круто? Потому что внутри системы обычно вызывается типа, какой-то код, который говорит, типа, дай мне, пожалуйста, все entity, у которых есть, допустим, компонент, может двигаться, и компонент может крутиться. И ты последовательно в форе все это обрабатываешь, и у тебя получается минимальное количество кэшмиссов, потому что ты по всему объему всех твоих чуваков, которые могут и двигаться, и крутиться, проходишься как трактором, и таким образом у тебя как бы вот у тебя кэшлайн, у тебя загрузился кэшлайн, и тут же по всему кэшлайн прошелся, загрузился кэшлайн, и по всему кэшлайн прошелся. То есть очень оптимальная вещь. Проблема в том, что они решили полностью нахер весь юнити переписать для этого. То есть они выбросили все, все, что есть внутри юнити, по факту для этого. То есть если ты будешь использовать на новом вот этом стеке дотс, то ты будешь использовать только те вещи, которые написаны разработчиками юнити в этот момент. И ты думаешь, молодцы, повыклинили из старой легоси, но есть два но. Первое, вместе с старым легоси, они в новой не добавили массу важной функциональности. Например, звуки или адекватная возможность просто двигать некоторые объекты. А второе, они умудрились новые, клевые, не привязанные к легоси решения сделать говно. Оно такое уродское, оно такое неудобное. там реально тебе приходится делать кучу телодвижений для того, чтобы сделать простейшие действия. И если вам кажется, что это проблема в ВСС, то ни черта подобна. Есть шикарный левый СС, это крайне популярный движок, написанный одним чуваком российским, который ты такой, он не привязан никому явно к юнити. То есть его можно написать, использовать даже в своем любом фреймворке. Пишите не хочу. он очень удобен, он очень хорошо интегрируется со всем другим приложением, с другими какими-то готовыми ассетами и при этом дает все вот эти плюсики по кэшмейсам, ты там бьешься, если что, можешь использовать, но это как бы уже опционально, но отдельно. И самое главное, им удобно пользоваться, потому что там ты такой, типа, тебе надо 50 строчек написать, чтобы просто получить возможность передвигать пульку справа налево. хотя бы в обычном юните тебе нужно написать строчек 5, в левый сс тоже строчек 5, потому что у тебя еще ям, очень аккуратный способ интеграции с остальным юнити миром. в обычном в дотс у тебя вот все, ты начал писать дотс, ты все отрезан от остального мира, тебе нужно юай-ку обновить, типа, количество хитпоинтов. Ну, пиши костыль. А в левой сс, ты просто, ну, просто как бы юай-писать на сс глупо. юай-это реактивный подход. Там лучше подходит rx какой-нибудь или просто на экшн. И ты просто делаешь, как бы юай-ку рисуешь, ты в левый сс просто можешь заинжектировать любой общий класс с хитпоиндом и плеера и тут там менять данные. Прикольно, чувак, молодец. Постоянно юнити ругаешь, что ты на нем пишешь-то? За что ты его любишь? Вообще? Люблю, за что? За спорость. Позволяет чувствовать себя живым? Нет, на юнити прикольно, на юнити фаново писать. Не, на самом деле это как раз очень хороший пример, потому что самые классные вещи на юнити сделаны не юнити. Они, у них, у них хороший бюджок. Я, кстати, про XCOM на TEN делал, но на Nail Agenda XCOM 2 был сделан. Что? На Nail Agenda XCOM 2 был сделан. Я прощелкал фалт-аппаратом. Ну вот, если понимаете, о чем я. Зря, зря, зря юнити хайну. Ну нет, мы с вами, слушаем, ну это же классическая проблема, проблема не движка, проблема в уранистах. Ну да. Не, у меня сейчас, например, ребята знакомые под юнити делают, короче, систему, которая тебе в 3D очках позволяет смотреть на строящиеся объекты здания. Причем, вот, ну типа 3D с, там, с датчиками, с этапами строительства, там, и так далее. очень прикольная тема. Ну вот, я там смотрел, сам офигел. Что? Российские ребята? Я просто похожий, Питер, похожий, ребят, я по-моему, с похожими ребятами недавно общался. Ну, эти BIM-системы, они прям популярные, вот, поэтому... Так, слушай, я сам делаю сейчас систему, которую ты наводишь на какой-нибудь девайс, телефон, он тебе показывает, с какой стороны к нему подойти, как его ремонтировать, красивые анимашки, что-то типа там. Откройте, пожалуйста, вот эту дверь за суть и тут подкрутите. это же классно, это там, вот, топ-топ. Скукотить жутко. Что? Скукотить жутко. Это кажется, что ты такой, блин, да, весело, короче, ER, будущее. Берешь библиотечку, потому что самому велосипеде в подобных что-то делать смысла нет, ну, смысла никакого нет. Ну, реально. Берешь бы пройти к типу в уфоре, которая и недорогая, и все делают. Закидываешь необходимые данные, а дальше просто дело техники. Там самые гейморные вещи, это какие-нибудь визуальные преобразования, когда тебе там нужны текстурки, перетолкать из одного формата в другой, и всякие извращения специфичные для Юнити. Слушай, у меня к вам вопрос есть. Вот тут Саша так интересно рассказывал про Юнити. Что самое интересное, чем вы за последний год вообще столкнулись вот прям такое бывает. Вот для Саши, по-моему, было впечатлением о том, что на Юнити не разработчики движка сделали что-то много лучше, чем разработчики. для меня самое интересное это когда свою игрушку в VR делаешь. Когда вот буквально в это воскресенье взял делу Diablo, считай, VR, сексшон. И как надо делать игры свои персональные. Не просто я сел делаю не ты делаешь прототипы, чтобы особенно в VR, чтобы понять концепцию. То есть делаем Assumption и пытаемся потом на основе этого Assumption понять это будет весело или не будет весело. То есть будет весело Diablo, где чаще с тобой куча пацанов бегает и ты пытаешься убить секс-скелета фаерболами, чтобы покаять другие пацаны, чтобы эти пацаны выжили за отведенный промежуток времени. Или не будет это весело. А будет ли это весело, если музыка будет звучать и спаун будет под музыку. Ну, вторая проблема в том, что это все писать долго. А тут получилось как? Я весной очень болел мобилками и начал делать небольшой прототипчик такой, знаете, вот Battle Heard игра. Battle как? Battle Heard старая такая мобильная игра. Не, не, не. Ну, ты типа пальцем тыкаешь и персонажам даешь команду, чтобы они как в World Warcraft один хил, другой танк и прочее бились. Вот я хотел сделать такой небольшой пототип, проверить, как это будет, если смешать Battle Brothers с Battle Heard. Реализовал более-менее в 2D, на ЮАечке все работает. А дальше произошло следующее. Я это нахрен забросил, как и все нормальные люди. Потому что ты реализовал, посмотрел, получилось гопло, выкинул. И тут сижу, делаю, так надо сделать в VR вот эту игрушку. Писать заново, как персонажи так перемещаются, дерутся ли. И тут у меня же есть двумерная игра, которые делают то же самое. Выдрал оттуда, а там написано, все разбито, презентейшн влеер, корд лаер, весь корд лаер выдрал, засунул в VR, прикрутил как скотчем этот к презентейшн вверх и работает. Собственно говоря, воскресенье такой, типа, классный и оказалось, что это очень даже не так. Not bad. Not bad. Да, да. Первый раз за практически 12 лет программерской опыта мне пригодилась вот эта фишка. А давайте разделим презентейшн лаер и корд лаер, и когда ты можешь поменять презентейшн лаер, с одного формата на другой, и тебе корд переписывать не надо будет. Вот первый раз в жизни пригодилась. Понятно. Слушай, у меня другое в этом году было очень интересно. я как раз как раз в конце прошлого года пришел с идеей материализации и так получилось, что вот идею реализовал другой человек. Мой человек из моей команды, мы там местами это делали вместе, но ввел идею полностью он. У меня первый раз было так, что я породил идею, оставил ее реализацию полностью, действительно отдал, не контролируя вот никак другому человеку. И она вышла сейчас на продакшн, и это очень странное чувство, когда ты что-то придумал, защитил это, протащил через все круги, которые мы не любим, через все круги согласования, через все RFC, а делает это другой человек. Счастье темлида. Я не темлид, понимаешь, но у нас нет темлидов в Додо. То есть я занимался другими вещами, в которых я наверное более экспертен, в которых я может быть более полезен. Но так получилось, что человек пришел нам в компанию, ему нужно было какую-то задачу дать на испытательный срок, мы подумали и дали ему эту задачу вести, и так получилось, что он на ее испытательный срок у него через год закончился. Ну, я шучу, не через год, конечно, человек 3 месяца был нормальный испытательный срок, но вот задачный испытательный срок он решил через год после туба строительного. Понимаешь, он просто подложил парню свинью, он говорит, чувак, задача, как, короче, в прот выпустишь, так твоя испыталка и закончится. И дал ему такую задачу, что человек год трахался с ней просто. приходит обычно берет все задачи. что, типа, блин, надо себя показать. Такой берешь, короче, любой трэш, тем более, ты такой, типа, думаешь, ну, если я сейчас буду продвигать какие-то свои идеи, вдруг они не пойдут. Поэтому, готов на все. Надо присмотреться, короче. 3-4 месяца подолбает задачка, и тут тебе год сидеть, херачить. Это злодей, злодей. Слушай, не, ну, я, понимаю, мы общаемся с человеком до сих пор, поэтому, скорее всего, задача ему относительно понравилась, вот, он меня ненавидит, я очень надеюсь. Не затаил зла, да? Да, да, да. Вот, ну, там, реально, ну, это очень интересное ощущение, когда ты что-то вот придумал, у тебя прям в голове родилась концепция, как это должно быть, вот, и другой человек ее делает. Я себя ловил на некоторых моментах, что я просто прям хочу в выходные сесть и вот сделать, типа, как у меня в голове, как правильно, потом я себе бил по рукам, говорю, нет, дай другому человеку, типа, все, это он овнит эту часть проекта, не лезь туда, пока тебя не попросили, не надо, вот, занимайся своими делами, сложная эта вещь, уметь отпускать, то есть, особенно вот такое дитё, которое ты придумал, выносил, согласовал, написал по нему RFC, там, вот это всё, убедил всех, что так надо делать, а потом такой, плыви. У меня подобные штуки были несколько раз, и, как правило, было как, ну, скажем так, как правило, было вынуждено отпускание, то есть, ну, зато, я потому, что, мне кажется, это важный момент, и часто у людей ошибка, ловушка, получается, что он такой, типа, я это придумал, я это буду делать, я это закончу, это полезный наук, умение заканчивать, но, возможно, стоит балансировать и понимать, когда ты, когда стоит, как бы, сидеть и прогрызаться, пытаясь закончить, или же, когда стоит подойти гибче, и некоторые проблемы решить на уровне менеджмента, ну, то есть, грубо говоря, например, помочь найти себе замену на проекте, если, понимаешь, это уже не будет. Я бы с удовольствием сделал эту задачу сам, она мне интересна, я бы, мне бы очень хотелось этого самому сделать, да, то есть, это не то, что я отдал нелюбимого ребенка, но, как раз отдал любимого ребенка. Так, в этом и тишься, ты не всегда понимаешь, что у тебя есть силы, а так, смотри, получается, ты еще и силы у меня были, и все у меня было, ну, просто вот так получилось, что человек, мы решили, команда, что человек, это будет овнить, да, и, ну, я, то есть, ты такой, я хочу этого ребенка расти, он мой, вот это моя кровинушка, мы команда решили, что, вот смотри, так будет лучше, у Петровича, у него, все, нету дочек, одни сын, нету сыновей, одни дочки, а у тебя вот уже твой сын, отдай одного, комитет решил, черт возьму, ну, нет, я же принимал участие в решении, то есть, я не жалуюсь на жизнь, но, это очень интересное ощущение, на самом деле, с теми, ну, Тём, у тебя есть что-нибудь интересное, такое? Знаешь, что я вот рассказал, прямо мой кейс, потому, что, последние, полтора года, я занимаюсь, примерно, вот этим, то есть, сейчас, мне будет, полотешина, даёшь детей, да, поэтому, как бы, тебе приходит заказчик, ой, Саша, опять будут говорить, что ты пошли в комментариях, короче, когда, ну, тебе закинули требования, ты над ними подумал, и примерно прикинул, как это будет работать, пошёл, пацанам показал, сказал, давайте делать вот так, они такие, ага, и, короче, ты сидишь, ждёшь, что получится, если получается хорошо, и они, ну, то, что ты, как бы, задумал, там, они взяли это, улучшили, ещё там, кто-то что-то предложил, оно получилось, оно реально работает, ты такой думаешь, блин, нахрене, тут какие-то диаграммки были, и оно работает, пацаны сделали, вот это классно, вот, остальное-то мелочи, вот так люди пришлось, архитекторов, которые потом ходят, ну, я сейчас вам C4 сделаю, подробную, а дальше вам там всё фигня, что там код написать, отварить, до продакшн довести, ну, вы там справитесь, и главное, как бы, основную концепцию, идея, это главное, идея стоит миллион, хорошую идея, можно даже херовенько, имплементировать, она будет работать, а хорошая идея с диаграммой, это прямо огонь, да, 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 вот тут главное, не забывать проимплементировать, я, я скажу о том, что есть люди, которые там ходят, у меня такая идея, ты можешь мне, остаться вот так, я могу, мы давай, да, подпишем, а то мне идею не крадешь, я такой думал, я обязательно буду воровать идеи, у меня вот, блять, делать просто больше нечего, кроме как у тебя идеи воровать, у меня как бы ты своих мало, где таких людей встречаешь? Бывают разные люди, слушай, у меня была история, короче, как, ну, типа, такая немножко ржачная, мы бухали на одной из конференций, короче, и тоже подошел такой кадр, который рассказывал, что у него супер охеренная идея, и, короче, вот, прямо на миллион, короче, типа, он просто офигенный будет, мы такие, типа, ну, уже были веселые очень, мы говорим, ну, окей, они такие, давай, короче, идеи подпишите, я вам расскажу, мы такие, окей, давай мы подпишем идеи, короче, он там достал какой-то пиде, документ, там, короче, мы ему пообещали, что, короче, вот наутро мы протрезреем, распечатаем, мы подпишем, но мы клянемся, вот, он такой, окей, ну, вы точно подпишите? мы такие, да, мы точно подпишем, он говорит, хорошо, рассказываю идею, короче, делаем, как бы, сайт знакомств, ну, и такой, рассказывает, рассказывает, мы такие, баду что ли? он такой, не-не-не, там, короче, чем-то будет отличаться, мы такие, слушаем его, баду что ли? он такой, да не-не, пацаны, вы не понимаете, он будет, короче, и пытается нам, ну, как бы, какие-то, типа, отличия объяснять, как бы, ну, с третьего объяснения мы начинаем ржать, ну, просто, типа, там, парень, короче, понял, какие-то, а какие-то, какие-то, неважно, от баду, советского знакомства, у любого другого сайта знакомства в баду может быть два отличия, там либо не будет девушек легкого поведения, либо будут только девушки легкого поведения, а чётко в баду? ну, в сайт знакомства, видно женатого человека, почти что, 8 лет, я, подожди, баду уже был, да ладно, ну, типа, понятно, они не так популярны, когда были, это, это настолько старая лавка, да? ну, это очередной конкурент тиндера, ну, считай, вот, ну, только в тиндере, налево, не направо, а вверх и вниз? ну, типа того, но только в тиндере женщин с социальной, ну, только в тиндере быстрее банят женщин с низкой социальной ответственностью, или тех менеджеров, которыми притворяются, вот и всё, вот, интересно, как они это определяют? Слушай, там, много способов, вот, давай я не буду на настоим рассказывать, если чё, я просто в индустрии в этой работе, вот, да, интересно, какой роль, в роли разработчика, ну, но вот оттуда же все как те замечательные истории про дикпики и так далее. Вообще, как бы, низкая социальная ответственность и совсем другой паттерн поведения на сайтах знакомств, поэтому, если вы реализируете паттерны поведения, то срезать вот этих мадам крайне простая задача. Ну, они не стесняются и заводят миллионы аккаунтов. Ну, то есть, насколько я помню, по статистике в среднем аккаунт такой живёт что-то порядка 30 или 40 минут. Потом вырезается и создаётся новая. Интересно, они успевают за 30 минут клиента найти? Ну, если они там, то, наверное, успевают. Слушай, я хочу сказать, что клиенты это такое дело. Я в универе к этому чувству Джазфуфан завёл в мэл-агенте персонажа с ником секси-киска что-то такое и промышленными картинками вытащены чёрт знает откуда из какой-то DC-шары. Ё-моё, там, короче, просто каждый день ловилась куча людей писать что-то. Я почувствовал себя популярным, да? Не, мне просто интересно было, типа, там явно фейк. Неужели есть дебилы? Дебилов так много! Но по камере было 2000-х. Почему дебилов? Просто люди прочитали твоё неосмысленное, неосознанное закодированное сообщение. Они-то привыкли, что когда они подобным пишут, другое происходит. Вот тут ты это как-то... Чё, из-за тебя одного руку сбивать что-ли? На каком-то анекдоте про бармена, да? Да-да-да. Ладно, слушайте, ребят, кажется, я уже начинаю потихоньку покрываться корочкой. Да, у меня чай кончился. Я не знаю, что там у Артёма. У меня с собой был вот такой чайник чая, и он кончился. Ну, хорошо посидели. Да, прекрасно. Ребят, было очень приятно пообщаться. Чат всем обнимашки, любви и хороших работодателей и больших зарплат, и всего замечательного. Ребят, очень приятно было пообщаться с вами. Давайте, люби, удачи, это, всего такого. А где, как, давайте, стоит, стоит. У нас, по традиции, мы в конце говорим какую-нибудь вещь, связанную с темой нашего выпуска. Поэтому давайте, прокеширование. Антон, скажи что-нибудь, финальное прокеширование. Короче, если вы думаете, что вам надо кешировать, подумайте еще раз неделю, еще раз неделю, потом перепишите нормально свой код, а потом кешируйте. Артем? есть такое короче мнение, что кеш это заплатка поверх херового кода. Когда ты, короче, херово написал, у тебя ничего не работает, ты ставишь кеш, и стало немного получше. Ну, как это, зеленочка помазал, вроде нормально. Вот. В принципе, отчасти так и есть, с одной стороны, с другой стороны, кеш все-таки полезная история, поэтому думайте головой, прячем ставить кеш. Саша? Да. Я к себе, мы, программисты, любим совершать сложные задачи. Я считаю, на самом деле, как? Кеш это не сложная задача, это долбанутая задача. Долбаться не очень весело, поэтому лучше, я считаю, решить сложную задачу в организации кода, чем вкручивать очередной кеш, просто потому, что, ну, давайте сделаем. От этого будет куча дополнительных долботней. С другой стороны, да, некоторые вещи являются очевидно полезными. Главное смотреть, какие вещи являются очевидно полезными. Мне кажется, кеш является таким хорошим примером правил 80 на 20. 80 проблем могут решиться могут решиться кешем в принципе, то есть тот же, та же статика и прочее, но если влезть в 20% с кешем, то будут 80% новых проблем. Как-то так. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.